Я похож на солисты группы BTS? Я чувствую себя просто среди идиотов в очередной раз. Каждый раз это происходит почему-то. Ну, если что, вы пришли к нам на стрим. На стримчатке. Я слышу свое безумное эхо. Если что, я буду стараться разговаривать примерно вот так вот. Нет, так не надо разговаривать. Разговаривай нормально, пожалуйста. А СМР Тимур у нас сегодня будет. Блин, ну есть просто проблема. Она заключается, говорю, в том, что я сам слышу, какой у меня безумный эхо. Можно пулять анонсы, кстати. Да, и это очень, на самом деле, напрягает меня. Я ничего не знаю, как с этим поступить пока что. Но я, поскольку в полуполевых условиях, в комнате, в которой почти ничего нету, кроме дивана, стола и тумбочки. И стола еще одного, да. Да-да, и я просто не знаю, что делать. Наверное, обклеить эту комнату какими-то поролонками, как бы, ну, может быть... Как Тимур оказался в этой ситуации, вы узнаете из нашего спешила, который уже лежит везде, где только можно. Если вы его не послушали, идите слушать. А этот выпуск мы, в общем-то, пока что запишем. Да. Я полагаю, это так будет сделано. Ну, в любом случае, на самом деле, мы сейчас потихонечку будем начинать завтра каста. Пока что у нас такое, типа, условное пришел. И мы, в общем-то, хотим, наверное, поговорить про то, как вообще у вас, пацаны, дела. Димка, что, играешь во что-нибудь? Что-нибудь смотришь? Играю в таблеточки и дышу через маску всякими лекарствами, инфьюзиями. Ты когда-нибудь дышал через маску вообще лекарствами? Нет. Нет, подожди, в смысле? Для меня было откровением свое время узнать, что, оказывается, нельзя просто насыпать лекарство в маску и им подышать. Надо обязательно его смешать с физраствором. Я думал, что таблетки размельчаются. Берется карточка, берется купюра. Нет, так только в Москве работает. К сожалению, во всем мире все люди делают не так. И у меня произошел дичайший пиздец со здоровьем. И, в общем-то, я лечусь, кушаю таблеточки, поэтому уж простите меня, мой пост наебал. Мне кто-то написал, что, по-моему, на ютубе спешили, что у Димы сломалось лицо. Но вот это не потому, что у меня сломалось лицо, а потому что, когда ты на таблеточках, тебе просто все равно. Я в районе, думаю, что ты сейчас отыгрываешь Гарольда, который скрывает боль. Димка, который скрывает боль. Я думаю, мы все в итоге превратимся в таких вот Гарольдов. Это офигенно, конечно. Но будет надеяться, что тебя тоже будут возить, как Гарольда, по всему миру, показывать на всяких презентациях на телеке и так далее. Короче, в середине, как бы сказать, кризиса всего того, что со мной происходило, я умудрился еще и заболеть. Ну, то есть, условно говоря, мне и так было погано, но я еще и простудился. Я еще думал сначала, что у меня коронавирус, но, слава богу, обошлось. У меня была просто простуда довольно серьезная. Но поскольку у меня болели легкие, то все это отражалось на легких, и мне было прям вот совсем погано. И отправился я от этого пару дней назад, могу сказать так, где-то примерно во вторник. Но сегодня четверг, если что. Слез с кучей таблеток, сейчас вот потихонечку их сменяю, поэтому мне совсем не здорово. Тимурчик у нас уехал в другую страну, подробности его переезда у нас спешили. Ну, а Максимка готовится к тому, чтобы делать операцию к сыну. В общем-то, вот такие у нас новости. Поэтому мы не выходили целый месяц. Ну, мы старались, по крайней мере. У нас у всех были проблемы, но сейчас, я думаю, что мы попробуем выходить, как обычно. У нас есть замечательный наш подкаст, который берег мою кукуху, по крайней мере. Это кабинет лора, который мы пишем с Максимом. Если вы его не слушали, то начните слушать. Он лежит у нас на Apple Podcasts, на Patreon, на Boosty и, в общем-то, на всех наших сервисах, которые мы вам предоставляем. Возможно, что мы запишем еще один выпуск. Там тебе справедливо говорят о том, что у Максима теперь более красивый фон, так что надо сдать центр. Я могу переставить Максима в центр легко. А, я забыл, у тебя же буковки еще сложнее представлять. Теперь Максим будет Тимуром Сиферблюковым. У меня просто в лом меняются надписи. Произошел тейковер такой. Ладно, сейчас поменяю надписи. Господи, господи. Но, на самом деле, с освещением интересная история. У меня очень долго, многострадально ехал этот сетап. У меня он, наконец, приехал. Я очень рад, что все завелось ровно так, как я думал в своей голове. Потому что сейчас, когда приезжает свет, он либо по мощности проебывается, либо по разделению проебывается. То есть, этот спред не такой, как ты думал. А здесь прям вот все попало. Теперь у меня такое модное, как это говорят, знаешь, в Голливуде, бисексуальное освещение. Это, кстати, наушительное. Ты похож на ту стримершу, которая недавно призналась о том, что ее муж сбил. Да. Или какой-то... Да, да, да. Вот ты на нее теперь похож. Тебе только на заднем плане не хватает... Где мой бассейн? Не хватает бассейна, думаю, да. Да, где мой бассейн? Вот это красно-синяя хрень, которая почему-то на стримы пихает. Я никогда не понимал, зачем, какой смысл. Объясню. Это специально делается, чтобы разделять фон и спикера. То есть, у тебя есть световое кодирование. И смотри, вот сейчас спикер, то есть я, я освещен двумя белыми лампами. То есть, у меня одна белая лампа, одна смешанная лампа. То есть, холодный свет и смешанный свет. Смешанный свет кольцевой, холодный, боковой. Поэтому я, как бы, у меня цвет кожи нормальный. А весь фон у меня разделен, как бы, на вот эту мадженту и голубой. И это позволяет фон оттенить от меня самого. То есть, чтобы на любой камере достаточно четко считывалось, где сидит человек, а что у него на фоне находится. Про эти и многие другие вопросы, которые часто задают себе фотографы, вы можете прочитать в телеграм-канале Максимке, который называется Фото Душнила. Он действительно Фото Душнила. Дюмка, а помнишь, раньше, когда очень давно проводил PewDiePie свои стримы, у него, короче, стояла такая, типа, ширма, разрисована всяким говном сзади него? Не, я... Ну, типа, лет пять назад. Я расскажу тебе прикол. Я смотрел PewDiePie только, когда какой-нибудь скандал с ним очередной. То есть, знаешь, там, типа, PewDiePie там ляпнул что-то там про кого-то. И там, типа, маленький клипчик, который рассказывает о том, как это происходило. Вот я эти клипы смотрел. Само PewDiePie я никогда в жизни не смотрел. Короче, смысл в том, что если ты посмотришь вот суперстарые стримы, которые были лет пять-шесть назад, то у него стояла ширма сзади, которая была всяким говном разрисована, короче, но выглядела вполне неплохо. Я подумал о том, что, может быть, тебе тоже купить какую-нибудь ширму, которая бы стояла прямо сзади тебя. Вот. Ну, типа, знаешь, какой-то фон такой. И скрыть мою отвратительную желтую стену? Ну, кто? Скрыть вот этот хрущевский шкаф, который там стоит со времен царя Гороха? Ты про вот это говоришь, да? Нет, я хочу сказать... Буквально вот просто вот плюнуть, да? Убиваешь тебя, да. Вот этот серый диван тебе, блядь, не нравится, да, который у меня там стоит? А он мне может быть дорог, как память, несмотря на то, что он скрипучий, как пиздец. Мне, знаешь, вспоминается YouTube. Что ты гонишь? Это новый диван, ты купил его не так давно. В смысле, не так давно? Да ты реально, у тебя же что-то сломалось, и ты говорил, что ты купил новый. Ну, это было в таком году. Знаешь, в комментариях пишут, можно просто стены говном разрисовать. Пацаны, это не техническая служба, ты чай. Блин, ладно. Кто не понял, тот поймет. Я не понял. Нам тут пишут, фух, чуть не проморгала гомара Джоба. Нам куча пишет комментариев о том, что вообще очень круто, что вы там, типа, вышли. Большое вам спасибо, ребят, что вы все пришли. И куча народу пишет, что Дима похудел. Дима, ты правда похудел? Я не знаю. Ну, типа, прям много народу написал, что похудел. Я когда ходил в больницу, обнаружил, что у меня украли 3 сантиметра. Нет, не там, где вы подумали, а в совершенно другом месте. Дело в том, что я всегда думал, что мой рост 187 сантиметров. Ну, всегда так думал. Меня померили в больнице. Оказалось, что нет. На 3 сантиметра меньше. 184. То есть ты одного роста со мной? Да. И самое смешное, что, ну, типа, я такой, ну, спрашиваю, говорю, как так, может, у вас сломана эта, ну, мерилка, да? Она говорит, ну, пойдемте со мной на второй этаж. Там еще одна стоит. Померимся с вами еще раз. Я говорю, так я вам верю, доктор, ну, просто это странно. Говорю, всю жизнь я думал, что у меня 180 метров. Ну, а не 184. Она такая, ну, как бы, с мужчинами такое бывает иногда. Я такой, ну, ладно, понятно, в общем. Слушай, а ты мог просто немножко этот, как, стычки, знаешь, усыхают, да? Могу, конечно. Могу усохнуть, да? Ну, вообще, тут еще пишут про гномы-растокрады, как бы, я бы не удивился. Это видел картинку, типа, стихи про карликов. Вот примерно вот у нас такое вот сегодня. Короче, ты вполне возможно мог, пока спал, приходил какой-то гном-растокрады, короче, и у тебя украл пару сантиметров. Ты, кстати, знаешь, что у многих SEO, там, технологических компаний есть сейчас новая фишка, они удлиняют себе ноги, делают... Да, я слышал, кстати, это не SEO, потому что какие-то работники обычные, но там... Средние, средние, мировые. Там скорее топ-менеджеры, потому что не каждый себе может позволить такую операцию. Там что-то по 30-50 тысяч... Может быть, не SEO, ладно, но там какие-нибудь топы, стопудово. Вот они все делают себе операцию, пу, для них у них ног. Я посчитал, как эту операцию делают. Оказывается, это косметическая абсолютная операция, то есть она не страшная. В смысле тебе буквально кости долбит? Сейчас объясню, короче. С точки зрения хирурга, ну или там, пластического хирурга, да, это хуйня, а не операция, потому что тебе просто ломают ноги в двух местах, вставляют туда металлический штифт, вот, и потом они у тебя заживают, и, в общем-то, ты вот такой вот, типа, на несколько сантиметров повыше. Это, знаешь что, это аппарат Елизарова, то есть вот, когда тебе надо, чтобы кости срослись, и они срослись ровно, тебе вставляют вот эти металлические штифты и меняют давление, таким образом у тебя растет, собственно, кость до нужного размера. Вот, это советский хирург Елизаров придумал. Ты пока там рассказываешь, у меня тут кошачья тревога, проси, пожалуйста. Да, и, собственно, на этом принципе построены эти косметические операции. Я почему про них не знаю, потому что у нас кот, блядь, ходил, как бонус, когда полетел с третьего этажа, он ходил с этим аппаратом, разъебал мне док от свеча, сгев его этим аппаратом, и, собственно, ему кость как раз удлиняли так, чтобы у него бедро срослось вровень с другим бедром. У тебя тоже кот лечил из окна? Да, естественно, что это за вопрос вообще? А мой лапу сломал тоже. Я ему даже уколы делал, и, в общем, следил за тем, какой ему две операции делали. Сначала вставляю штифт, потом вытаскиваю. Предыдущий кот также тоже упал с седьмого этажа, и причем он разбил ногу свою от того, что упал об ограду, об забор. То есть он раздробил ногу об забор, короче. И мы ему вставляли титановый штифт, и он ходил с титановым штифтом, который потом ему вынимали, и, соответственно, вот у него там все взросло. Но он начал чуть-чуть прихрабывать. Отличный кот был, Кеша, сибирский, рыжий, огромный, очень красивый. Вот. Ладно, на этой грустной ноте, а то сейчас, блин, все начнем плакать по поводу своим котам. Давайте начнем. Да, давайте тихонечко начнем, уже больше 200 человек смотрят, так что вполне можно начинать. Добрый вечер, дамы и господа, мы начинаем завтра каст номер 267. Нас не было довольно долго, но мы в итоге вышли в эфир, и, в общем-то, сейчас наши завтра каст будут вести все те же самые люди, которые вели его до этого раньше. И это, конечно же, я, меня зовут Дмитрий Замбак, мой соведущий Тимур Сейфельмлюков. Здравствуй, Тимурчик. Это я, здравствуйте. И приходящий ведущий, который нам не нравится, но мы не можем его выгнать уже 6 лет подряд, это Максим Дорецкий. Который последние 3 недели был завтра кастом. Да, это Максим Дорецкий. Спасибо тебе большое, Максимка, что заменял нас в меру своих возможностей. Давай так это скажем. Короче, ребят, мы потихонечку начинаем. Мы постараемся, в общем-то, проговорить все по-быстрому. В общем-то, надеемся в 6 часов уложиться. И не забывайте, что мы решили взять такой курс, знаете, все немножко в разнобой делать. Если раньше мы старались сохранять какую-то некую, знаете, там структуру, чтобы, в общем-то, всем было удобно, все понимали, чтобы можно было быстро все промотать, в этот раз мы не будем, соответственно, ничего делать так, чтобы вы могли промотать, поэтому все будет, знаете, вот прям вот так вот, микс салат. Короче, поэтому начинаем мы не со слухов недели, а начинаем, как раньше когда-то, а начинаем мы с самой не на есть, что слухи недели, которые сбылись. Нет, скорее мы начинаем с наших планов за строкас. Дело в том, что если вы не слышали то, что у нас, в общем-то, выходило, у нас вышел спешл про переезд Тимура в Казахстан. Собственно говоря, полтора часа лежит на наших всех каналах, можете послушать и даже посмотреть на нашем канале на Ютубе. Мы потихонечку возвращаемся в рабочий ритм, будут новые выпуски кабинета Лора. Насчет сказок дедушки Замбака я не уверен. Сможем ли мы с Тимуром их записать или не сможем? Я думаю, что на следующей неделе мы сможем, потому что у нас набралось очень много крутого материала, и я думаю, что мы попробуем записать, потому что до этого мы пытались все время понять, про что именно записать, теперь у нас есть прям тема очень крутая. Мы про нее даже анонсировали в предыдущем выпуске, так что надеемся, что получится. Соответственно, да. У нас еще довольно интересный будет анонс, скорее всего, на следующей неделе. Дело в том, что мы запускаем довольно крутой, интересный брендированный подкаст, причем этот подкаст будет интересен целому ряду специалистов, он, скажем так, ну такой нишевой, он будет интересен маркетологам, датасатанистам, программистам, бэкэндерам, девопсам и, соответственно, всем другим, крутым, очень около IT-специалистам, и мы его анонсируем и, соответственно, покажем, расскажем буквально, я думаю, скорее всего, уже на следующей неделе. Ну и через неделю, да. Да, и, соответственно, опять же, как раз начинаем наш подкаст мы с чего? С того, что слухи. Со сбывшихся слухов недели, вы помните? Да, они уже сбывали. Мы говорили, что рак на горе свистнет раньше, чем Silent Hill анонсирует. Так вот, рак свистит уже с нескольких гор, потому что Silent Hill... Подожди, подожди, Кодзима сделал Silent Hill, как мы думали? Обанданит вышло, Тимур. Обанданит вышло, понимаешь? На самом деле, мы можем долго к этому подступаться, но факт в том, что Konami неожиданно анонсировала презентацию по Silent Hill, неожиданно, реально. И неожиданно эту презентацию выложила, и анонсы там тоже были неожиданные. И сказать, что они были прям потрясающие, наверное, тяжело, хотя их было очень много. Это очень странное ощущение. Ты очень долго ждал анонса Silent Hill. Мне потому что серия очень нравится. Я не могу назвать себя прям фанатом Silent Hill, но я люблю эту серию, и она оставила большой след в моей юности. И мне очень нравятся саундтреки Silent Hill, я не скрою, потому что я и Мэри Лизбет Маглин очень люблю, которая вокалистка на многих треках, и Маоку как музыканта. Он, кстати, в России чумовые концерты давал, в Казань приезжал. Вот. И ты такой, да, ну, наверное, будет что-то клёвое. И вот этот 40-минутный ролик выкладывают, ты его смотришь. А это была непрямая трансляция, чтобы вы понимали, поскольку Konami немного дебилы, они мало того, что раньше времени выужили этот ролик, так это был непрямой эфир, это тупо вышла просто презентация 40-минутная по таймеру. Понимаешь, что это говорит о том, насколько у компании, ну, вот у Konami, насколько всё довольно плохо в техническом смысле, в маркетинговом смысле, что они очень давно не делали анонсов, они очень давно ничего толком как бы не умели правильно продвигать, у них некая маркетинговая команда пошла, насмотрелась всего, что сейчас считается, типа, таким крутым, правильным, классным, да, и такие, типа, так, как сейчас делать? Ну, надо же презентацию сделать, такую, типа, в виде трансляшки. Так, трансляшка, хорошо. А что делаем? Ну, вот нам надо, типа, взять и сделать кучу анонсов, трейлеров и перемежать это крутыми интервью. Да, да. И там должны выходить люди, типа, ведущие, да, да, короче. Давайте возьмем крутого ведущего, давайте. Все такие, так, все организовали, все сделали. Такие, так, ну что, как трансляцию выпускать? Ну, с помощью премьеры, да, с помощью премьеры. Так, все, заливаем, сейчас будем транслировать, и в итоге, и нихуя, они просто видос залили, и просто видос вышел. И это было так смешно, что ты заходишь на видос, а там реально, типа, нагнетающая атмосфера музыка, появляется таймер, таймер идет, и ты такой, пы-пы-пы-пы-пы-пы-пы-пы-пы-пы. Скипанул ее. Да, потому что это видео, это видео, это просто ролик, который внизу. Они забыли сделать трансляцию, господи. Они забыли ее сделать на испаноязычном и французском, по-моему. Чувак, на английском, я вот ровно пошел, на английском языке, включил, и просто такой думаю, так, ну сейчас буду смотреть трансляцию, а потом смотрю, это просто тупо видос. Испанский и франц... Тупо прощелкиваю. Испанский канал, это состоялось позже, но точно так же, там тупо ролик вышел. Слушай, ну как будто это влияет на сам анонс, на срать абсолютно. Ну то есть, когда ты узнаешь про игру, сейчас или спустя 40 минут, когда трансляция закончится, никакой разницы абсолютно нет. Нет, чувак, смотри, это собирает большое количество энгейджментов, у тебя куча народа сидит, там вращаются. Большую часть людей... Подожди, эти 40 минут у тебя в Твиттере все пишут, все, понимаешь? У тебя выходят статьи одна за другой под эмбарго, понимаешь? А тут у тебя ни хуя ничего из того, что ты задумал, ничего не работает. Абсолютно на это насрать, потому что большая часть людей смотрела эту трансляцию не на сайте Konami и не на их официальных каналах. А знаешь где? На IGN. Где на IGN не выкладывали ролик. Они прям сделали трансляжку и 40 минут смотрели люди этот ролик про те, кто не знал про официальный канал Konami. Вот и все. Ну то есть, как бы, большая часть людей все-таки смотрела это так, как это показывалось. Зато всем остальным чувакам, там, агражурам и прочим, эти 40 минут позволили написать вполне большие посты по поводу того, чего же все-таки анонсировала Konami. Давайте расскажем, да, что было. Простые вещи. Во-первых, анонсировали ремейк второго Silent Hill. Это эксклюзив PlayStation 5. Войдет также и на ПК в Steam. Уже есть страничка. Да, уже есть страничка. Делает ее наша любимая Bloober Team. Любимая в кавычках, потому что, ну, честно сказать, Medium мне не слишком понравился из того, что делала последняя Bloober Team. Layers of Fear, на мой взгляд, была совершенно страшной игрой, а вот вторая часть была не очень. Я очень жду, когда они сделают Layers of Fears, которые они, типа, перезапустили, да, и, типа, делают на Unreal Engine 5. Но я так понимаю, что Silent Hill, наверное, все-таки выйдет раньше, чем вот этот Layers of Fears. Скорее всего, да. Он весьма готов, судя по тому, что мы видели. То есть там уже и в Steam страничка, и скриншоты, и системные требования даже есть. Я думаю, он в достаточно высокой степени завершенности. Что сказать про сам ремейк Silent Hill 2? Он выглядит как кусок говна, вот честно. И дело не в графике, а дело в том, что они просрали визуальный стиль. Это местами так плохо сделано, что вот, например, сам главный герой, который Джеймс Сазерленд, или как он, Сандерленд, забыл его фамилия, главного героя. По-моему, Сандерленд все-таки. Он выглядит вообще не похожим на себя, и, честно сказать, вот после этого у меня как-то весь хайп по поводу этого ремейка поуменьшился. Что касается... Ты виделся в шутке на тему того, что он похож на Гену Букина? Он похож на человека, который, скажем так, окончательно отчаялся, да, у которого там, типа, прям, он понимает, что там, типа, реальный пиздец, да, происходит с ним. Прикол в том, что в игре так было не так. В игре изначально сам этот Джеймс, он ощущал себя вполне обычным человеком, а вот уже вся метаморфоза с ним происходила ближе к концу. Поэтому почему в самой начальной вот заставке, где он стоит и смотрится в зеркало, он выглядит как алкоголик с опухшим лицом, я не понимаю. Мне кажется, это неправильно выбранный визуальный стиль. Мне не нравится, как это выглядит. И я могу сказать, что некоторые решения в визуальном плане там сделаны, ну, реально странно. Ну, то есть, на мой взгляд, это проебанный арт-стиль. Да, есть еще один момент, связанный с тем, почему Дима в своем бомблении он затрагивает именно творческую составляющую. Есть два важных момента именно во втором Silent Hill. Я сейчас не говорю про остальную серию, вообще не трогаю ее. Только второй Silent Hill, он существует в некоем вакууме, на самом деле. Он не входит, он не встроен в общий канон, он такой, стендалон, часть по факту. И там есть два момента. Первый, он заключается в том, что второй Silent Hill, я вот сейчас для кучи непроходивших не буду ничего спойлерить, общими словами, он затрагивал очень много достаточно жестоких тем. причем, причем очень скользких, очень серо-моральных с точки зрения, что они даже в современном геймдеве, который может себе позволить The Last of Us Part 2, все еще будут считаться спорными. Серьезно, я не шучу. И вот хендлинг этих тем был очень японский, то есть он был таким серединка наполовинку, и где тебе давали очень на откуп твоей фантазии. То есть ты не делал каких-то выводов, которые тебе разработчики тыкали пальцем, а ты делал их сам, как фильмы Дэвида Линча, например. Поэтому, собственно, второй Silent Hill стал таким культовым, это бесконечное поле с ПГС, это его сила. Ну и сам сюжет, как бы тут еще важный момент, то, что все то, что происходит конкретно в сюжете Silent Hill, это, в общем-то, психологический хор, в который главный герой сам себя загнал. То есть для него искупление своих грехов, которые у него там есть, выглядит вот именно так, что есть какой-то типа город в тумане, есть какие-то медсестры, которые там типа как монстры, есть какой-то пирамидоголовый, который символизирует то ли его, там, не знаю, грехопадение, то ли его некого как это, злости, ярости, внутреннего монстра. Да, да, да. То есть как бы каждый интерпретирует по-своему, поэтому количество интерпретаций сюжета Silent Hill 2 очень много. И поэтому, когда тебе показывают все то же самое, где просто люди немножко насрали на то, как это происходит... Дело даже не в этом, дело в том, что вот там есть сцена, где у Джега, собственно, у главного героя трясутся руки. Типа, что же я варил? Вот это подсознательно вкладывают разработчики. Этого не было в оригинале, потому что он не вдуплял, что происходит. Вот. Второй момент... Ты помнишь историю тогда, когда переиздавали Silent Hill 2? По-моему, это было на Клэстерии. Подожди ремастеры, да. Да. Её переозвучивали полностью. И там озвучкой занимался наш любимый Трой Бейкер. Вот. И все говорили о том, что он слишком старается. То есть он слишком сильно играл голосом. То есть у него прям была... Игра. Там игра, игра актёрская, да. И с этой актёрской игрой у него произошла... Прошёл один странный факт. Дело в том, что фанатам это не понравилось. Почему? Потому что в оригинальной игре у Джеймса у него такой достаточно отстранённый голос. Он комментирует всё происходящее, как будто он мысли свои думает. Ну, в тумане вообще он находится. И вот эта отстранённость, она, в принципе, очень сильно влияла на атмосферу игры. Поэтому, когда ты играл в тот же самый Silent Hill с озвучкой Троя Бейкера, в котором он изо всех сил выдавливал изнутри драму и прочее, это смотрелось довольно странно. Вот с этим ремейком примерно то же самое. Только по всему, помимо эмоций, которые играли голосом, теперь эмоции видны и на лице персонажа, потому что, ну, естественно, обновлённые модельки, графоны и всё такое прочее. Да, и тут ещё надо понимать, что Bluebird Team очень плохо справляется с такими скользкими темами, о которых я говорил. Потому что по факту Medium, вот ты... Я в него не играл, я честно скажу, я его не смог. А Силь тебя на Ютубе досмотрел. Я допрошёл. И там финал, это по факту victim blaming. То есть сценарист такой, типа, а, fuck it. И ты такой, чё, братан, ты же сам взялся за эту тему, почему ты так слился? И когда вот эти люди, а там креативный директор Medium занимается этим ремейком, ты уже автоматом такой, господи, господи. А второй момент, который связан с визуальными изменениями, внешность главного героя была такой, потому что на диссонансе между его внешностью и его поступками строится во многом один из главных поворотов сюжета, не раскрывая его, да? И ты вот от этого персонажа не ожидаешь такого. Тогда как ты смотришь на обновлённого главного героя, это ты не такое сделать может, честно сказать. Слушай, ну вообще, я вот как человек, который вообще не очень-то любит Сайлент Хилл и смотрит на них очень отстранённо. И я помню, как вы играли на стриме в Сайлент Хилл. И вот я отслеживал то вообще, что там происходит. Я замечу, что игра была, если честно, если честно, довольно скучной. Да? Потому что она выходила в времена PlayStation 2. Да. Ну, ты знаешь, я тебе скажу так, что на самом-то деле, например, тот же самый Resident Evil, который выходил ещё на PlayStation 1, он вот как вот, вот знаешь, вот он скучным не был. Потому что Resident Evil это не психологический хор. Resident Evil это экшен. Ты постоянно что-то делал в Resident Evil. Это слэшер, я бы сказал. В Сайлент Хилле, особенно если ты не знаешь, что делать, ты можешь по этому городу блуждать довольно долго. Ну, в общем, скажу так, что Resident Evil мне нравился больше, и здесь нам, кстати, правильно пишут довольно интересную штуку о том, что, ну, явно же экономия насмотрелась просто на успех Resident Evil. что все эти ремейки настолько хорошо зашли, что они такие, о, блин, а о чём так можно было, короче, а у нас тоже есть такая же серия, давайте-ка её тоже начнём сейчас переделывать как бы на новом движке, потом вспоминать, что у них, оказывается, не осталось программистов, и такие, блин, чёрт, короче, надо кого-то взять, подвязать под эту работу. Кто у нас там делает хорроры? О, Bluber Team, нормас, короче, графон есть? О, Medium, отличный графон, технологичный, круто. Главный вопрос там был, а почём в польских злотах? Замечательно, берём, главное, переплачивать не нужно. Я бы удивился. На Reddit очень хороший консенсус, что типа Bluber был выбран просто потому, что это самая дешёвая команда, способная выдавать картинку чё-то около ААА. Вот примерно так. А теперь очевидный вопрос, почему вторую часть они первую переделали? Где ремейк первой части? Потому что вторая часть самая любимая среди фанатов. Она самая продаваемая. Скорее всего, здесь такая же логика, какая была у Capcom, когда они переделали Resident Evil. Вот есть вторая часть, которую все любят. Есть первая часть, у которой есть типа ремейк на Gamecube, но это было давным-давно и насрать на него абсолютно. Вот. Поэтому давайте мы переделаем вторую часть, её фанаты больше всего любят, а если зайдёт, то мы сделаем третью, а потом и четвёртую. Ну и вот так это было у Capcom. Я думаю, у Konami была примерно такая же логика. Они подумали, что какая часть Silent Hill из четырёх самая там классная, да? Ты такой, ну, наверное, вторая. И все такие, окей, давай переделаем вторую. Если вторую часть выстроили, ты там, допустим, заработаешь большое количество денег, они могут и первую ремейкнуть. Или там, например, третью. С Metal Gear'ом будет примерно то же самое, что сначала сделают первую, потом третью, потом вторую, потом четвёртую. Чего с Metal Gear'ом? Ну, они же явно, скорее всего, если зайдёт этот ремейк... Silent Hill'а? Silent Hill'а, то они, скорее всего, за Metal Gear'а возьмутся. Я думаю, что не возьмутся. Мне кажется, что все эти истории про ремейки Metal Gear'ов это полное фуфло. Ну, слишком много зависит от креативного видения Кодзимы. Ну, то есть, не факт, что получится хорошо. С Silent Hill'ом это довольно простая игра, что там, нафигарил туман, нафигарил монстров, и всё, и весь тот же самый сюжет впихнул. Если уж так в дебри немножко вдаваться, то вот у тебя есть условный Final Fantasy VII, который в такой прям видении в основном на Буу Ямадсу был, который, кстати, напоминаю... Ой, не на Буу Ямадсу, а этот как его? Хиронома Сакагучи. Хиронома Сакагучи, да, короче, вот. И я напоминаю, что он у нас был в подкасте и был в гостях, так что можете послушать выпуск с ним. Короче, Хиронома Сакагучи же, он так и сказал, что да, то это уже не совсем моё видение, но получилось, типа, ну, более-менее нормально, круто. Разница в том, что на Буу Ямадсу и все остальные чуваки, на Мур там и так далее, они все участвовали в производстве Final Fantasy VII, когда она выходила. Блубер Тим никакого отношения к производству Салид Хилла не имела никогда. Совершенно другие люди. Игру делали японцы, сейчас её будут переделывать поляки. Что должно получиться? А Блюпоинт против Демон Соллс, а? Блюпоинт сделала дословный ремейк. Блюпоинт, более того, они брали код-базу и советовались непосредственно через Sony Japan с Фромами. Но тут понимаешь, в чём проблема, которую, кстати, опять же, мало осознают, потому что, на самом деле, Салид Хилл 2 всё-таки у современников он уже подзабылся, он весьма поверхностно обещается. Это не в обиду всем игрожурам и коллегам, но просто игра устаревает и знания о ней тоже, в общем-то, выветриваются. Но Салид Хилл, сама серия Салид Хилл, она вообще появилась, тут кабинет лора от Максима, маленький выпуск про Салид Хилл, она появилась как ответ Konami на Resident Evil, то есть, они хотели реально выпустить свой резидент, какую-то такую игру, которая будет с ним тягаться, но у них не было денег, не было ресурсов, команда, которая делала первый Салид Хилл, вообще сидела на адском инде, когда там один человек делал модели, потом рисовал текстуры, потом делал звуки. Она была очень мизерной и делал, собственно, вообще главным драйвером игры был Таяма, который потом ушел в Соне делать сирену. В общем-то, он ушел сразу после первой части, Соне тут же его переманили, они оценили его менеджерские способности, что он смог зашипить такую игру на таком охуенно маленьком бюджете. Сделали Салид Хилл 2 потом, то есть, тоже другие чуваки, это выходцы Таяма, то есть, это люди, которых Таяма обучил. Они тоже потом ушли из команды потихоньку разбежались, и они в Канами уперлись вот рогом. Смотрите, есть Акира Ямалока, который будет музыку тоже делать, и есть этот Масахиро Ито, вот он придумал Пирамид Голового, и поэтому все будет аутентично. Но это люди, которые отвечали только за музыку и арт, за геймдизайн, за общую атмосферу, за райтинг, они не отвечали. Это тоже такая пыль в глаза. Ну да, может Пирамид Головый будет выглядеть, как выглядит. Может там будет, я не знаю, та же тема Лора играть, просто переложенная в современном качестве. Вообще насрать. Демо Флаура. Вот. Да, да. То есть вообще насрать. Проблема в том, что люди, которые делали оригинальные СХ, они давным-давно разбежались по другим студиям. Вот. И их уже не собрать. И реально, вот это хорошо, Дим отметил, Блобер Тим, это вообще непонятно, кто в этой цепочке. Как бы они там сахарной пудрой это говно не сыпали. У них есть очень простая метрика для того, чтобы проект был успешным. Надо не обосраться. То есть они могут вполне затащить. Проблема в том, что вот я вчера почитал твиттер, что пишут по поводу этого американца там и игрожуры разные. Игрожуры, инфлюенсеры. И так далее, да. И что-то как-то нету какого-то хайпа по поводу Silent Hill. Это плохо для Konami, на мой взгляд. Я сегодня буквально читал статью на Kotaku, что типа почему Silent Hill отдали делать хер пойми кому. То есть как бы никто не умаляет возможности Bluber Team, то, что они могут сделать в принципе нормальный хор. У них же получалось когда-то там Slayer of Fear, но почему-то все сомневаются в том, что продукт получится достаточно качественным для такой франшизы. Ты же помнишь, что был момент, когда анонсировали The Medium и все, кого показывали этот The Medium, и в общем-то практически все более-менее адекватные люди тогда говорили, что ну что-то какой-то ну какой-то очень среднячок, да, еще на старте, когда вот только показывают. И только прям совсем отбитые фанаты говорили, что нет, сейчас там получится, ух, еба. Ну и естественно он получился так средненько довольно. И вот я пытаюсь понять, вот смотри, вот если бы сейчас вышел бы Konami и сказал бы, типа, что там ремейк Silent Hill 2 делает кто-то там, да, вот скажи мне, кто был бы такой бы, чтобы ты прям взял, посмотрел и сказал бы, блин, ни хера себе, вполне очевидно, что это должен был быть Кодзима, потому что этими слухами про то, что Кодзима делает новый Silent Hill, собственно говоря, весь скандал сабандонит, если ты помнишь, он, собственно, на этом фоне-то и вырос, исключительно потому, что все думали, что Кодзима сейчас ух, прям представит. Вот если бы Кодзима делал, я думаю, что у народа хайп был бы просто выше крыши. А когда Блубер Тим, все такие, ну да, ну хорошо, ладно, серенький пук, окей, окей. Тут есть еще момент. Да, тут еще момент, я скажу, конспирологию закину такую, да, что, типа, не все еще мы знаем, не все так однозначно. Это то, что перед, собственно, конференцией Konami зарегистрировали Short Message, некая торговая марка, и, типа, вот этот Short Message должен был быть каким-то интерактивным тизером какого-то нового Silent Hill. И, по слухам, это как Silent Hill Кодзимы, и его не показали у Konami, потому что Sony его перетащили на свою конфу. Такая вот конспирология. Звучит как ерунда, честно сказать. Слушайте, нам тут пишут, что если бы Tango Gameworks делали бы, то было бы, наверное, круто, потому что Злой Вазелин безумно хорош. Я, кстати, сейчас грасен про Злой Вазелин, вторая часть мне очень понравилась. Это Evil Within, который? Да, да, да. Но с Evil Within есть один момент, это Resident Evil, а не Silent Hill. То есть, и как бы, Mikami, это создатель резиков. Так что такое. Слушайте, помимо того, что Silent Hill 2 показали еще несколько проектов. Во-первых, показали тот самый из слухов Silent Hill Townfall. Это какая-то игра от студии NoCode и Анна Пурна, это инди-издатель. Она, скорее всего, будет эпизодической. Ничего про нее толком не понятно. того, что она будет напирать на какие-то новые моменты в сеттинге, в персонажах, то есть, там не будет знакомых нам каких-то элементов. Слушай, ну, студия NoCode делала Observation, Observation был классный, мне очень понравилось. Я на самом деле жду, потому что, как ни странно, больше, чем второй Silent Hill, поскольку Анна Пурна в целом делает хорошие инди, точнее, выпускает. То есть, у них есть в этом плане талант находить интересные студии, интересные проекты. Естественно, показали, что в большом интервью толком без кадров, только арты, что сейчас Кристоф Ганс снимает Return to Silent Hill. Это сиквел его Silent Hill, который в первую самую часть. Советую посмотреть. Это все еще достаточно хороший фильм. И я, как ни странно, относительно верю в проект, потому что Кристоф Ганс, он реально фанат. Я помню, когда я еще писал про кино, не на фуллтайме, в те годы про Silent Hill, Кристоф Ганс очень долго рассказывал, что мы специально там не использовали, не писали музыку для игры, в смысле, не писали музыку для фильма, потому что музыка для игр уже достаточно хороша. В Silent Hill весь сонтрек это тупо Ямаоко. Ну, то есть, он фанбой, так что может получиться, как ни странно, неплохо. Причем самое смешное, что он сказал, что он по сути переснимает вторую часть, вот про которую делают ремейк, и это будет типа вторая часть фильма. То есть, он абсолютно игнорирует то, что у его фильма был сиквел, который был плохой, который снимал не он. Очень грустная история, потому что первый Silent Hill выстрелил неплохо, несмотря на то, что критики его не оценили. Он хорошо собрал, учитывая свой бюджет не очень большой, он получил приятный сарафан. И когда начали снимать вторую часть, получилась вот какая жопа. Сценарист первого Silent Hill Рейвери, вы наверняка знаете этого чувака, если вы киноман, потому что это большой друг Тарантино, и он помогал ему писать криминальные чтивы и бешеных псов. И они сейчас, кстати, с Тарантино ведут подкаст о кино вдвоем. И вот когда, собственно, они начали разрабатывать сиквел, Эйвери попал в ДТП и сбил человека насмерть и присел. И, соответственно, там все развалилось, и поэтому второй Silent Hill снимали вообще другие люди с совершенно другими амбициями. И тогда как раз возник этот тренд на 3D, он еще и в 3D был. Это значит, когда у тебя постоянно ножи в лицо летят и прочее, я так понимаю. Да-да-да-да-да-да-да. Там полуполный парад кринжа и второй фильм полуполным говном. Поэтому Return to Silent Hill это вот именно прямой сиквел первого фильма. Типа, мы игруем, что существует Silent Hill 2 и просто идем вот так. Это, на самом деле, не самая плохая история. Слушайте, там довольно интересную штуку еще показали. Дело в том, что очень сильно хайпят, причем я смотрю, все журналисты там говорят об этом, интерактивный сериал, который будет называться Silent Hill Ascension, вот, то есть Silent Hill Вознесение и смысл в том, что он якобы будет идти, я так понимаю, что судя по деталям интерфейса, которые там показывали, скорее всего, он будет идти на Твиче или что-нибудь в этом роде и, соответственно, огромное количество людей его будет смотреть и якобы в зависимости от того, что будут говорить люди и как они будут об этом всем как бы там переговариваться, то таким образом будет развиваться событие в этом интерактивном сериале, соответственно, вот Ascension. Причем его делают сразу и разработчики, и съемщики, потому что в том числе занимается им Bad Robot Studios, это тот самый Bad Robot, который Джей Джей Абрамса, да, то есть причем там целая толпа народу занимается им, и они показали какой-то очень простенький такой тизер, где какой-то там монстр что-то где-то как-то делает и куча комментариев, знаете, как вот пытаются все время сыграть во всяких вот этих маркетинговых презентациях, типа, как будто люди по-настоящему испуганы или по-настоящему вовлечены. Там их креативный продюсер в интервью как раз говорил то, что мы хотим повторить историю того, что вот вы смотрите вместе там условно с какими-то зрителями в кинотеатре типа ужастик, и вот там какой-нибудь скример, все пугаются, и вы все пугаетесь. Вот все то же самое, только, естественно, в онлайне. И типа, это уникальный подход, которого никогда не было в Сайленд Хиле, и вообще, типа, это невероятные какие-то новые грани открывают для всего прочего. А будут там одни дикбаты? И ты такой, слушаешь все это, знаешь, так поаккуратненько так эту лапшу с ушей снимаешь, да, такой типа, то есть вы показываете интерактивное кино, которое будет идти, ну, условно, такой типа мини-сериалом, да, и в этом мини-сериале тебе надо будет выбирать действия персонажей. То есть это примерно Твич играет в Покемон, вот примерно вот так. Ну, я думаю, что мне кажется, что скорее всего это будет такая история, знаешь, типа как условные помню, была такая игра, где по плейлинку на телефоне игра, по-моему, от создателя Antildone была, кажется, вот, где, короче, у тебя в течение 20 секунд стоит, да, скрытая повестка, да, там условно 20 секунд, типа человек стоит чуть ли не там с ножом замахивается и типа убить того или того, и все такие бля-бля-бля-бля и выбирают, и знаешь, там показывается, все выбрали, убить этого, и такое, ну, ну, охуеть. Это очень тупо, не, но на самом деле ты сказал 20 секунд, тут выясняется, что трансляция Ascension, она будет идти только один раз, но можно будет посмотреть запись уже записана, то есть выборы вот будут только во время того, как ее показывают, и там будут какие-то ключевые выборы для франшизы, то есть условно говоря, там, не знаю, убить пирамиды Голового, пощадить пирамиды Голового, сломать колени, да. Уволить Кодзиму, оставить Кодзиму, забрать у Кодзимы половину бюджета. И на выбор, на вот этот выбор, у всех зрителей этого сериала будет даваться 72 часа, то есть не 20 секунд. То есть типа будет некий клиффхенгер, и потом все типа на каком-то сайте выбирают, а следующая серия начинается с того, Скорее всего, это будет сделано так. Короче, резюмируя, будет полное говно, на это, честно сказать, вообще внимания обращать не надо. Это чистая водыха и пожертв. Я еще уверен, что они NFT прикрутят. Да. Купите NFT за столько, если вы купите NFT такой-то, типа все вместе, то тогда мы пощадим пирамиды головы. Нет, просто токен с пирамидой головы дает тебе приоритет в голосах. Все понятно. Короче, знаете, лобное место, выбираем, с кем пирамиды головы спит в этот раз. Да, 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 да. Господи, с манекеном А или с манекеном Б, да. Напоследок показали, наверное, самый интересный анонс всей презентации. Это новый абсолютно проект Silent Hill F. В Японии. Да. Пей респект. Да, причем это проект, который будет происходить в Японии 60-х, где-то в провинции. У него совершенно другая эстетика, у него совершенно другие визуальные ключи. Оно очень похоже на самом деле на сирену, которую создал когда-то автор первого Silent Hill. Чем? То, что там девочка в юбочке ходит? Нет, не в целом. Это реально сеттинг сирены. Вот это вот Япония, вот эти японские ужасы, вот эти все трипофобные истории. Но дело не в этом. Дело в том, что Silent Hill F пишет, во-первых, автор «Когда плачут цикады», Рюкаши 0.7, у него такой псевдоним. Рюкиши. Рюкиши. Это, в общем-то, достаточно известный автор хорроров в Японии. Манги, визуальных новелл и прочего говна. Да. И мне не очень нравится, как он пишет, но он действительно делал культовые вещи. А делает это студия Необардс. Она находится, и вот здесь такой скользкий момент, на Тайване. Это тайваньская студия. Да, но только... И до этого... Да, до этого она делала реверс. Реверс. И в ней находятся очень многие бывшие сотрудники Capcom. И сотрудники Konami тоже. Да, но есть момент. И этот момент мне очень понравился, потому что заметили на РСЭТЕРе разработчики. То есть, это твитнул какой-то чувак, по-моему, то ли из DICE, то ли еще откуда-то. Но такой достаточно из крупной, хорошей студии. Там сидишь... Нет, ну я имею в виду профессионалов в данном случае. Ну, ребят, без стеба. То есть, люди, которые в индустрии варятся. И он очень интересную вещь сказал, которая мне реально кажется правдой. Что Silent Hill F это была совершенно другая игра, которую эти Необардс пичили издателям. То есть, это был реально хоррор. Давайте налепим на нее... Да, да. Это был реально хоррор, реально про Японию, реально они договорились с Трюкиси там писать это все. А потом пришли к Konami, и Konami думали, слушайте, давайте налепим Silent Hill туда, историю с Prey, которая не называлась Prey, до тех пор пока не вышла. Да, да. То есть, это прикольный анонс, это интересная концепция. Я сто лет жду какую-нибудь сирену, потому что мне нравится эта серия, я поиграю в игру похожую на сирену, без вопросов. Но Silent Hill здесь просто вот на изоленармированном скотче в последний момент налепили просто и написали черным маркером. Silent Hill. Вот примерно так это выглядит. Звучит отстойно, если честно. Зато выглядит красиво. Ты видел, как я взял? Выглядит красиво. Трейлер реально классно. Нет, трейлер выглядит классно. Мне все понравилось. Опять же, но я думаю о том, что в нем была колоссально проебанная история с музыкой, потому что есть замечательный такой чувак, который зовут... Сейчас, блин, я все время знаю, как его зовут, Стентон, короче. Это офигительный саксофонист, который делает очень интересную и необычную музыку. Он сделал тот самый трек, который из реинкарнации, который все знают, и этот трек использовался в куче мемов, тиктоков там и так далее. И он же сделал саундтрек для мультфильма по спирали, помните, Узумаки, которая делала вот это джунзито, и, соответственно, сейчас выходит манга по нему. У меня Узумаки только с Наруто ассоциируются. А у меня с Ролл. Ролл Узумаки вкусный. Я Наруто Узумаки. Смысл в том, что вот этот Стэнтон делает совершенно такие, знаете, гипнотические мелодии, саксофонические, которые вот прям для хорроров идеальны. Я думаю, что они вот прям проебанный шанс можно было взять вот этого чувака и взять его, какой-нибудь трек или попросить его написать саундтрек, и получилось бы ну прям пугающе, действительно круто. А вышло, ну, неплохо как бы. Но вот самый был смешной момент, когда в конце показывается эта девочка, и у нее отваливается лицо и такой звук. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Это чистая правда. Это же такой типа страх, 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 лесоп. Но, но... Хорошо пишут в чате, что Silent Hill F Forbidden Seren. Я... Господи. Я могу сказать напоследок про Silent Hill F, что прежде чем мы начнем ее хотя бы немножко хайпать, это был чистый пререндер, и геймплейных кадров не будет еще, очень долго. Игра прям вот совсем в ранней стадии. Под твист. Давай, давай. Это визуальная новелла на Switch. Да, я вообще не удивлюсь, если это в ВВН-ка будет по итогу. Потому что автор делал визуальные новеллы и манго в основном. Чувак, давай, вот, давай как бы притормози свое траханье, потому что на самом деле огромное количество визуальных новелл за последние лет пять превратилось в офигительнейшее аниме. Потому что у тебя есть путь, знаешь, когда ты смотришь аниме, у тебя есть люди, которые говорят, я в манге уже, типа, на два сезона быстрее тебя. А чувак, который читает визуальные новеллы, говорит, да я еще на три сезона быстрее тебя. Короче, поэтому на самом деле... А человек, который читает рано бы, я на другом уровне существования. Потому что на самом деле из визуальных новелл контент сейчас лепят в огромном количестве, и то, что, типа, человек, например, какой-то там, типа, ну, там, делает чисто воды там визуальные новеллы, если он стоит за авторством условного сценария, никакой проблемы в этом нету. Аниме сейчас очень крутое снимается, там очень много свежих классных идей, даже если это Исикай. Вот это важно, это важно, да. Даже если это Исикай. Слушайте, в любом случае, короче, я тоже, как и Дима, почитал, что пишут люди вообще в интернетах, и в основном все такие, ну, типа, как-то, то есть, нету энтузиазма. Мне понравилось, как кто-то написал, что, типа, удивительно, что Konami нашла самые непритязательные студии для того, чтобы продвинуть одну из своих топовых франшиз. Ну, то есть, она не наняла там условную, не знаю, Naughty Dog работать над Silent Hill. Она наняла Наughty Dog они не могут, но они могли бы нанять других чуваков. Она наняла каких-то хер пойми кого, которые работали над Reverse. Ты вообще играл хоть раз в Reverse? Видел хоть раз его? Нет. Я знаю, что он существует, как бы, но... Это мультиплеер, который шел в нагрузку к Resident Evil третьему ремейку. Отвратительно был. Наняла этих, как его... Ну, хорошо, ладно, фильм тебе показали неплохой, окей. Может быть. Мне-то, верь, вновь есть интервью и зарисовки, где показано, что вот здесь чувачок подойдет к дому сквозь парковку, смотрите, маркером нарисован на белой доске и ты такой. По поводу Silent Hill Short Message, который, кстати, получил торговую марку в Южной Корее, кажется, вы не думали о том, что ее могли просто отменить? и все. Нет, можно я попуту под конец немного оптимистом всего этого обсуждения? Потому что мне очень грустно на самом деле. Я все же верю, что реально Кодзима делает игру и мне все же кажется, что если Sony, ну, мы видим по ремейку Silent Hill 2, все-таки лапу запустила в эксклюзивность, мне кажется, конкретно такую премьеру они все-таки заграбастают себе. Вот. На свой шоу-кейс. Может быть. И, кстати, маленькая ремарка, про которую мы сегодня не сказали. Если вы помните, буквально недавно чуваку страйкнули видос, и в видосе было написано, что у него элементы копирайта про Silent Hill 2 Part 1. И теперь вопрос. Silent Hill 2 в итоге выйдет в виде двух-трех частей поэпизодно, и Bluber Team будет их выпускать вот так пачками, или же все-таки сделают какое-то продолжение Silent Hill 2 и это будет Part 2. Как думаете? Боже, нет, спасибо. Большое спасибо. Мне кажется, вот эта манера отделить игры на парт, это то, что сделала Naughty Dog, и она подала плохой пример всем остальным, что, типа, а так можно? Это помнишь, как раньше? Нет, чувак, ты не прав. Это и Make Final Fantasy 7. Да, это финалочка. Орезали на куски. Пусть так, но просто к тому, что это повторяется история с киноиндустрией. Если ты помнишь, там, условно, 10 лет назад была привычка у киноделов, типа, мы что-то как-то слишком много хронометража на снимали, а давай, короче, сделаем две части Гарри Поттера вместо одной. Ой, а давай сделаем, там, не знаю, две части, там, еще какой-нибудь фильм вместо одной. Их было очень много таких, помнишь, примеров? Так что, вот, пожалуйста, теперь мы в игровую индустрию примерно на вот этом уровне. Ладно, пацаны, давайте зачитаем донатики. Да, давайте я зачитаю. Там, кстати, на ютубе, там, кстати, на ютубе заносили, вот, целых два доната. Во-первых, Евгений занес, мужики, а уже можно хоронить новый Need for Speed? Дай ему выйти сначала, братишка. Да, PS всех была к вам, а Диме скорейшего восстановления. Слушайте, ну, я хочу сказать, что, несмотря на то, что мы там в Твиттере зарубились с Вадимом Елистратовым, вот, я сразу говорю, типа, Need for Speed Unbound, он прямо выглядит, как игра Dead on Arrayal. Прям вот, ну, вот, вот, вот прям сразу понятно, вот говно, все, вот оно прям похоронило, можно ее смело хоронить прямо сразу сейчас. Вот эти все риторики по поводу того, что дайте, она сначала выйдет, и еще не играл, вот это все. Дим, 95%, что игра провалится. Просто вот я тебе сразу говорю. И нам еще... Ты думаешь, я буду возражать? Мне вообще не нравится ни визуал, ни сама серия, она, по-моему, куда-то скатилась. Подожди, у тебя же там вывоз Kings and Shed, понимаешь, поэтому... Чего? У тебя там куча рэпа. И что? Прекрасный. Ace of Rock, это что? Ace of Rock, у тебя там есть. С главных героев. У тебя есть прекрасная кастомизация в виде крутого дыма, где я тут же поспешил сказать, ее можно отключить, ее можно отключить. Потому что... Киллер-фиджи, который можно вырубить. Понимаешь, они сначала показывают трейлер, а потом на следующий день бежит разработчик ранее кал, говорит, что это все можно отключить, понимаешь, потому что все такие, типа, что, блядь? Это вообще что? Ну, не знаю, мне кажется, они форспиды просто уже не выстрелят. Им нужен какой-то перезапуск хороший, который вот в 15-м году был перезапуск, он был классный, ну, то есть, на мой взгляд, им удалось там вернуть какой-то интерес к раншизе на какое-то время. А потом что-то все опять скатилось под наклон, и я не верю в новый Need for Speed. Мне кажется... Я могу сказать, что у них... Я уже говорил, это, кстати, на наших стримах, обязательно посмотрите наш ретро-стрим по Underground 2, он клевый получился. И я там рассказывал, что большая проблема Need for Speed'а не в визуальной оболочке. Гонки сейчас... В принципе, им сложно выглядеть плохо. Я буквально вчера зоной и DualSense, он выглядит охуительно совершенно для игры на мобильном устройстве. То есть, он выглядит на уровне Forza Horizon какой-нибудь, первый или второй. Ну, не совсем, не настолько хорошо. Давай скажем так, на уровне Forza Horizon на Xbox 360. Ну, я и говорю, первый. Первый. Она просто выходила и там, и там. Нет, 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 нет. Вторая выходила и там, и там. Первая выходила только на 360. И, значит, некрасивую гонку сейчас сделать тяжело, но вот неинтересную очень легко. И проблема Need for Speed в том, что там неинтересная физика, неинтересная прогрессия, неинтересный сеттинг, попытки впихнуть какие-то тренды нахер в гонки не нужны. Почему Forza успешная? Почему ее так любят именно Horizon? Потому что это тупо игра про поездить. Вот сделайте Need for Speed про поездить, и людям будет достаточно. Не надо пихать в рожу этот цветной дым. Вот и все. Либо вы просто скучные и душные старперы. Вот и все. Может быть. И нам еще Вашинауров занес 10 евро на 3 сантиметра. Это про то, что Димка, ты усох у нас на пришел. Мы об этом поговорили. Юрец Борец занялся там 600 рублей. Димка, здоровья тебе. Мои последние нервные клетки держатся только на топливе из стримов завтра каста. Спасибо тебе, братан. Спасибо. Алик Спена занялся там 300 рублей. Димка, держись, все будет хорошо. Еще быстрее болта пробежи 100 метровку. Ей. Тимур Рубличка, теперь контролируй бюджет еще внимательнее, раз ты за границей. Макс, тоже держись, не волнуйся, все будет хорошо, ты самый лучший, батя. Спасибо. Спасибо, мы будем стараться все. Так, все, двигаемся дальше, Димка? Там еще полно, полно. А, все, Димка у нас закашлялся, вот. А вы спрашиваете, что с Димкой? Бак из Кирилла занялся нам 300 рублей ребятам за то, что не Konami, а пишут вживую. Но сегодня, пока раз перед записей была история того, что я говорю, может, давайте записи, а? Я что-то так не могу на прямые эфиры приходить, прям тяжело. Говорю, да не, нормально, ты справишься. Вот сижу, справляюсь потихонечку. Тезка Дима занялся на 300 рублей. Ребята, рад, что вы сегодня в эфире, вы как никогда не нужны. В последнее время такие паршивые новости. Приходится бегать, что, конечно, не радует. Счастья, здоровья вам. Спасибо тебе, братан. Да, спасибо вам. Хейтер завтрака занялся на 200 рублей. Диме и Льву Максимовичу здоровья, Тимуре и Оле удачной чужбине, Максиму и Алене счастье. Спасибо. Спасибо большое, даже от хейтеров приятно. Очень было. По скрипту, мужики, в мире происходит какая-то хуйня, дайте шанс мудакам объявить амнистию забаненным. Не будьте мудаками миру-мир. Ну, даже не знаю. Слушайте, вопрос в том, что смотря того, где чего разбанить, потому что, например, у нас был момент, когда сейчас на Ютубе писал чувак мне, типа, какого хуя мы комментарии удалили? Я такой, блин, мы удаляем, типа, комментарии только совсем всратые. И он такой, фу, неаргументированно, там, туда-сюда. Я такой, бля-бля-бля, так что же мы такое удалили? Я начинаю смотреть по нашим, короче, письмам, логам. Ну, в письмах же присылаются комментарии. Не всегда. Я ищу по его никнейму и такой, типа, что ж там было, что ж там было? И нахожу только его комментарии какие-то совсем старые. Такой, бля, чувак, а что ты ходил написать? А то стыдно даже стало, что, типа, человек вроде приличный тебе приходит, говорит, ты что-то удалил. И становится даже стыдно, что ты что-то вроде удалил и не можешь даже проконтролировать, что ты именно удалил. Короче, в общем, ребят, если вдруг кого-то где-то обидели, вы извините, мы иногда можем там под горячую руку что-то может попасть. Я могу сказать, что иногда нахожу кучу комментариев, которые банит сам YouTube, потому что там новый нейросеть, новый алгоритм, да, он просто берет и отправляет их в спам. А поскольку папку спам никто никогда не читает, всем на нее насрать, там бывает смешно. Там потенциально опасные комментарии, типа того. Дмитрий Болт занялся на 500 рублей с возвращением. В чат за второказ это можно как-то попасть? Это из прошлого меня почистили, а новый так и не открыли. Слушайте, мы пока что собираем людей в чаты только тех, кого мы хорошо знаем лично, или там встречались лично, или там каких-то людей, которые там, например, ну у нас есть патроны, которые нам заносили там по два года, например. И вот мы таких людей добавляем, потому что, ну эти люди с нами давно, а остальных людей с бухты-барахты добавлять сложно, потому что, сами понимаете, времена сложные и как бы, ну, абы кого не хотелось бы. Так что нет, сорян. Антон, за я сном 1000 рублей привет, слушал вас регулярно с первого выпуска, очень помогали в тяжелые периоды жизни, известные события, смены работы, выбили меня из калиток, что я не слышал вас с весны. Вот теперь слушаю бэклог, надеюсь, вы в порядке. Братан, мы не в порядке, я думаю, что ни один человек сейчас не в порядке. Это правда, так что мы друг у друга, просто стараемся держаться. Мы друг у друга такое, типа, коллективное лечение кукухи, да, то есть вы слушаете нас, а мы разговариваем, потому что нас это успокаивает в каком-то смысле. Да, так и есть, абсолютно. Савсидин, занялся на 315 рублей, слушаю вас 5 лет, никак не подумал, что Тимур окажется в родном городе Уральске. Удачи вам, мужики, спасибо, что продолжаете радовать подкасты. Спасибо тебе, братишка. Спасибо. Иван, занял 100 тысяч рублей, привет, ребят, перебрался в бишкеку, очень скучал подкасты, желаю сил вам и слушателям в это непростое время. Спасибо тебе, Иван. Спасибо. Руслан, занялся 150 рублей, спасибо за камбэк, кидал вам донатик на Каспий. Спасибо. Спасибо. Алексей, занялся 30 рублей, лучший вечер за месяц, спасибо вам, спасибо тебе, братан. Спасибо. Дмитрий Беспалов, занялся 450 рублей, добрый день, сегодня он у вас в подкасте татарин, еврей, казах, сонебой, пирамиды головы, тян, иссякай, ну ты военком, иди отсюда. Вот так, спасибо. Да, спасибо. Мятная рысия занесла 300 рублей, Димкина, здоровье, сердечко, спасибо. Астрак, занялся 1500, приятно вас видеть вместе в эфире, скучал, мы тоже скучали по нашим эфирам, спасибо тебе большое. Спасибо, братан. Вот, и 2 доказа занесла 150 рублей, мы скучали, спасибо тебе. Да, мы тоже. Спасибо. Слушайте, довольно интересно, смешная новость тут поступила, дело в том, что мы откопали совершенно случайным образом штуку, ну так скажем, статейку забавную по поводу того, что во Франции французская полиция раскрыла очень странное дело по кибербезопасности, ну то есть, казалось бы, полиция, кибербезопасность раскрыла, как так вообще, короче, выяснилось, что французские некие подростки, некие там, типа, всякие нехорошие люди ходили, знаете, вот ходят, такие музычку громко слушают, такие, хей-хей, там, типа, ну и, в общем, прикольные такие, все веселенькие, а потом подходят к какой-то машинке, такой, типа, вроде музычку слушает, такой, что-то подошел, трется, 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 сел в машину и уехал, вот, ты такой думаешь, как это вообще все связано, так вот, оказалось, что в Даркнете можно купить специальные версии колонок GBL, которые со специальным бутлоудером внутри, которым ты берешь, подсоединяешь USB-провод, после этого его подсоединяешь в торпеду, соответственно, в машины, типа, Peugeot, Toyota, Lexus и другие, и с помощью них заводишь, то есть там буквально все проходит практически автоматически, просто интересно, это какая-то модифицированная колонка или обычная? Да, ее стоит купить 5000 долларов в Даркнете, вот, и, соответственно, она довольно быстро отбивается, потому что, ну, естественно, ты тачку толкаешь на черном рынке, там, тысячи за 15-20 евро, вот, ну, и, в общем-то, ты с одной тачки условно отбил, короче, ну, если только это нормальная тачка, а не какой-нибудь супер всратый Prius, там, типа, 2008 года. Смотри, в чем ошибка того чувака, который писал эту новость? Представь себе, что в каком-то городе вскрывают машины, подключая к их к USB кабелям или, там, Bluetooth-ом специальное, там, устройство на Raspberry Pi или, вот, знаешь, какие-то есть Dolphin-враперы, которые взламывают Wi-Fi и тому прочее, может, ты видел, такие штуки продаются? Да, это такая, типа, хакер-мультитул. Хакер-мультитул, да. Вот, если бы такая была новость, разошлась бы она? Конечно же, нет, но когда ты берешь этот самый хакерский мультитул, запихиваешь его в корпус от колонки, чтобы никто не догадался, что это хакерский мультитул, то новость автоматически превращается в, прикиньте, чуваки колонкой сломали машину, хотя, на самом деле, если так подумать, это ни хера не так. То есть, там какое-то модифицированное ПО, там, наверняка, и железо модифицированное, ну, то есть, как бы, не факт, что это вообще колонка, она просто выглядит, как колонка, это, это консилд девайс, потому что одно дело, тебя с какой-то подозрительной флешкой задержали, да, и тут же ее втыкают в комп, и тут же весь полицейский участок нагревается, и свет такой пухой выпишется, все равно тебя за жопу хладом, понимаешь, это как, одно дело, ты поймал человека с отмычками, другое дело, то есть, прям, комплектом отмычек, другое дело, ты поймал человека с заколкой, вот, это не тождественные вещи, вот тут то же самое, ты еще должен доказать, что ты этой колонкой что-то можешь угнать, и не вызвать подозрения, понимаешь, и задача здесь не в том, что это блютуз-колонки прям ломают, а это то, что просто киберпреступники учатся маскировать киберпреступления под абсолютно будничные вещи, и это вот, вот этот социальный аспект очень интересный. Макс, ты неправильно говоришь, киберпреступники учатся кибермаскировать киберпреступления под кибервещи, киберобычные, да, но при этом, я напоминаю вам историю о том, как мы рассказывали буквально несколько выпусков назад о том, что был челлендж ТикТоки в Америке по угону Киа и Хёнды буквально с помощью типа тоже USB-провода и там какой-то типа очень простейшего устройства, которое позволяло ну типа настолько легко взламывать Хёнды и Киа, что народ просто ради прикола показывал в ТикТоке, как они условно берут тачку на улице, угоняют, на ней гоняются, оставляют ее и уходят, то есть типа настолько просто она угоняется, вот, поэтому, если честно, конечно, ну как бы это все очень грустно и я очень надеюсь, что все-таки, конечно, все эти крупные компании немножко чуть побольше подумают про кибербезопасность, вот, то есть давайте двигаться дальше, ну блин, давай веру в лучшее, я знаю, что у нас новость одна хуеве и другой, как с каждым годом, и ты думаешь, ну казалось бы, это можно предугадать, поэтому мы сегодня будем говорить про кино, давай, я посмотрел фильм, который называется Быстрее пули, я хотел, но мне не удалось, перевод, по-моему, говно, потому что называется он Bullet Train, а Bullet Train, это, в общем-то, такие специальные поезда, которые ездят в Японии, сверхскоростные, я забыл, как они, правильно, Синкасена, или как это называется? Синкасена, да, ну короче, история в том, что убийца, наемный, соответственно, идет, в такой поезд садится, и он такой пацифист, весь из себя, его играет Брэд Питт, который, типа, пытается изо всех сил наладить свою жизнь, там, по буддизму жить, там, и так далее, знаешь, там, типа, медитация, и все вот это прочее, думать о позитивном, но садится в поезд, и у него задача очень простая, украсть в поезде некий чемодан, в чемодане должна быть ручка, на которую намотан значок с паровозиком, садится он в этот поезд, и выясняется, что помимо него в этом поезде едет еще семь убийц, и они, собственно говоря, друг с другом сильно связаны, в итоге это можно было подать по-разному, то есть этот фильм можно было подать, как, например, какой-нибудь детектив в стиле, там, Агаты Кристи, например, да, можно было подать, как там такой боевик, где все разносит и так далее, но больше всего этот фильм похож, знаешь, на что? На криминальные комедии, типа, карты, деньги, два ствола, на джентльменов каких-нибудь, да, на Гай Ричи, очень сильно похож. Все, ты продал, он у меня сейчас открыт, прям сегодня вечером посмотрел. Огромное количество реально нелепых моментов, причем, то есть они смешные, потому что они нелепые, а огромное количество очень таких, прям, колоритных персонажей, которые там есть. Брэд Питт играет вообще не себя самого, как он обычно играет, то есть у него такая очень своеобразная роль в этот раз. Очень много клиффхенгеров, когда ты думаешь, ну господи, ну сейчас-то что, а там фигак, вот это поворот. И таких вот это поворотов в фильме, наверное, штук шесть, до самого конца. и у меня единственная единственная ассоциация с этим фильмом, знаешь, какая? Давай. Что это не кино вообще, это кто-то написал мангу или аниме, которую зачем-то потом экранизировали, ну у меня такое ощущение, потому что там такая нелепость происходит, которая могла происходить только конкретно, я не знаю, я такое только в аниме видел, вот серьезно. И я очень советую, если не смотрели, посмотрите, на мой взгляд, это прям вот очень прикольный такой комедийный боевичок, но вечерок заходит прям идеально, и мне кажется, что вот как раз в такие времена стоит смотреть именно такого рода фильмы. Ну он действительно, он получает очень хорошую критику, и вот Дима рекомендация, она меня прям сейчас зарядила посмотреть. Слушайте, давайте мы поговорим про нашу любимую тему в подкасте, у нас она появляется с момента основания завтра каста практически, это VR наш любимый, который сейчас превратился в более модное слово в метаверс, и у метаверсов дела идут прямо скажем так себе, то есть несмотря на то, что Oculus Quest хорошо продается второй, сами цифры достаточно не впечатляющие, то есть вот например метаверс фейсбука, который называется Horizon Worlds, у него была цель, типа 500 тысяч активных пользователей наоборот к 2023 году. Звучит на самом деле реалистично, по той простой причине, что самих шлемов продано что-то там около 10 миллионов, вот, что значит... Я думаю, что ты там куришься, а то я кажется шлем пытался достать. Да, у меня всегда под рукой, мне очень нравится собственно квест, что это фактически портативная игровая приставка, которую можно всегда с собой взять. И значит, они такие сказали, вот 500 тысяч, ну вроде нормально. Сейчас они, ну давайте не 500, но может все-таки 280, а может быть вообще 200. Там самое смешное в отчете Wall Street Journal, что они говорят, что идея, идея была в том, что 500 тысяч человек будет в Horizon Worlds к 2023 году. Сейчас выясняется, что многие не возвращаются в это Horizon Worlds, то есть они заходят туда и через месяц уже не заходят. Ну потому что это как бы, знаешь, типа поздирели, поняли, что ага, до свидания, пока-пока. Только 9% созданных миров в Horizon Worlds посещало больше 50 человек. 9% 50 человек. То есть остальные 91% не посещал вообще никто. Слышь, ну это более-менее на самом деле, более-менее нормально. Я тебе могу сказать, что не так все, ну потому что во многих подобного рода мирах, где, ну в играх, где у тебя есть миры, ситуация будет... Подожди, подожди, подожди. Ты с какой игрой сравниваешь? Ты сравниваешь с VR-чатом, правильно? С Dream's, с VR-чатом, например, там, типа с Roblox, там тоже будут сопоставимые результаты. Да, Roblox, кстати, скоро выйдет на Quest 2. Просто мне кажется, что как раз в Horizon World играет меньше народу, или там заходит меньше народу, если вы что-то не играли, ладно, давайте так. Заходит гораздо меньше народу, чем тот же VR-чат. Ну то есть я почти, я почти уверен в этом. Это просто мертворожденный проект. Пишут, что самый прибыльный мир принес, ну самый-самый прибыльный, да, принес 10 тысяч долларов своему создателю, а донаты, самые большие, составили 470 баксов. То есть, в принципе, это не очень большие деньги для тех, кто там пытается разрабатывать что-то, да, внутри этих миров. Собственные миры в Horizon World создают менее 1% пользователей. Ну это, в принципе, нормально. Мне кажется, везде так. Тут, на самом деле, есть еще очень интересная статистика самого использования VR-гарнитур. То есть, вот, хардвар, на самом деле, люди очень быстро забрасывают. Более 50% купленных квестов не используются спустя полгода. И я сейчас расскажу, почему это, и как с этим можно бороться. Да и сами сотрудники спорят про стратегию, как им развивать железку, и мало пользуются железками. Несмотря на то, что они представили там Quest Pro, сейчас очень дорогой шлем за полторы тысячи долларов, у которого там крутые камеры, которые захватывают окружающий мир, накладывают он на виртуальный, отслеживают глаза и мимику. Вроде все круто, но тоже нет вопроса, точнее, ответа на вопрос, зачем это. То есть, не очень понятно, этот шлем умеет делать эти штуки, только нахуя он их делает? Тоже непонятно. И последний момент, связанный с тем, почему люди бросают эти шлемы. То есть, вот здесь уже мой отзыв скорее на эту проблему, как, в общем-то, человеку, которому очень нравится его Quest 2. Во-первых, у Quest 2 очень сильно анально все заперто на Facebook. Они сделали, типа, вы можете теперь отвязать Facebook аккаунт и свой Oculus аккаунт туда привязать назад. Но это, я прошел через этот процесс, вот, и это пипец, это просто адские хула-хупы. Второй момент, сам шлем, он ужасно ограничен. То есть, чтобы вы понимали, что такое Quest 2. Quest 2 это андроид-телефон, на самом деле. Вот это андроид-железка, на которой стоит полноценный нормальный андроид, просто докастомленный для Oculus. И с этим андроидом есть такой момент, он полностью анально закрыт, туда нельзя нормально поставить АПК-шки. Там нет настроек VPN, что, кстати, в России, где одна там интересная организация запрещена, это очень тяжело, потому что все с серверов берется этой сраной корпорации. И ты должен ставить специальный хак, он называется SideQuest. Для этого тебе надо, еще свой аккаунт как дева зарегистрировать. К счастью, это бесплатно и безгеморойно. Вот. И только с помощью SideQuest'а ты можешь поставить АПК-шку с VPN-ом и обновить свой сраный шлем. И более того, я, например, с удивлением узнал вот какой момент. Я, у меня есть несколько игр, купленных в Oculus Story. И они куплены прямо в шлем. Если у тебя на шлеме нет интернета, они не работают. Они говорят, а мы не можем получить Entitlement с серверов Oculus'а, иди в жопу. И ты такой, что? Что? То есть автономность шлема сильно под вопросом. Да, и, короче, если у вас нет SideQuest'а, на Quest'e 2 это реально достаточно колечный пропоритарный девайс. Поэтому я очень советую, если вы купили Quest'e 2 и забросили его, если вы собираетесь его купить, и чтобы не забросить, обязательно почитайте про то, как SideQuest установить на шлем. Во-первых, это вам откроет огромный мир фанатских портов, реально роскошных. Я могу сказать, что одна из лучших игр на Quest'e 2 это, знаете что? Return to Castle в Wolfenstein фанатский под VR. Прикольно, кстати, нам было бы попробовать. Офигенно, совершенно. ты просто качаешь ресурсы компьютерного этого Wolfenstein, а он дальше все собирает внутри своего порта. И второй момент это то, что вам открывается возможность просто юзать шлем нормально, без интернета, с VPN, еще с чем-то. И в этом плане вот мы наблюдаем эту проблему, она вообще у Facebook, я думаю, мы все согласимся. Может, даже они hardware нормально делают, может, даже у них есть хорошие идеи, но вот реализация, программная реализация просто отвратительная. А вы слышали про скандал с ногами? Да, да, но расскажи. Там же история в том, что Цукерберг только буквально недавно сказал, что, типа, вот будут ноги, а тот ролик, который показывали как рекламный, да, для его Horizon Worlds, это было просто рендер, то есть такого не было. Это там мукап было. как помнишь, когда мы первый самый момент анонсировали всю историю с мета и рассказывал про то, что вот там будет внутри, как выглядят все Horizon Worlds и прочее, там же тоже все были рендеры. А потом начали показывать, как этот Horizon Worlds выглядит на самом деле и все такие, ребята, VRChat-то лучше выглядит, чем ваше говно. это просто глупо. Мне кажется, он либо не рассчитал количество хайпа, который, типа, люди прямо понесут, типа, VR-миры и прочее, либо он рассчитывает на очень долгий срок, то есть, условно, там, лет через 10, когда это там все взлетит. Не совсем. Смотри, для того, чтобы ты правильно понял то, как все это работает, дело в том, что, когда Цукерберг все это анонсировал и начал говорить про Metaverse, он на самом деле довольно круто продал эту идею, но не тем, кому надо. Типа создал рынок. Он создал рынок, который, по сути, должен был продать это все дело потребителям, но он продал ее. вот это, знаешь, висит TechBro вот этой тусовки. Потому что огромное количество компаний ломанулось, даже там, где они вообще не пришли к обыле хвост, писать, что они Metaverse Compatible, что у них там тоже VR, что у них там AI, что вот мы сейчас для Metaverse сделаем это, что мы там то сделаем, что мы там все сделаем. И там спрашивают буквально у людей, которые там, знаешь, делают чуть ли не какие-то, знаешь, там пластиковые окна. Говорят, а при чем здесь у вас Metaverse? Ну вы там сможете окно виртуальный мир там делать, вот это все. Такие, типа, вы типа чего, ебанулись что ли? Ну то есть, я помню вот этот момент, когда показывали после пандемии вот эту тему с тем, что начали первые конференции показывать. И когда был СЕС, по-моему, 2022, как раз в самом начале 2022 года, в январе. и там типа показывают стенды маленьких компаний, ну то есть, не крупные какие-то, огромные, да, там типа какой-нибудь там Meta, там Instagram или что-то такое, а там прям маленькие стенды маленьких компаний. И там просто слово Metaverse встречалось чуть ли не на каждом стенде. И там буквально вещи, которые вообще даже отдаленно никак не могут быть связанными с Metaverse, и там все равно упоминался Metaverse. Ты же понимаешь, что это примерно та же история, как с Apple. То есть, Apple там отказывается от headphone jack, и все остальные тоже берут отказываются. Почему? Зачем? Потому что так делает Apple. Здесь то же самое. Facebook представил там типа свой Metaverse, значит, и мы должны представить свой Metaverse, потому что, ну очевидно, что Марк Цукерберг не может ошибаться. Ну очевидно. Потому что он же типа миллиардер, а при этом как бы то, что он миллиардер исключительно потому, что он иногда делает ошибки, но быстро их исправляет, это почему-то в голову никому не приходит. Очень быстро воруют различные вещи, потому что, напоминаю тебе, что Instagram это вообще полностью практически ворованное приложение, которое, ну, у всех конкурентов ворует все самое лучшее. Вот. Что пришлепнулось, то пришлепнулось, не пришлепнулось, но пока. Понимаешь, типа, своровали у Snapchat, своровали у TikTok, как бы, о, отлично, все хорошо, все работает. Я сразу вспоминаю эту историю с Кащеем Бессмертным и уткой, и зайцем, которые сядут, вот такая вот история, ваше мнение к этому вопросу. Слышите, ну, из последней новости по поводу всей этой темы, дело в том, что тут, опять же, в копилку всего этого представили же Oculus Quest Pro, точнее, он, естественно, называется не Oculus, но там, как вы понимаете, все очень экстремистски, но, в общем-то, зачем представили Quest Pro? Это якобы профессиональный шлем, якобы для очень крутых чуваков, которые как раз-таки должны заниматься созданием этих всех миров, и, типа, для их удобства работы, там, типа, суперкрутые все характеристики, ну, то есть, по сути, это все примерно то же самое, что и Oculus Quest, только существенно круче, существенно лучше, то есть, там, цветные камеры, как бы, ну, там, соответственно, все... Распознавание глаз. Распознавание глаз, и так далее, и так далее, ну, то есть, это, типа, такой, знаете, взгляд на то, каким примерно будет Oculus Quest 3 в чуть-чуть более ухудшенном виде, то есть, так скажем, примерный такой glimpse of the future, я бы так сказал, но он поступает в продажу вот уже прямо сейчас, через несколько дней, полторы тысячи долларов, вот, очень дорого, но я напоминаю, что Марк Сукерберг, по сути, сделал удар на упреждение, потому что все говорят о том, что некая такая же профессиональная гарнитура VR выйдет у Apple, она тоже якобы будет стоить полторы тысячи, долларов, и она тоже якобы будет в первую очередь нацелена на, как раз таки, разработчиков, чтобы они могли удобно создавать, как раз таки, миры, экспириенсы, проекты, приложения, и так далее, для потенциальных будущих очков ER Apple, которые должны выйти, типа, через пару лет, вот, а гарнитуру чуть ли не в этом году должны уже представить и показать, поэтому я думаю, что это некий, такой, дар на упреждение, вот, слушайте, ну, хватит про Сукерберга, давайте еще поговорим немножко про впечатление. Коль уж мы упомянули рептилоидов, да, давайте поговорим про инопланетные миры, тут вышла игра в геймпассе, она называется Скорн, она была анонсирована очень-очень давно, у нее достаточно многострадальная история разработки, Скорн, это игра сделанная сербской студией App Software, на которую два раза собирали деньги на Кикстартере, оба раза ничего не получилось, и что такое Скорн? Это игра, вдохновленная Гигером, Гансом Руди Гигером, знаменитым художником, который придумал Чужого, и Стефаном Бикинский, это польский художник, который рисовал сюрреалистичные картины апокалипсиса такие, вот, то есть это как бы игра, которая смешивает в себе два стиля, и у нее очень сильно, действительно, кроме шуток, очень сильная визуальная составляющая, при всем при этом, как игра, не очень было понятно, что это такое, игра вышла, и мы все еще не понимаем, что это такое. Я своей стороны склонен полагать, что это технодемка. Ну, то есть я поиграл совсем немного, я посмотрел твой стрим, и могу сказать, что, конечно, игры здесь не завезли, то есть здесь завезли Art Direction, он довольно крутой, ну, в общем-то, все. То есть все то, что там есть, это ходьба, довольно херовая стрельба, которая там чуть позже появляется со своеобразным, скажем так, стилем, и идиотские головоломки, потому что на первой головоломке сколько мы сидели? Минут 20, наверное, 32 минуты мы сидели, я замерял. Более того, это очень интересная история про то, как работают команды разработчиков, то есть вот, например, есть студии, которые формируются гейм-дизайнерами, есть студии, которые формируются там бывшими сотрудниками каких-то студий, а здесь просто было видно, что студия была сортирована художниками, реально художниками, они сделали, налепили кучу пиздатых трехмерных уровней в Unreal Engine, а в определенный момент, когда им кто-то все-таки дал денег где-то в кулуарах, нам надо нанять гейм-дизайнера. И тут такой безработный чувак, который раньше делал три в ряд, возьмите меня, я недорого беру, его и взяли. Поэтому в игре есть пятнашки, в игре есть переставление предметов местами, в игре есть головоломки, связанные с перетаскиванием предметов туда-сюда, то есть, ваш стандартный набор мидкора, включая передвижение по рельсам тележечек. Мне... Господи, представляете, прилетают инопланетяне на Землю, короче, и к ним приходят изучать их безконечно безумные вообще там какие-то технологии, а у них там типа терминалы, где реально собираешь вот так вот. И Максим такой, да, блядь. Да, 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 да. На самом деле, посмотреть на всю мою реакцию можно на нашем стриме, она достаточно вокальная. Вот. Но игра, единственная игра реально красивая, это у нее не отнять. Если бы она вышла в виде симулятора ходьбы без геймплея вообще, она бы невероятно от этого выиграла, мне кажется. Я согласен, я просто бросил. Мне неинтересно играть. Слушайте, вы не замечаете некого такого паттерна, что практически каждое за последнее время игра, которая хайпит, как то, что это будет типа новая безумная крутая игра или геймпласса, вау. И все, короче, такие типа, ну так, 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 ну что там заиграть, сингловая? Не мультиплеер, типа не какой-то там гейм-сервис там без там типа лупа из семи за луп. И все-таки, так, подождите, сингловая игра, крутая, хорошая, очень-очень многообещающая, и выходит пукс рейнг. Который раз уже. Я просто к тому, что это очень странно. Я не согласен. Хорошо, какая хорошая игра за последние там полгода вышла? Проблема в том, что ты почему-то хочешь, чтобы в геймпасте триплэй добавляли. Нет, подожди, хорошо, это глупость. Подожди, я тебе не говорю про триплэй, я тебе говорю про хорошую игру. Даже если это будет там один-эй. Полно хороших игр. Какая игра из-за вот только вышедших? The Like a Dragon. Стрейта геймпасс была? Да. Она прям сразу первым, первым делом вышла в геймпассе, не выходя без геймпасса, вне геймпасса. Ну, я не помню, но она есть в геймпассе, можно ее поиграть. Она и в PlayStation есть. Я не знаю, что было добавлено потом геймпасса, а я говорю Day One геймпасс. Day One? Я просто как тебе объяснить? Я не могу вспомнить какого-то рода. Ну, пожалуйста, Far Long Sale, вот которая вторая часть. Отличная игра, мне прям очень понравилась. В первый же день геймпассе. Ну, Black Tail. Black Tail тот же. Black Tail новая. Она может, конечно, кривоватая, но, блин, она же классная. Ну, хорошо, ладно, Black Tail это хороший пример. Нет, просто... Потому что много игр выходит таких, которые, типа, знаешь, ну, как-то не очень. Это вопрос предвзятости. Ты предвзят по отношению к Xbox и геймпассу, твое мнение можно просто пренебречь. Я считаю, я считаю очень просто, Тимур, как бы, далеко не всем людям нужны клевые и пиздатые игры в геймпассе, потому что некоторым людям достаточно и даблы, или достаточно инди-говна какого-то. Тимур, у тебя, вот ты сейчас как бы заходишь на ту территорию казуистики, которая, как бы, в корне неверна изначально в своем базисе. Почему? Потому что то, о чем ты говоришь, как бы, это очень все круто, когда в геймпасс добавляют игру спустя полгода выхода, спустя год, спустя два года, спустя четыре года, и у тебя прекрасные, отличные, хорошие триплые, не триплые, инди, такие всякие, игры появляются в геймпассе, иногда не на очень долго, ты в них играешь, ты заплатил, и твой вэлью, как бы, того, что вот ты там заплатил за геймпасс, отбивается довольно шустро, потому что геймпасс на самом деле действительно дохера очень крутых игр. Я не понимаю твоего поинта. Я просто к тому, что игры, которые straight to геймпасс, вот прямо day one приходят, как бы, вот по большей части они не очень. Я просто пытаюсь вспомнить, какие были day one. Halo Infinite, ну ладно, хорошо, наверное, возможно. Там какой-нибудь The Medium, например, вот сегодня мы вспоминали. Ну Medium неплохая игра, это такая, ну типа средненькая игра, но она неплохая. Ну то есть, я не думаю, что можно вообще любую игру, которую day one, назвать абсолютно плохой. Таких игр не бывает там. Ну ладно, кстати, нам тут вспоминают про Metal Hellsinger, и вот он действительно довольно хороший, очень специфически нишевой был хороший. Люди, которые пользуются геймпассом, уже давным-давно привыкли, что это 7 из 10. А знаешь, как это 69 из 100, вот просто, чтобы у тебя, чтобы у тебя была этот самый контроль качества от Филла Спенсера, 69 из 100 всегда, то есть, либо семерка, либо говно, то есть, вот так. И в принципе, это нормально, ну то есть, нет, мне кажется, что именно такими играми он и набивает каталог. Хочешь что-то хорошее, плати больше денег, покупай игры на старте. Ну ладно, я честно согласен. Это там сегодня или вчера, когда там вышла Gotham Knights, которая типа игра про, типа как бы про Бэтмена, но не про Бэтмена, а про Робина, Бэтгерл, Найтвинга и там еще кого-то. Про DC Universe, короче. Да, про этих чуваков. И я тебе могу сказать, что это вот та игра, которую я бы не удивился, если бы они ее запихнули либо в геймпасс, либо в подписку PlayStation, потому что, на мой взгляд, это такая довольно проходная игра, что-то вроде твоих любимых Мстителей, но только сделана как говно. И ты смотришь на нее и думаешь, вот почему, почему людям когда-то в голову пришло, что в сингловой игре у тебя должно быть десяток разных непонятных валют, из которых ты крафтишь, пойми что, огромное количество разнообразного лута. Я практически верю, что так и будет. То есть на старте это выглядит как игра с лайв-сервисом без лайв-сервиса. Знаешь, как будто его тут просто убрали в какой-то момент. И они просят за это какие-то безумные бабки, там сколько она, 80 баксов что ли стоит. Ну то есть, и ты смотришь на это и думаешь, а кто вот здравоумеет будет за это платить? Ну то есть, если у нее средняя оценка там на метакритике, на опенкритике 7 из 10. Да никто. Я, кстати, сразу говорил, что когда ее только анонсировали, что она выглядит как говно и провалится. Нет, ты знаешь, мне больше всего нравится другая история связанная с Gotham Knights. Если уж мы сейчас говорим про Gotham Knights, давайте перейдем действительно, что ты открываешь меню инвентаря, у тебя 6 валют, 28 слотов, 14 видов ресурсов, и в определенный момент у тебя щелкает, что изначально это была сервисная игра, но в определенный момент вышли Мстители, Ворнеры посмотрели на то, как их приняли и такие, короче, онлайн обрубаем, игру оставляем. Причем самое смешное, что, ну, господи, верните этот онлайн обратно, в чем проблема? Ну, то есть, как бы, мне кажется, если бы она была сервисной, в нее бы даже побольше народу играл. С онлайном есть сложность, Дима. Дело в том, что когда ты делаешь онлайн, ты должен поддерживать ее игру, потом ее постоянно обновлять, а самое главное, что ты должен делать там баланс, например, чтобы, например, у тебя балансировались персонажи, там, чтобы, ну, короче, много нужно гемора, понимаешь? И легче сделать игру просто вот таким каопчиком, обычно, понимаешь? Я уверен, что в каопчике она нормальная, потому что любое говно в каопчике воспринимается легче. Какой уходит ты со мной не играл в Мстителей? Я тебя сколько раз звал, блядь? В смысле? Я играл в Мстителей? А со мной почему не играл? Я тебя прям звал, говорю, Димка, пойдем поиграем в Мстители. Так вот, ну, так там надо было гринзить, на фоне это было нужно. Да не надо там грить, там можно, там даже, можно вообще с разными левелами играть вообще абсолютно. У тебя там все, как бы, матчмейкает нормально все делается. Короче, я на тебя в обиде за то, что со мной не играл в Мстителей. Я прошел в Готэм Найт еще поиграем, когда ее в геймпассе или в поиск плюсер статул. Ладно, кстати, по поводу Готэм Найт есть довольно интересная история. Дело в том, что тут, знаете, буквально разом совпало, знаете, вот прям говно в одно место упало, прям сразу со всех сторон. Дело в том, что сразу несколько игр, включая Готэм Найт, вышло сейчас, соответственно, на консолях нового поколения, которые все считают, что, в общем-то, это, наверное, поколение первое за последнее время, которое хорошо вышло, потому что, в отличие от PS4, которая довольно картофельное железо и быстро устарела, и Xbox One, который тоже быстро устарел, PS5 и Xbox Series X вообще-то довольно хорош и довольно мощная. Так вот, это первая игра, которая вышла с возможностью играть только в 30 FPS. И все таки думали, ну, наверное, может там какой-то это глюк или еще что-то такое, или может потом с Day One патчем добавят. Нет, ни хера. При этом выглядит, да, выглядит она, не сказать, чтобы выдающийся, вот это мем сейчас в игровом сообществе, что берут скриншот из Arkham Knight, который был кроссген, так-то... Который вышел 7 лет назад. Да, из Arkham Knight, и рядом с вами скриншоты из Gotham Knights, и Arkham Knight выглядит гораздо выигрышнее. И та-и-та игра синглая, и та-и-та игра про Бэтмена, и та-и-та игра от Warner Brothers. Да, и та-и-та в Готэме. Да, и ты такой, окей, хорошо, супер, то есть все эти годы вы занимались чем, простите? То есть что делали там? Но тут еще скандал в другом, то, что в игре неотключаемый рейтрейсинг, и, соответственно, возможно, в ней можно было бы сделать там и 60 FPS, и 120, сколько угодно, если бы можно было бы его отрубить. Но поскольку консоли ориентируются на, как-то, знаешь, на нижний знаменатель, а нижним знаменателем у нас уступает что? Xbox Series S. В Твиттере уже порвались несколько разработчиков, которые говорили о том, что, типа, ну, вообще, пока существует Xbox Series S, вы привыкаете к тому, что разработчики будут ныть, говорить о том, нахрена нам эта консоль нужна, такой обмылок недорезанный, да? Вот. И под нее будут ориентироваться. То есть, смотри, логика в контексте Gotham Knights'а какая? Поскольку игра рассчитана на кооп, то есть, на мультиплеерное взаимодействие, а вся боевка привязана к, как бы, одинаковому количеству FPS'ов, нельзя сделать так, что у тебя на, у чувака, который играет с Xbox Series S 30 FPS, а у чувака, который играет на Xbox Series X, типа 60. Так не получится. Надо, типа, снижать графончик. Подожди-ка, а просто сделать на Xbox Series S 60 FPS, но с проседанием динамического разрешения до 720p. Я не знаю, почему они это так оправдывают, но история в том, что они все почему-то хуесосят Xbox Series S, это реально странно. И ладно бы это был там один разработчик. Он, кстати, удалил все свои твиты, которые он там писал. Ну, видимо, прилетел ему от Microsoft. Конечно, стопудово прилетел. Но там на Resetery нашли и других чуваков, и там, например, чуваки, которые делали какие-то инди-игры на Unity, и они говорят, что они уже год от Microsoft на совещаниях добиваются очень простых историй. Они просят, чтобы Microsoft брал необходимость запускаться на Series S на старте игры. Ну, то есть, логика какая? Допустим, мы сделали игру, да, ну, то есть, там, какую-то. Мы ее оптимизировали под X, но для того, чтобы нам сделать ее под S, нужно там большое количество времени, а мы, типа, не успеваем. Да, мы, типа, не успеваем. Нам, типа, сложнее. То есть, надо делать отдельный билд, надо отдельно его оптимизировать там под S-очку, сосочку, да, и прочее. Но сделать и так нам возможно, чтобы мы хотя бы сейчас вот на X-е выпустились, а потом там или патчем, или там спустя какое-то время она бы вышла и на S-очке. Microsoft их шлет нахуй, знаешь почему? Потому что... Нет, потому что Microsoft считает, что S это и есть next-gen. Ну, то есть, просто хуёвый, но next-gen. Ну, то есть, как бы, если ты делаешь игру под S, то есть, просто логика другая, не такая, как у разработчиков. Разработчики думают, что они сейчас делают очень красиво и круто, да, а потом, типа, ужмутся до S. А у Microsoft логика другая. Делай под S, а потом под X сделай покрасивше. Я понимаю, что тебе же буквально Microsoft говорила, что Xbox Series S это все то же самое, как 4К, но 1440p. Ну да, все так. Они буквально приходят к разработчику и говорят, а в чем проблема? Просто возьми, типа, в настройках разрешения сделай не 4К, а 1440p, и все будет нормально работать. И потом, знаешь, много звездочек, типа, вот ты еще под медленную память оптимизируешь. И еще памяти там меньше. Ну, короче, есть куча нюансов, да, с этим? Есть главный нюанс с этим, кстати, пока мы просто далеко от этого не убежали. Я его проговаривал, Тимурова проговаривал, я его просто ретерирую в этом контексте. Сильнее всего эта история вредит несторонним разработчикам. Они, если что, по TataMod в Unreal Engine включат. Ничего страшного. Сильнее всего это вредит эксклюзиву Microsoft, потому что выходят эксклюзивы одной там другой компании, не будем ее упоминать, они вот скованы минимальным уровнем одной единственной консоли с одними единственными характеристиками. И выходит эксклюзив от студии Microsoft, который надо еще оптимизировать под Xbox Series S. Сидеть. Да, это просто сложно, но в любом случае сейчас об этом начали говорить. Почему? В Gotham Knights 30 FPS не отключаем Ray Tracing на консолях, да? При этом на ПК, самое смешное, что на ПК-то там и 120 FPS, и 140. То есть внезапно выясняется, что на ПК можно сделать мультиплеер, где у тебя разное количество FPS-ов между разными людьми, и ничего нормально. То есть, ну как бы, почему-то технических возможностей хватило. Может быть, просто разработчики мудаки? Вы об этом не думали? Нет, ну это-то очевидный момент. Или, например, история с Plague Tale, которую мы сегодня обсуждали. Хорошая игра, замечательная. Ну то есть, я особо не играл в нее, но говорят, что она неплохая. То есть, продолжение всей этой истории. Но она же пиздец, неоптимизированное говно на ПК и на консолях. Она, блин, на той же самой S-очке выдает 25 FPS. Там постоянно скачет туда-сюда FPS с этим ретрестингом. Я бы не могу сказать, что она выглядит прям охренительно. Она выглядит красиво. Человек, а миллион крыс, как тебе отрендрить, а? Ну да, может быть. Но хорошо. Ну то есть, как бы, она и на ПК не оптимизирована, ни херена. Там народ запускал ее на 40-90, вот которая новая видеокарта. Да, и там 50 FPS было. 50 FPS в 4К, это такое, типа, окей. Маленький вопрос. А это, случайно, не та же самая студия, в которой Microsoft Simulator делала? Особо, да. Это, это, это... Я просто могу сказать, что поскольку особо использует собственный движок, то я почти уверен, что это движок Microsoft Flight Simulator. А тут, смотрите, пацаны, все непросто. Облака над Францией считаются. Грозовой фронт просчитывается. Просчитывается. Искусственный интеллект каждой крысы. Да, да. Как крыса будет огибать террейн. Я согласен. Летная модель мяча. То есть, серьезно, зря. Все серьезно, но при этом, то есть, 30-ка, да, там, на консолях, ладно, я еще могу понять. Но там шиммеринг пиздец у волос. Но какого хера она на ПК не оптимизирована под 40-90, это, блядь, просто странно. Ну, то есть... Ну, слушай, хрен с ним с ПК. Это, конечно, негативген, Дим. А, ну да, конечно. Это все оправдывает, да? Хрен с ним с ПК, там же просто какие-то страшные, абсолютно каждый крыс в самолет. Там просто реально, пацаны, вы не играли, я поиграл. Я могу сказать, там очень странные графические решения даже. То есть, хрен с ним, с техчастью, она чинится. Ну, то есть, волосы, у них адский шиммеринг. Этого не было в первой части. Там очень многие технические моменты выглядят хуже первого плактейла. Потому что явно, вот просто явно игру старались выкинуть по контракту с Майкрософтом без переноса. Ее надо было допиливать, наверное, еще полгода просто по техчасти. Чувак, тебе перформанс патч сделают, на 60 фпс помпы его презентуют, и будет это, типа, через полгода. Через полгодика поиграешь, да? Когда игру доделывают, наконец-то. Короче, весь этот поинт в том, что и 30 фпс Gotham Knights, и 30 фпс Plagtail, и вот этот бесконечный ной по поводу того, что серия СС, там, типа, тормозит прогресс и так далее, он говорит нам о том, что, типа, многие разработчики просто не умеют оптимизировать свои игры. Потому что, ну, убери ты из кадра, у тебя в Plagtail, там, не знаю, 5000 крыс, все равно никто не заметит разницы. Ну, серьезно. Нахрена ты пихаешь такое количество, если у тебя консоль не тянет? Ну, как бы, ну, то есть, оптимизация, не? Замечательную игру Firewatch, которую я очень сильно ждал, я помню, я запускал ее на PS4, она шла в 15 фпс, и я такой, блядь, а игра-то хорошая. Игра-то хорошая, да. И шла она как срака просто. Вот это очень странно. Еще раз уж мы говорим про скандалы, тут был скандал с актрисой озвучки Байонета, и этот скандал не закончен. Я не знаю, чем он закончится в итоге, но краткое содержание каких-то предыдущих серий, да? Значит, история в следующем. Актриса озвучки Байонета заявила, что компания Platinum Games предложила ей от 3 до 4 тысяч долларов за озвучку игры, что по меркам актеров озвучки не просто мало, а просто очень мало. Ну, то есть, прям совсем-совсем мало, невероятно мало. И, ну, то есть, как бы, она выступила в Твиттере, написала, значит, видеообращение записала, что, мол, я призываю всех бойкотировать Байонету 3, потому что Platinum Games просто настоящие суки. Просто меня взяли и вот так вот прокинули. Взяли какую-то непонятную манду, которая озвучивает за меня. Сразу же возникают вопросики. Ну, то есть, как бы, окей, то есть, ты сейчас рассказала, что тебе предлагали 3-4 тысячи долларов. А это разве не нарушает твой контракт с Platinum Games о том, что ты, типа, не должен об этом говорить. Ну, типа, как бы, это же NDA, по сути, это те вещи, которые, как бы, не озвучиваются. Второй момент. У японских разработчиков есть одна такая, типа, черта, когда, например, они не хотят работать с каким-то, ну, типа, человеком, да, они предлагают ему мизерные деньги, и он уходит сам. То есть, как бы, скандала нет, человек сам ушел, да, а ты такой, типа, избавился от токсичного актива, условно говоря. Поговаривают, что и так возможно. Но к чему это привело? Во-первых, глава Platinum Games Камия, как его там зовут? Хидеки? Хидеки. Хидеки Камия, да. Он же очень активно был в Твиттере. Он там всех банил, там, помнишь, что висит историю, что ее блог, писал, что ты долбоеб, я ебал твою маму, там, и так далее. Да, и так далее. Он удалился в Твиттер. Потому что, ну, на фоне этого скандала он просто не хочет ничего говорить. Далее выяснилось, наш любимый Джейсон Шрайер выяснил, что якобы это Хелена Тейлер, которая актриса озвучки, она требовала шестизначный гонорар за свою работу. Ну, то есть, примерно 100 тысяч долларов, да, там, или, может, там. Или больше. Или больше, да. И просила процент от продаж игры. Что уже кажется немного нагловатой истории, нет? Ну, смотри, это спорный вопрос, потому что... Аргументировала она это следующим, что, типа, я создала образ Байонеты, и благодаря мне этот образ популярен. Ну, смотри, она является частью условного образа Байонеты, и в этом плане приводит, например, во многих статьях пример того, как чувак, который озвучивал Ника Белика, что он получил за свою работу примерно что-то типа 100 тысяч долларов, что ли, короче, а игра заработала за первые сутки чуть ли не там 600 миллионов долларов. Я еще больше контекст дам словам Тимура, потому что Тимур вспоминает изолированную историю, а я могу сказать, что недавно была целая забастовка актеров озвучки, которую поддержал гильдия актеров САК Автра, это американская гильдия, которая представляет вообще всех актеров, не только актеров озвучки, потому что они, и, кстати, вполне справедливо, они говорят, что количество реплик сильно растет, потому что игры становится больше. Спроси меня, пожалуйста, но... Можно, можно, я договорю. Количество работы меняется, потому что теперь надо делать еще и мокап актеру озвучки, потому что он типа озвучивает и делает мокап. И третий момент, который не знает большинство людей, потому что они в этом не варятся, это то, что когда ты подписываешь контракт на какую-то роль в игре, актер озвучки практически никогда не озвучивает одну единственную роль. То есть даже если Новый Норд озвучивает условно в Uncharted Drake'а, он также озвучивает все вздохи солдат, он также озвучивает персонажа четвертого, пятого плана. Это абсолютно нормальная практика. То есть на самом деле они пишут материалы гораздо больше, чем вы видите на экране и слышите в наушниках. И этот материал используется очень по-разному, это реально очень большие объемы. И вот это вот вот этот разрыв между гонорарами в игровой индустрии и объемом работы актеров озвучки он назревал очень давно. Эту плотину прорвало буквально в прошлом году. И такие истории будут повторяться, потому что помимо того, что да, здесь, конечно, и игра не очень суперхитовая, и актрисы не очень известные, и вообще история мутная. Я думаю, что история в том, что ей не надо озвучивать огромное количество реплик, потому что игра короткая. Ну как бы... Ну ты зря так думаешь, что ты слэшер, сколько-то много озвучиваешься. Вот смотри, представь себе, что ты актер озвучки мультфильма, и ты озвучиваешь реплик, допустим, на то, что твой персонаж появляется даже не на 2 часа, в мультфильме идет полтора часа, а твоих реплик там типа на 40 минут. И актерам озвучки мультфильмов платят довольно много крутых всяких актеров озвучки, и они там говорят, блядь, озвучил такой, это чувак там типа какого-нибудь там ящера где-нибудь там в пиксаровском мультфильме. Все такие, да, круто. А тут у тебя человек озвучивает в 20 раз больше. Главную героиню игры. Причем человек как бы привыкает к этому голосу, потому что как бы он его слышит блин, в течение там 10 часов, там 15 часов, 40 часов переигрывает там в эту игру, понимаешь? И то есть как бы степень вовлечения с этим голосом намного выше, намного больше, а ты хочешь заплатить человеку типа там в 100 раз меньше. И при этом в этом плане очень интересно то, что например там я помню на ДТФе написали статью о заработной плате типа в игровой индустрии в Японии, да. И там типа все сводится к тому, что типа опытные специалисты, опытные, которые там типа 10 лет опыта, они получают условно ну очень мизерные зарплаты, то есть там получается типа 45 тысяч долларов США в год. И как бы это, ну то есть это даже не читаю с зарплатами типа например в США. Как раз по 4 тысячи баксов в месяц. Нет, смотри, с налогами это получается, что ты получаешь 2000 долларов в месяц, понимаешь? И это типа топовые разработчики. И понимаешь, с чем сравнивать? И они говорят типа а вот там актриса захотела там получить как бы допустим денег типа в 10 раз больше, чем они. Какого хуя? Как такое возможно? Так нельзя? И это ужасно. Ну блин, ребята, вы же когда берете и говорите, что условно какой-нибудь я не знаю, допустим, вы используете Джейс, как этот, Рейнольдс, допустим, который играет Дэдпула. Нельзя же сравнивать, какой гонорар получил Рейнольдс и какой гонорар например получил монтажер, один из монтажеров, который делал это вот само Дэдпула. Ну то есть их зарплаты несопоставимы, потому что Рейнольдс как бы там тянет людей и он запоминается всем, и его там талант как бы ценится выше, чем условно монтажера, который там сидит и делает. Хорошо, ты хороший пример привел, потому что ты правильно сказал, что Рейнольдс приводит людей, потому что это типа такой драйвер роста для фильма или для мультика или неважно для чего. Как ты думаешь в игре, в которую надо играть, в которую надо там типа пиздить врагов, да, там типа бегать, прыгать этой байонетой и прочее, что привлечет людей к игре? Актера, актриса озвучки и ее голос или жопа байонеты и боевая система? Как ты думаешь, что привлекает людей больше всего? Второе больше привлечет, Конечно, и поэтому насрать абсолютно, что думает актриса озвучки. Да, может быть с ней поступили несправедливо, но это, извини меня, это не уникальный для этого персонажа голос. Она ее озвучивает как стандартная милфа, которая, знаешь, там типа говорит таким томным голосом. Все! Ничего в ней уникального нет. Это, условно говоря, не Дэвид Хейтер в этом самом в Metal Gear, который типа уникальный голос снейка, потому что ни у кого другого такого голоса нет. И, кстати, Кодзима тоже в свое время так поступил. Ты помнишь, что он Хейтера просто выгнал нахрен и взял кефира Сазерленда? И что-то ничего, нормально, фанаты особо не бомбили по поводу того, что, ох, боже мой, нашего... Не бомбили, что третьей главы не было. нашего замечательного Хейтера взяли, убрали, вернули этого из Сазерленда. Сазерленд справился, то есть, как бы, ну, получилось вроде даже неплохо. С чего вдруг внезапно решили, что если уберут эту несчастную актрису озвучки и поставят другую актрису озвучки, внезапно игра получится плохой. Да ни хрена подобного. Ну, то есть, как бы, это не та вещь. Что у тебя делают очередную игру про этого, например, про Натана Дрейка, он еще раз вернулся там, да, и его озвучивает другой человек. Легко. Все же бомбанут. Знаешь, почему легко? Почему? Нолан Норт уже достаточно старенький чувак, и у него голос меняется с возрастом. Он уже не похож на такого маложалого чувака, который там, типа, прыгает на веревке, летает и орет No, 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 no. Вот. То есть, как бы, если его поменяют в будущем, я не буду возражать. Я считаю, что его никто не будет именно по этой причине менять, потому что его узнаваемый голос поменялся. Это, кстати, хороший пример, когда меняют голоса. Хороший пример это Origins в Бэтмене, когда Трой Бейкер озвучивал у Джокера. Знаете, что у него полублуха получилось? Нет, он озвучивал хорошо. Проблема в том, что Марк Хэмилл. Что Марк Хэмилл, это Марк Хэмилл, ребята. Вот и все. Я согласен, но в моем понимании здесь произошла типичная корпоративная неувязочка. Дело в том, что японцы жетные пидорасы. Ну, то есть, давайте честно говорить. Я думаю, это можно и закончить. И абсолютно сто процентов, что Платинум именно так и поступило исключительно с целью убрать эту девочку подальше и сэкономить денежков. Понимаешь? Я вообще, если честно, считаю, что они, это Нинтендо, которая берет и в какой-то момент говорит, что типа нашу игру нужно сделать за три ложки риса. И приходят и говорят, но ведь она же скорее всего продастся там 15 миллионов копий и заработает там типа 500 миллионов долларов, короче. Нинтендо такая, три ложки риса. А можно три хотя бы еще одну половинку? Нет, Три ложки. Да, просто как бы это так же было с покемоном, там типа со всякими Fire Emblems'ами и прочее, потому что ты видишь, что игра сделана просто вот реально за пять площадь риса, да, там как бы и ты такой, ты блядь, ну вы сто процентов знаете, что ваша игра продастся там охуительным тиражом и заработает очень много денег, да. Ну то есть Fire Emblems, когда вы делаете или какой-нибудь, опять же там, это не Astral Chain, который хер пойми чего, там продастся, не продастся, да, о, хорошо продалась, о, плохо не продалась. Блин, вы делаете Bayonetta 3, ну типа с большой вероятностью она продастся, скорее всего, как Bayonetta 2, но он даже лучше, потому что Bayonetta 2, блин, выходила на Wii U, понимаете, на Wii U, которая вообще провальная консоль. Мы стримили Bayonetta 2, полностью ее прошли на стриме. Ну я к тому, что понимаешь, она все равно продалась, а у тебя тут Switch, который просто невъебенно популярная консоль, эксклюзив Nintendo практически любой продается просто с индульгенцией Nintendo там за, ну там типа 2 миллиона копий минимум. Ну да. Прям минимум 2 миллиона копий продастся. Скорее всего, еще больше, короче, ну там типа можно на 4 миллиона копий по средней цене там 50 долларов можно там рассчитывать. В чем проблема? Ну отсыпьте денег, я не понимаю, как бы, в чем ваши проблемы? Ну нет, я не могу понять, на самом деле. Давайте сделаем, как бы просто я вот от Bayonetta 3 у меня бомбит, особенно сильно, потому что ты смотришь до новой механики, до нового персонажа, до там типа боевка, до эпичность, вот это все, но она реально выглядит беднее местами, чем Bayonetta 2 и Bayonetta 1. Там в плане задников, дизайна, у тебя реально иногда Bayonetta ходит просто по голой арене, в которой даже нихера не лежит, просто текстурка растянутая, ну это реально позорище просто, как бы, и опять же... Ты в игре на текстурку будешь смотреть или на жопу Bayonetta? Я буду смотреть, я буду пытаться смотреть на интерфейс, потому что это ебаная вью, это ебаный свитч, понимаешь, в чем проблема? Не вижу проблемы, нет, я не понимаю. На мой взгляд, Bayonetta 3 будет отличной игрой, вы посмотрите. Я могу сказать, мне пока она визуально вообще не нравится после двойки. Мне тоже пока не нравится. И я думал, что это мне кажется, а потом я постримил, полностью прошел двойку на стриме, и она реально выглядит пизжей. Ну просто чисто по арту. Она выглядит интереснее, более необычной, более яркой. И, кстати, она до сих пор очень классная. Я смотрел обзор, превью от блогера, который получил ее на ютубе, чувак, получил ее, типа, заранее, и он сказал, что он не может показать тот футш, который есть, но он назвал B&O 3 batshit insane. Ну то есть, типа, настолько сумасшедшая игра, что, типа, вы просто этого не ожидаете. Да, местами бедноватенько, но там, типа, от плод-твистов и там, типа, того, как это все поставлено, вы будете просто охуевать. Я ему верю, потому что предыдущие части были примерно такие же. А кто там озвучивает B&O, то мне абсолютно насрать, вот серьезно. То есть, мне кажется, что этот скандал... Специально восстановил свой аккаунт, короче, в Nintendo, чтобы можно было все покупать. Привязал карту, короче, и... Мой switch is ready, понимаешь, я готов купить. Но если, говаривай, кролики вторые вышли, если что. Вот я, вот их я, кстати, тоже хочу купить, поиграть. Дима такой, купить, ты что, дурак что-то? Слушайте, давайте уже хватит про B&O, тут долго про нее говорим, давайте поговорим про кто что смотрел. Да, я, кстати, вам хотел дичайше посоветовать, совершенно неожиданную вещь. Дождите секундочку. А, давайте продонатить. дайте нам. Варенчик, на основном тысячу рублей, парни, поздравьте меня, наконец-то я доказал грекам, что я грек, получил отсрочку и записался на получение паспорта ЕС, жаль ждать до января. Рад за Тимура, Димке здоровья, Максим, спасибо за стримы, сохраняют наши кукухи. Спасибо тебе, Варенчик. чувак, это вообще суперкруто, и мы тебя стечеешь, поздравляем. Николай Петров, занесла на 180 строй, привет, ребят, на конец твоего эфире, и жду вас всех в Алма-Ате. Слушаюсь первого выпуска на Тимур, надеюсь, я тебя не заебался со своими историями. Он был на сходке? Да, Колин на самом деле очень крутой чувак, и огромное ему спасибо за всю ту помощь, которую он нам оказал. А, Дизайн Ислан, 300 рублей, скучал по подкасту с возвращением. Спасибо тебе. Ее, спасибо. Майло, занесла на 300 рублей без комментариев, спасибо. Ее, спасибо. CFO в Пусси Джу, занесла на 123 рубля Гомарджоба, я вернулся в донат, скучал по вам, братцы, хотя мы давно не виделись, много всякого говна прошло, но и теперь я могу отправлять донат с помощью Apple Pay, а Смайлик с подмигиванием. Ее, круто. По поводу длинного комментария, занесла на 150 рублей, такое уже не первый раз происходит именно под вашими видео и никого больше я не каменчу. Вполне допускаю, что YouTube автоматически все удаляет. Спасибо, добра вам. По скриптам так и думал, что это Тимур отвечает на комментарии. Ну, у нас по-разному, как бы, но... Чаще всего Тимур, да. Да, чаще всего я. А вот, например, на Патреоне чаще всего Димас Максмутович. Артем Вард за место на 500 рублей с возвращением пацаны. Ураль, кстати, и мой родной город. Но я еще... Что-то я пропустил немного, сорян. Уральский, кстати, я еще не успел дослушать впечатления Тимура. Надеюсь, ему зашло. Как вам финал Шихалка, кстати? О! Про финал Шихалка можно я скажу? Давай. Вот просто, если вы не хотите слышать спойлеры или там, типа, узнавать про эти спойлеры, просто поймите, что Шихалк это тот сериал, который в конце довольно важен для вот этой MCU, которая сейчас идет, да, Marvel, Cinematic Universe. И у меня с этого горит просто дичайше, потому что какого хера я должен смотреть сериал, который мне не особо нравится, чтобы понять, что же за херня произошла в следующем фильме от Marvel. Нахрена так делать? Мне вот это больше всего не нравится в этой всей истории. Чувак, у тебя буквально Капитан Пакистан, сериал про нее как бы крайне важен, потому что все, что там происходит, для следующих фильмов тоже будет играть большую роль. Именно поэтому я вам советую просто прочитать о том, что там происходило в конце. То, что в конце происходит такая лютая ебанина, что я не ожидал такого от Marvel, вот серьезно. Я не собираюсь это смотреть, но по крайней мере я теперь в курсе. Вот как-то так. Слушайте, я посмотрел, но я как бы смотрел под шофе уже ночью, короче, и если честно, вот я сейчас с вами разговариваю, и я забыл, что там в этом финале шихалка. Ну там какой-то полный пиздец, я помню, что мне так не понравилось, что я бомбил, пошел спать, короче, и жена у меня спрашивает, да в чем проблема? В чем твоя проблема? Я такой, такой там пиздец, просто, ты даже не представляешь, такая там хуйня, просто. И, короче, я в итоге, знаете, моя память вытерла этот кусок, и я забил, короче, вот. Слушайте, я хотел рассказать про группу. Дождите секундочку, все кто светит за ТКД, занесла нам 170 рублей, привет, как шатал, скучаю по дому, но воспринимаю это как толчок из зоны комфорта и поводом начать активнее развиваться. Спасибо, что вы выходите. Спасибо тебе. Он же занес еще 170 рублей, еще редко об этом говорите, но ставьте лайки, подписывайтесь уже на мужиков, вы заебали без подписки, смотрите, сколько можно. Да, подписывайтесь на нас на ютубе обязательно, ребят, потому что мы вот почти-почти скоро добьем уже до 11 тысяч подписчиков, так что, если кто-то на нас на ютубе не подписался, сделайте это обязательно. Наконец, Южик Тян занес нам полторы тысячи рублей, Катаны опоздал на стрим, еще пара часиков у вас есть. Я надеюсь, но, честно сказать, даже не знаю, сможем ли мы еще пару часиков. Ой, попробуем, посмотрим мы, короче, но спасибо тебе большое, бро, вообще огромное спасибо всем тем, кто сегодня с нами вместе сидит на стриме, мы, видите, вернулись, триумфально, и куча народу, соответственно, сейчас нас смотрят, и огромное количество народу сегодня нам занесло, очень много теплых слов написало, знаете, прямо в самое сердечко, прямо очень круто, спасибо вам большое. Вот, короче, что я хотел рассказать, сейчас будет вообще неожиданно, дело в том, что, помните, все немножко, так скажем, офигели, и говорили о том, как классно, что вышел мультфильм Invincible, неуязвимый, да, и говорили, в общем-то, это такой, типа, западный мультфильм с западной рисовкой, но он такой, очень анимешный, с классным сюжетом, и вообще там, типа, все круто, довольно-таки. Ну да, я даже комикс считал после того, как он вышел. Ну вот, он разошелся на мемы, и, в общем-то, людям всем очень понравилось, и все говорили, блин, как круто снято, какие классные персонажи и прочее. В общем, я хотел вам посоветовать мультфильм, который точно так же довольно необычный, и который вы совершенно не ожидаете. Это мультфильм, который называется Пантеон. Вот, это тоже мультсериал, западный, сделанный такой вот в типичной стилистике, который местами даже похожий немножко на Invincible визуально порисовке. И это, наверное, один из самых киберпанковых мультфильмов, который я видел за последнее время. Он местами очень круто нагнетает, с очень интересным сюжетом, с классно прописанными персонажами и с, так скажем, довольно интересной стилистикой. То есть ты прям смотришь и прям нравится. И я скажу так, что он меня крайне удивил, потому что это мультсериал, в котором ты вообще ничего не ожидаешь, но он оказался настолько офигенным, что прям вот наверное одна из самых лучших вещей в сезоне, что я сейчас за последнее время смотрел. Короче, «Пантеон» это киберпанковый мультфильм про, так скажем, совсем-совсем недалекое будущее, в котором действия развиваются вокруг разных персонажей, но основным персонажем является, так скажем, семья, в которой есть девочка, у которой папа занимался тем, что участвовал в экспериментах по оцифровке сознания. И, соответственно, он умирает от тяжелой болезни, и выяснится, что он все-таки в итоге смог оцифровать сознание, но не сам, а компания местная, такой местный Apple, который называется компанией Логарифмы, Логарифмс, и, соответственно, так получилось, что компания такая немножко злая, и папа смог выбраться... Так получилось, действительно, кто бы мог подумать. Я тебе могу сказать, что основатель этой компании в черной водолазке в круглых очках с седыми волосами. Сив Джобс, да, я понял. Ну, практически, короче, он тоже умирает, вот, и там, типа, своя с этим связанная история. И, в общем, смысл в том, что с серверов компании как раз-таки сознание отца смогло, соответственно, выбраться, и, опять же, рассказывается про психологический момент общения дочери, матери, и, соответственно, вот этого, типа, выброшившегося сознания отца. Все это упирается еще дальше, как бы, в другую компанию людей, потом еще в другую компанию людей, и в огромное количество очень интересных морально-этических вопросов, которые связаны с тем, что вот сознание человека, когда его забирают, что с ним происходит, как вот это сознание человека себя ощущает, вот там вот, как бы, соответственно, что с ним происходит на серверах, что с ним происходит, когда он оттуда выбирается, соответственно, естественно, там несанкционированные выходы, соответственно, там, естественно, начинается охота, друг за другом все охотятся, и так далее, и так далее, и так далее. Я скажу так, что вот завязка сама по себе очень крутая, и самое главное, очень интересно наблюдать за тем, как развивается сюжет, и местами такие очень интересные повороты, необычные, прям вот это повороты, что ты думаешь, блин, реально, куда же это все приведет? И я сейчас жду реально за каждой серией, чтобы прям вот действительно понять, что, чем закончится, и в итоге какую интересную, самую главную идею они хотят в итоге нанести? А он ван Гонге идет, или как? Он ван Гонге, я почти догнал до самого конца, там уже вышло почти 10 серий, и я посмотрел, по-моему, 8, и в ближайшее время мне там как раз-таки нужно досмотреть еще немного. Короче, если вдруг вы хотите посмотреть необычный мультсериал со смыслом, очень взрослый, и там местами прям полный разъеб происходит, то есть это не детский, не тинейджерский, он прям реально взрослый очень сериал, с довольно интересными идеями, которые он там как-то вызывает в тебе возможность в том числе подумать на этот счет, не давая тебе четкую окраску, что вот это хорошо, вот это плохо, надо думать вот так вот, то есть ты типа, ну, совершенно вольная интерпретация со стороны зрителя. Я крайне советую, Пантеон мне очень понравился. Блин, звучит интригующе, честно сказать. Да. Знаете, что интригующе не звучит? Да. В смысле, наоборот, интригующе. Новый анонс Electronic Arts, тут абсолютно неожиданно, что называется, из ниоткуда пришел анонс, что, во-первых, Sims 4, самая главная игра для порно-модов в интернете, переходит на Free2Play. Чувак. Ты как-то немножко перепутал. Ты перепутал металлига. Главная игра про порно-моды в интернете имеет циферку 2 в названии. Нет, вы путаете, вы говорите про SFM, это одно, а я говорю про моды на геймплей для порно, то есть, где ты устраиваешь групповые оргии, где ты, значит, устраиваешь... Ладно, убедил, давай, как игра называется. Членские семьи. Про это мы не знаем. Значит, называется она Sims, Sims 4 переходит у нас на Free2Play, и давно это, в общем-то, напрашивалось, потому что там такое количество DLC, что позавидует даже, по-моему, трейн-симулятор. А во-вторых, то, что Electronic Arts делают новую часть Sims, она называется Project R&E. И они походи об этом подсказали. Ах, да, мы еще делаем новые Sims. Да, мы делаем новые Sims, хотя там такая графика, что не очень понятно, действительно требуется пояснение, что это новый Sims. И, в общем, упор в новом Sims будет сделан не на, если вы думали на геймплей, на какие-то интересные симуляции, которые добавляются модами. А модами, на самом деле, в Sims добавляется огромное количество реально пиздатых механик. Макс, они просто очень хорошо понимают свою аудиторию, в отличие от тебя. Да? Они ее очень хорошо понимают. Ты когда-нибудь заходил на портал по модам для Sims? Вот примерно там можно замерять, что нужна аудитория. И ты знаешь, один из самых популярных модов в Sims на что? Вот прям реально там миллионы скачиваний. Это мод, который позволяет симам становиться наркозависимыми. И вообще в целом симулирует химикаты. То есть, если человек, например, жрет антидепрессанты, он подсаживается на антидепрессанты. Вот. Что-то в этом духе. А зачем? Это симулятор жизни. Ты понимаешь, Sims это игра, где ты можешь устраивать собственную эйфорию. Слушайте, вообще, если что, Project Rene, вот этот самый, типа, якобы новый Sims, который выйдет хер пойми когда, там есть две ключевые вещи. Первое, говорят о том, что... Отделка интерьера. Больше упор будет на отделку интерьера. Там 150 тысяч видов паркета, короче, триллион видов обоев, вот это все. Ну, то есть, чтобы ты мог сделать квартиру практически идентичной своей или Ким Кардашьян. Крущевку. Крущевку. Я, кстати, видел недавно, что кто-то показывал, типа, что я скучаю там по своей квартире в Питере. И сделал Крущеву в Sims. Вот. И, короче, второй момент, который они там анонсируют, то, что игра, типа, будет хорошо работать на всех платформах, включая мобилы. Ну, и тут что-то такое сидишь и думаешь. Потому что сейчас, мне кажется, мобилы довольно мощные так-то. Макс, думаешь, что основная аудитория Sims сидит на порталах модов? Самая преданная аудитория всегда там сидит. Это самая преданная, а не основная. А основная аудитория уже играет в три в ряд и срать ебали они Sims. И это ты даже не представляешь, на самом деле, насколько ты не прав, потому что у Sims огромное количество народу играет. И в первую очередь, Sims знаете, почему хорошо играет? Потому что они очень круто оптимизированы. Они идут на самом говняном говне. То есть, реально, Sims можно запустить, блин, на старом MacBook Air 2014 года. Понимаете? На Mac'е, в том числе. Я знаю, чем я займусь сегодня вечером. Да? Слушай, а чем ты занимался предыдущими-то вечерами? Расскажи нам. Да, что ты посмотрел еще интересного? Смотрите, поскольку новости были довольно плохие, я понял, что мне надо как-то спасать себя из вот этого отсутствия допамина, или как там это? Отсутствие, как этот гормон называется, забыл все время, но не важно. Да, Да, из этого допаминовой ямы мне надо как-то выбираться. Я понял, что мне надо посмотреть хоть какие-нибудь комедии. то есть, хоть какие-то, я не знаю, какие. то есть, там, и произошла интересная штука. Дело в том, что я зашел на, там, один известный сайт, думаю, дай-ка я отсортирую комедии по рейтингу, там, на МДБ, например, да? Что выходил в этом году, там, типа, и что можно посмотреть. И набрел на сериал, который называется Призраки, вот, типа комедия. И у него есть две версии. Есть версия американская, которая вышла, по-моему, в этом году. Есть версия британская, которая вышла в 2019 году. Я полез читать комментарии, и абсолютно все хуесосят американскую версию. Говорят, что, господи, да по сравнению с британской вообще ни хера не смешно, да вообще полное говно, там, и так далее. Короче, ни в коем случае не смотрите американскую версию, смотрите британскую. Я думаю, ну, блин, ладно, чё, посмотрю британскую версию. Так вот, я рекомендую вам конкретно британскую версию сериала Призраки, он так и называется. Это который 2019, да? Да, 2019 год, потому что я смотрел только её. История в следующем. Молодая пара, значит, получает в наследство огромный особняк. Прямо гигантских размеров особняк, с которым они не знают, что делать. Ну, то есть там половина там комнат там типа надо отремонтировать, там в половине комнат никто не жил, там надо там чистить и так далее, что-то с ними делать. Ну, короче говоря, такой особняк они потянуть не могут. И у них приходят разные идеи, что с ним делать. Например, там переделать его под гостиничный домик, там потому что это гигантский такой особняк, которому можно кучу комнат там типа отель такой сделать. Можно сделать из него какие-то там город для всяких встреч там и так далее и тому подобное. Ну и короче, вот они пытаются это всё придумать, но в один прекрасный момент во время ремонта девочка, значит, главная героиня выпадает из окна и ударяется головой. И после этого она начинает видеть призраков, которые в этом доме живут. Призраков в этом доме живёт семь человек. Причём все призраки выглядят следующим образом. Они выглядят так, как они выглядят во время смерти. То есть там условно говоря, у писателя, который там типа писал стишки, у него дырка в груди из-за того, что он там на дуэли стрелялся. Там типа мужик, который... Это как в Гарри Поттере, кстати. В Гарри Поттере же там тоже типа с отрубленной головой ходил. Да, вот там мужик, который с отрубленной головой ходит под мышкой там типа того. Там типа пещерный человек, который жил там типа в пещере ещё до того, как этот дом там построили. Он и выглядит как пещерный человек и так далее и тому подобное. И они все абсолютно разные. И у всех у них абсолютно разный характер, абсолютно разные манеры и абсолютно разное влияние на реальный мир. Например, пещерный человек может управлять светом. То есть он может например напрячь там типа силы и там помигать лампочкой условно говоря. Там типа политик, который выглядит так, как будто он постоянно ходит без штанов. Ну потому что он во время какой-то оргии у него случился то ли приступ то ли что там с ним произошло не помню. Но он значит умеет нажимать на кнопки то есть он такой типа полтергейст и так далее. В общем у них у всех разные вещи. И собственно весь юмор строится на том, что девочка видит этих персонажей а они с ней постоянно общаются постоянно с ней разговаривают как-то коммуницируют и прочее. А все остальные этих персонажей не видят. В том числе ее муж тоже не видит всех этих персонажей. И там происходят разные комедийные ситуации. Это настолько добрая и настолько прям хорошая комедия что ты смотришь ее прям просто залпом знаешь как хороший теплый чаечек такой попить знаешь ее вечерком то есть типа никаких проблем никаких там типа нерешаемых вещей ты просто смотришь и тебе прям вот хорошо. То есть это такая добрая ну я бы сказал наверное семейная несмотря на то что здесь призраки с отрубленными бошками комедия в которой в принципе можно смотреть. Американскую версию я не смотрел ее в интернете не рекомендуют но я вот думаю сейчас я досмотрю там 4 сезона у британской версии я сейчас досмотрю эти 4 сезона может попробую посмотреть американскую версию вдруг она ну пантеон посмотри я посоветовал потому что там другие призраки не такие как в британской версии ну вот это же так что я поиграл в покемон японский а потом поиграл в американский да вдруг там что-то поменяется ну короче я советую я могу сказать что мне прям призраки понравились ну такая история Слушайте, на самом деле мы хотели еще чуть-чуть поговорить по поводу вот этой нашей вечной, извечной просто темы по поводу Майкрософта и Activision Blizzard, который, в общем-то, пытается все еще купить компанию за там огромное количество денег, и начинают всплывать в связи с тем, что регуляторы копаются всячески вообще во всей этой истории, как бы куча судов, куча слушаний, куча всего происходит, начинают всплывать всякие интересные документы, и самое главное, что во время того, как всплываются эти документы, народ начинает за всем этим следить, а компании, включая Майкрософт и Сони, и Activision Blizzard, и всех остальных, начинают как-то пытаться свои решения каким-то образом аргументировать. И тут очень интересно то, что куча народу, которые, знаете, кто-то топит за Сони, кто-то топит за Майкрософт, кто-то вообще ни за кого, кто-то против всех, и все пытаются интерпретировать по-разному. То есть, например, Майкрософт приходит и говорит, что, вы знаете, вообще-то мы очень бедненькие, у нас все плохо, мы самые всратые, вообще там нас буквально палкой бьют, знаете, вот как тот котенок, который такой мокрый, идиот такой, и говорит, я обязательно вызову. Ну, а сейчас уже не точно, да, уверенности прям нет. Поэтому объединение с Activision Blizzard очень сильно поможет. Да, как бы, а так-то мы вообще, вот буквально, знаете, вот буквально Сони каждый день на нас сыт, а Нинтендо харкает просто. Вот каждый день. А так вот, ну, хоть чуть-чуть шанс у нас будет. Самое смешное, что то же самое делает и Сони, которая приходит и говорит, что, вы что, если Майкрософт объединится с Activision Blizzard, мы же просто пойдем по миру. Мне что, пипит вами, на колени что ли встать, господин судья, блин, и вот. И начинается вот эта вот игра, кто больше прибедняется. Но прибедняется. Да, и это, на самом деле, со стороны, когда смотришь и не болеешь ни за тех, ни за других, очень смешно. Но, с другой стороны, есть и некоторые заявления, которые, благодаря вот этим вот документам, которые там среди регуляторов всплывают от бразильского регулятора, от британского и так далее, и тому подобное, есть несколько моментиков, которые, скажем так, довольно странные. Например, Майкрософт, когда разговаривал с британским регулятором, мы опубликовали заявление, в котором они, по сути, сказали следующее, что мы хотим попасть на мобилочки. И, собственно говоря, Кинг, это вот то подразделение Activision Blizzard, которое занималось как раз Candy Crush сагой, что у них там еще было, Call of Duty Mobile, да, вот эти все игры мобильные. Вот конкретно Кинг нам очень сильно поможет в этом деле. Потому что, к сожалению, компания Майкрософт очень плохо представлена на мобилах. Но благодаря купленным франшизам, благодаря там Call of Duty, благодаря всем прочим, мы можем, наконец-то, выкатить такую вещь, как Xbox Mobile Platform. То есть, типа, некий магазин, в котором они будут представлены, будут представлены их игры, да, какие они могут представить. И для того, чтобы конкурировать с Apple, для того, чтобы конкурировать с Google, как раз эти франшизы и нужны. Потому что вот так с нуля сделать классную мобильную игру, с рейнгпук, мы компания Майкрософт, мы не можем. Там немножко уже другое. Они же пытаются сказать, что мы вообще в целом пытаемся сделать свой альтернативный стор, и таким образом, по сути, вкатиться в тренд о том, что сейчас же принято пиздить палкой как бы, соответственно, Google и Apple, потому что они якобы тополисты, и они хотят на этом вот вкатиться и сказать, что вообще-то мы хотим свой стор сделать. Как они хотят сделать свой стор, как бы, при том, что ни Google, ни Apple все еще не пускают к себе на телефоны, они не сообщают, но подозреваю, подозреваю, что они хотят сделать некую платформу, которая будет работать, как у Netflix. Знаете, когда у вас есть подписка, у вас есть приложение, и если вы внутри приложения на Android, на Netflix нажимаете, типа, на какую-нибудь игру, то оно у вас берется и скачивается, типа, по сути, как АПК-шка. Внутри приложения, да. Да, она, по сути, через приложение вас редиректит там на Store, типа, вы скачиваете, то есть формально каталог внутри приложений Netflix. Но, на самом деле, скачиваете вы, типа, из Store, чуть ли не из Google Play. Это муфторит та история, которую на Vergeat как раз правильно заметили, что, знаете, какая компания будет очень рада, если Microsoft это сделает? Epic Games. Я напоминаю, что Fortnite, например, на iOS все еще не представлен, зато она есть как раз в стриминге, то есть ты можешь на iOS запустить, там, в Safari этот Xbox, как он, Cloud Gaming, и там поиграть в Fortnite. И Epic, я думаю, будут очень рады, если Microsoft выкатит какой-то свой или Store, или аналог Store на мобилочке. Они тут же запихнут туда Fortnite. Я просто в этом уверен. Ну, посмотрим. Но меня здесь больше другое удивляет среди всей этой истории с Sony Microsoft. Это, конечно, то, как народ начинает топить. Особенно у меня там есть несколько знакомых в Твиттере, например, которые начинают реально втапливать на тему того, что вот, смотрите, Sony своими аргументами берет и говорит о том, что, типа, Microsoft, если заберет колду, то, короче, это уже будет ей пиздец. А сама-то она выпускает эксклюзивы, и ты такой сидишь и говоришь, блин, ребята, вы сами не понимаете, как бы, о чем вы реально говорите. Вы буквально говорите о том, что, типа, есть франшиза, у которой, по сути, самое большое количество пользователей, самое большое количество денег приносит PlayStation. И потом другая компания говорит, а вы знаете, как бы, поскольку мы сами ничего такого сделать не можем, то мы ее просто выкупим себе. Может быть. Ну, скорее всего, этого не случится, конечно. Но, может быть. Мы сделаем ее эксклюзивной, там, типа, для своей какой-то платформы. И все такие, ну, вот что Sony там выебывается, у них же тоже God of War есть такой. Плять. Понимаете, как бы, если бы God of War выходил вообще везде, и, например, он, типа, на Microsoft, на Xbox приносил бы больше всего денег, а потом бы Sony пошла бы и выкупила God of War и сделал бы эксклюзивом PlayStation, вот это была бы схожая ситуация. А когда у вас ситуация в том, что, типа, как бы, у тебя реально буквально кэшка у, как бы, PlayStation, берут и выкупают, и делают эксклюзивом другой платформы, это, блин, мягко скажем, немножко разные вещи. Есть еще лучше пример во всех этих разборках. Tomb Raider, пожалуйста. Взяли, выкупили мультиплатформерную франшизу. Очень помогло, что Tomb Raider просил по популярности очень сильно после покупки вот этой вот. Это вторая часть Rise of Tomorrow. Вторая часть, да. Что сам Xbox ничего толком не заработал. И в данном случае надо еще понимать, что тон Microsoft на самом деле очень раздраженный, потому что я читал их стейтмент, который они дали британскому регулятору, а я напомню, что британский регулятор сейчас, во-первых, отправил сделку на дополнительное расследование, он ее автоматом затянул до следующей весны, а во-вторых, он реально задает достаточно такие, ну не то, что неудобные, а такие чисто британские вопросы. Вот я бы так это назвал. Например? Ну типа, мы, конечно, как бы слышали ваше заявление про то, что да, вы, естественно, оставите колду эксклюзивом, ну в смысле не сделаете колду эксклюзивом, но паттерн ваших предыдущих покупок говорит о том, что вы готовы понести краткосрочный убыток. И, ты знаешь, это удивительное дело, у регулятора, оказывается, нет памяти золотой рыбки. Потому что они подняли документы за все время в бизнес-практикум Microsoft и такие, а, ну понятно. Слушайте, там просто интересно другое, то, что Microsoft в ответ на это говорит о том, что, знаете, так выстраивает свои, так скажем, высказывания, что, мол, вы знаете, а вот как-то комиссия такое чувство, будто, типа, свое домашнее задание не сделала и не совсем верно представляет себе, как там, типа, игровой режим. Все работает, да. На месте этой комиссии я просто сразу же бы поставил наш штамп отказа на прям туржин документов. Нет, здесь это очень странное быкование, потому что Microsoft почему-то очень уверен, что в Британии их все прокатит. Только что та самая комиссия, с которой они бодаются, сказала Facebook, вы помните, вы покупали GIFI, вот теперь продавайте. Да. Вот, ну, короче, последняя вещь, которую хотели искать в контексте вообще всей этой темы. Дело в том, что, помните, мы как-то с вами, когда говорили вообще о сделке, соответственно, Microsoft с Activision Blizzard, и там была просто невъебенная сумма денег, которую они готовы, соответственно, заплатить за это, мы сидели и высчитывали примерную экономику вообще, как бы, геймпасса, экономику выручки Xbox, которая должна быть для того, чтобы, в принципе, можно было себе позволить все эти игры, как бы, соответственно, для геймпасса разрабатывать, чтобы содержать все эти студии, чтобы отбивать эти бабки, потраченные на эти студии, как бы, чтобы, соответственно, все эти игры покупать для геймпасса, да, чтобы они там были в течение, например, года, двух, там, трех лет и так далее. И мы тогда с вами сошлись о том, что на самом деле денег-то нужно, типа, там, миллиардов 20 долларов, типа, в год получать, да, для того, чтобы вообще все это сошлось. То есть, и вот выясняется от бразильского регулятора, что в 2021 рекордном году геймпасс заработал 2,9 миллиарда долларов. То есть, это даже близко не та сумма, которая должна быть для того, чтобы как раз отбивать все эти расходы, и чтобы экономика как раз-таки сходилась. Ты почему-то думаешь, что эта экономика должна сойтись у геймпасса? Мне кажется, геймпасс исключительно самый, хотел сказать, уебищный, господи, как это слово-то... Дима, Дима, Дима. Ты понимаешь, как слово-то, блин? Не уебищный, а... Ну, когда он не приносит прибыль, как это? А, убыточный. Убыточный. Нерентабельный, Дима. Вот что значит предвзятость по отношению к Майкрософту. Вместо слова убыточный, вспомним слово уебищный. Бля, это что же со мной такое, а? Короче, я просто все это хотел... Я просто... Ты не можешь делать убыточный сервис бесконечно. Ну да, но у Майкрософта есть триллиарды баксов. Ну, ты понимаешь, что для чего... Это же все делается с точки зрения бизнеса. Для чего? Особенно в момент рецессии. Мы говорили много раз о том, что денег нет. И вообще сейчас как бы надо бы немножко этот... Все резать. Урезать, чтобы как бы все выходило теперь на самоокупаемость. У тебя Netflix буквально сейчас отчитался впервые о том, что у них более-менее подскочило количество там подписчиков, что у них более-менее нормальная типа прибыль хоть какая-то появилась за последние несколько кварталов, когда они падали, я напомню тебе. И что, в общем-то, как бы у них там позитивная динамика хоть какая-то. И плюс это все еще на фоне того, что они врубают теперь тариф с рекламой, да? Для того, чтобы опять же находиться вот как раз в точке самоокупаемости и какой-то прибыли. Не в ноль выходить, а прямо чтобы деньги были, да? И Майкрософт не может себе позволить, как бы особенно сейчас, постоянно выходить в минус. Ну, в какой-то момент деньги-то закончатся, ну, просто, кстати, Наделла придет и скажет, что, бля, чуваки, Фил, какого хера? Ну, типа, ребят, затянулась история, мы не можем бабло за Windows, за Office, за Azure отдавать вам как бы постоянно на ваши вот эти игрища. Вы сказали в вашем плане в 2015 году, что за 10 лет вы сделаете нам просто ебануться, да? Ребят, прошло 8, и что-то как-то не ебануться до сих пор, как бы, да? Ну, я прям чувствую, что этот момент может произойти. Особенно сейчас, на фоне рецессии. Может быть, но тут как бы возникает вопрос, а если, например, сделка не прокатится Activision Blizzard, Microsoft сэкономит огромное количество бабла, а Xbox Game Pass не будет таким уж прям у... как... ну, еще раз как. Убычный. Убычный, убычный. Убычный. Тут еще... Activision Blizzard будет на рынке, знаешь, как такая девушка, от которой мужик сбежал буквально вот из-под венца, короче, да? Ты такая стоишь с букетом, да? Причем мужика, причем мужика увелись в судебные приставы, понимаешь? Да, мужика увелись в судебные приставы, и ты такая стоишь, гости все сидят такие, смотрят на тебя, знаешь, там буквально там оркестр уже готовится играть в свадебный марш, а ты такая стоишь, такая... Well, fuck! Ну, то есть, пожалуйста, вот тебе конкретный пример. А второй момент. Ну, то есть, если вдруг удастся, наоборот, да, то есть купить все это, и ты получишь в охапку своей франшизы, что ты не уберешь Call of Duty? Я думаю, не собираешься ты убирать Call of Duty, зато, знаешь, что сразу произойдет? Прямо вот моментально. Все части Call of Duty выйдут в геймпассе. Вот все старые, там, допустим, новая останется на PlayStation, да? А там... А вот все старые прям тут же в геймпассе появятся. Потому что это огромный драйвер роста для геймпасса. То есть, представь себе, ты такой, типа, дюд-бро, да, такой, пришел, купил S-очку-писочку, которая очень классная консоль, ну, и что, что тормозит? У меня старый телек, все нормально. И играешь в Modern Warfare 1, например. Как вариант. Тебе даже покупать не надо, вон у тебя геймпасс уже, все. Как классно. Ну, это отчасти хорошая история, но просто я тебе, опять же, говорю, что Call of Duty, почему на нее так мало всегда бывает скидок и так редко, потому что ее... Она хорошо по фулл прайсу. Очень хорошо продается. Да, а Microsoft, знаешь, как это аргументируют как раз вот в разборках с британским регулятором? Знаешь, как они говорят? Так. Они буквально заявляют о том, что компания Sony запрещает Activision Blizzard оттавать Call of Duty в геймпасс, потому что боится, что народ перебежит на Xbox, будут там играть в Call of Duty, а не на PlayStation. Мне вот интересно, вот по этой логике, а компания Sony не срет ли в кашу этим самым разработчикам Xbox, которые там игры делают, не знаю, Halo Infinite того же, чтобы они выпускали говеные игры? Какая-то очень странная логика, нет? Ну, то есть... Напоминаю тебе, что игра под названием Destiny, которая теперь литерали принадлежит компании Sony, все еще выходит на Xbox, и отлично там продается, и все у них отлично и хорошо, никто никому ничего не запрещает. Мне вообще кажется, что обе стороны в этом плане очень сильно преувеличивают. Sony говорит о том, что типа вот Call of Duty тут же пропадет, и только на Xbox будет, мне кажется, это полная ерунда. Ты не сможешь купить там условный Call of Duty или заработать в нем столько же денег, сколько ты хочешь, а с учетом покупки ты, наверное, хочешь продать его еще больше, да? На одной только консоли. Ты не сможешь этого сделать. Вот если у тебя Call of Duty выйдет на Switch'е, на PlayStation'е и на Xbox'е, тогда, да, тогда у тебя все будет круто. Ну, то есть, как бы, логика немножко другая, но при этом они оба регулятору просто врут в лицо. Регулятор не такой уж тупой дурак. Они реально понимают, к чему все это может привести. И вот этот передел рынка, это, мне кажется, самая интересная история, которая происходила вот именно с игровой индустрией, да? Потому что черт его знает, до весны там 2023-го смогут ли они договориться с регулятором? Не смогут и так далее. Но все эти... Пацаны, у нас галя отмена срочно. Тут нам Женя Делюкин пишет о том, что после сделки Destiny тут же вылетела из геймпасса, а Destiny там была в пассе года два со всеми DLC. Так она бесплатная. Без DLC. А была с DLC. А, то есть, по сути, в геймпассе были DLC-шки? Да, да. Проклятая компания. Знаете, Sony хуйсосит сегодня. Давайте хуйсосит Sony, короче. У нас сегодня будет еще шанс похуйсосит Sony. Давайте немножко свернем из этой истории. Давайте подождем, когда что-то вообще произойдет все-таки нормально, адекватно. А пока давайте немножко вернемся к впечатлениям. Интересно. Да, слушайте, у меня неожиданные впечатления. Я тут из-за всех случившихся событий. В основном, потому что я очень много сижу в очередях в больницах. Реалии такие. Значит, я начал читать мангу, потому что мангу отлично читается iPad, мангу отлично читается с телефона, она очень хорошо читается в целом. Ее всегда можно закрыть, свернуть там и так далее и сочевать себе спокойно в коридорах. Я хочу вам посоветовать две манги с идиотскими названиями, при этом совершенно прекраснейшим сюжетом и вообще очень-очень крутые сами по себе произведение. Первая называется «Я сейчас не стебусь, я над вами не издеваюсь, это не пранк, это не пранк, важно». Она называется «Мастер с дрочкой Куросава». У меня вопрос, он там правда дрочит? Да. Но это манга без порно, это манга без каких-то даже, там эти даже нет, такой легкой эротики. Это чисто психологическая история про то, как персонаж растет. и нет, не в том смысле, вот это. Часть персонажа растет, так я скажу. Нет, смотрите, «Мастер с дрочки Куросава» любопытна тем, что, во-первых, это непрофессионально нарисованная манга, то есть манга бывает как, манга бывает студийная, да, которую, собственно, делают студии, вот, а есть манга, которую рисуют независимые инди-манга, она называется Дадзинси, и делают непрофессиональные художники, непрофессиональные писатели, но очень многие профессионалы выходят из Дадзинси, и это Дадзинси, это такая инди-манга, поэтому у нее очень грубый рисунок, своеобразный, весьма, хотя он не вызывает отторжения, и она рассказывает про человека, который, ну, про подростка, 15-летнего, там, растет по мере непосредственно произведения, который делает очень глупые вещи, потом, что называется, за эти вещи несет полную ответственность добровольно, и морально растет, она очень здорово написана, она очень здорово показывает в целом психологический рост, и как-то очень многие вещи отражает корректно, без иллюзий, очень реалистично, при этом избегая жести, там нет вот этих вот каких-то вещей, связанных с гипернасилием, там, с какими-то незнасилований, еще с чем-то, есть, например, манга называется Цветок зла, или Цветки зла, я ее читал, и вот она как раз с жесткотекой очень большой, там, примерно схожие темы, в Куросаве такого нет, Куросава немного комедийная даже манга в этом плане, при всем при этом, вот, ты дочитываешь, ты понимаешь, что ты прочитал неожиданно крутое произведение, и если проводить аналогии, это такой вольный пересказ через призму японского восприятия пустя во ржи, вот, для того, что там, у меня встал вопрос, Максим, а, встал, да, окей, хорошо, давай, неужели манга с названием Мастер в вздрочке является психологической драмой, да, да, именно что, это самое удивительное, более того, там манга очень интересно растет, потому что растут сами авторы, первая половина манги, кстати, почему я советую прочитать, она очень короткая, там всего 30 глав, то есть, это буквально на 2-3 часа чти его, ну, как, я не знаю, хороший рассказ прочитать, примерно столько же времени у вас займет, она короткая, но первая половина манги, она намеренно пародирует всякие другие популярные произведения, она написана была очень давно, в 6-7 или в 8-м году, то есть, там еще кнопочные телефоны, все друг другу имейлы отправляют, вот, и она пародирует в первой половине, знаешь что, «Тетрадь смерти», в плане, в плане там, рисунка, в плане дизайнов, вплоть до того, что у нее кличка в интернете, чтобы не называть ее постоянно мастер-зрочки, знаешь, какая? «Фапноут». А во второй половине, нет, а во второй половине она реально превращается в очень крутую психологическую историю, это, если сравнивать с тем, что мы советовали в подкасте, это очень напоминает на Зоке Ана, игра, вот, это тоже произведение, которое неожиданно глубокое, несмотря на тему, несмотря на все, советую. Второе, тот же художник, не автор, а именно художник, рисовал, до, причем, мастера-зрочки, это манга, которая называется по-русски по-разному, по-английски она называется «Молестермен», «Преследователь». Типа насильник? Нет, нет, именно такой преследователь, сталкер, то есть, ну, тот, кто за девушками такой ходит, следит. И это тоже манга, где название абсолютно не отражает суть, это очень классная любовная история, нарисованная автором по мотивам темы на японском дваче, то есть, чувак на японском дваче, у него был очень интересный роман с одной девушкой, и он делился, собственно, этим на дваче, постах. И, собственно, манга экранизирует этот тред на дваче, там очень много букв, она больше про буквы, чем про рисунок, но тоже она очень классная, интересная, и такая же короткая, вы можете прочитать ее буквально за вечер. И это вот такие два ваншота, которые я думал, ну, может, я какую-то Америку для себя открыл, а потом я бы зашел на Reddit, это такой скрытый алмаз, про который все знают, вот так можно назвать. То есть, что мастер с дрочки, что преследователь, это реально высоко котируемая манга, которая очень часто людей отпугивает своими названиями, но она реально очень-очень-очень классная, и вот даже если вы не любите читать мангу, обе манги хороши тем, что они не зацикливаются на чисто японских заморочках, там нет анимешности, они очень приземленные, они очень, они больше на книжки похожи, по большому счету, на рассказы, поэтому, собственно, я вам их советую. Ну и последнее, что по аниме, по аниме я посмотрел сериал, он называется Ликорис Рикойл, это сериал, от которого сейчас совершенно балдеет Кодзима, он просто тащится от Ликориса. Это уже аниме, да, получается? Да, это аниме, да. Ликорис Рикойл это оригинальная история, которую делали создатели Кагуэ, A1 Pictures, про спецслужбу девочек, которые специально тренированные киллеры охраняют, короче, Токио от терроризма. Помните Черную вдову про маленьких девочек, которые дают балет танцевать и мужчин убивать? Нет, там этого вообще нет, там все гораздо проще. Я-то как раз тоже посмотрел, и да, там это как раз есть, потому что девочек буквально отбирают маленьких сироток, отправляют жить в специальный центр, в специальном центре Телени Луид, и только когда им становятся более-менее нормальные лет, типа лет 16, их выпускают в открытый мир, как бы более-менее как-то сосуществовать со всеми остальными, и то редко кого. В основном, как бы их выпускают только на задание, а потом обратно вернутся. Короче, история в том, что Ликорис Рикойл это это очень интересное аниме, потому что, с одной стороны, оно безумно милое, оно реально безумно милое, оно безумно смешное, там вот очень много комедии, при этом там просто ябонистически крутой экшен. Да, это нарисовано местами, да. Оно нарисовано просто великолепно, и сама постановка экшн-сцен, это такая Джана Вик, вот, если говорить. Или, или, знаете, мне понравилось, как это назвал, по-моему, Гигук, очень известный, ютубер про аниме, он сказал, как это, Кейон Ривз, то есть, потому что рисовка, как в Кейоне, такие милые девочки, которые тортики кушают, но при этом на экране творится ебаный распиздос, очень динамичная. там девочки, девочки стреляют из пулеметов, например. Да, да, очень динамичная. Иногда нерезиновыми пулями. Очень динамичная, очень красиво нарисованная, очень классная. Сюжет, самое главное, вот, мне что понравилось в сюжете, он не перегружен, он достаточно прямолинейен, чтобы можно было за ним следить. При этом, сериал, чем хорош, и про это, кстати, говорил его режиссер, что типа изначально в нем было очень много жести, мрачнухи, они специально его смягчили, чтобы создать вот этот неожиданный эффект. Что вроде ты смотришь такую какую-то, ну, достаточно мрачную, на самом деле, историю, но она тебя не грузит. И тебя в первую очередь привлекает экшен, персонажи, и в целом такая, ну, более-менее радостная, как ни странно, атмосфера. И поэтому Ликорис, я очень советую вам особенно в это время глянуть, потому что это очень хорошее отвлечение мозгов. Вот реально, в этот сериал можно зарыться, как некий эскапизм. Вот, и он хорошо сделан, хорошо нарисован, и это вот такой вот неожиданный хит, который вылезает раз в сезон. Да, никто от анимы ничего не ждет, а потом Хоба и Кодзима на обложке. Причем с Кодзимой очень смешно. Знаете, как он это аниме нашел? Оно называется Ликорис Рикойл, а он искал на стриминге Лайкрос Пицца, и у него была опечатка, Как можно было так ошибиться? Вот, и у него вылез Ликорис, он такой, ну, интересно, нажал, ну, и досмотрел весь сериал. Слушайте, я нашел его, просто когда смотрел, что вышло нового на одном там сервисе, вот, и, короче, такой, о, прикольно, неплохо. Я беру, как делаю, я смотрю все новое аниме, которое, ну, не выглядит прям, как совсем ебаная параша, вот, ну, то есть, типа, знаете, условно, если по, хотя бы описанию и по обложке, хотя бы шестерку можно дать, да, я даю шанс, смотрю первую серию, короче, и у Ликорис Рикойл оказалась внезапно хорошая первая серия, и я вот его добавил к себе и начал смотреть. Я правильно понимаю, что это Ангойнка там еще вышел такой? Нет, он полностью вышел месяц назад, да, его можно спокойно посмотреть, я его целиком гляну, отлично зашел. Слушайте, короче, я тоже советую, Ликорис Рикойл, он мне тоже понравился, и как бы прям присоединяюсь абсолютно к Максу, вот, мы потихонечку двигаемся к следующей истории, дело в том, что тут компания Apple совершенно без объявления войны, но очень неожидаемо, потому что все про это говорили, считалось, что этот анонс они сделают прямо вместе с iPhone 14, но они решили разнести эти два анонса, они, как все и ожидали, анонсировали новые iPad, то есть, соответственно, iPad обычный, iPad Pro, соответственно, iPad обычный обновили, теперь он визуально по дизайну похож очень сильно на iPad Air, iPad Mini и iPad Pro, то есть, теперь у него такие вот плоские грани, плоский экран, сделали его цветастым, веселеньким, это первый iPad, у которого камеру сместили, соответственно, с вертикальной части на горизонтальную, потому что Apple наконец-то догадалась, что большую часть времени Apple, ну, iPad, особенно с камерами, все-таки, как бы в горизонтальном виде используют, вот, и поэтому камеру лучше туда поместить, но, есть нюанс, первый, туда сделали процессор, не самый новый, не A15, а A14, я вообще думал, что они на M2 там уже все фигарит, нет? нет, 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 у них все бионики вовсю, вот, во-первых, бионики, во-вторых, они туда добавили поддержку Apple Pencil только первого, через переходник, Apple Pencil 2 нет, не сделали, короче, и тут такой, естественно, резонный вопрос, почему? вопрос, что за переходник? короче, какой-то всратый непонятный переходник, я так и не понял, какой, я его нигде не видел, но пишут все про него, в чем прикол, знаешь, почему сделали такой, а не со вторым? потому что там дешевый дисплей, который с воздушной прослойкой, то есть не вот этот сэндвичный дисплей, который когда у тебя, ну, под стеклом не видно вообще ничего, а вот этот дешманский типа дисплей, с воздушной прослойкой. это выглядит как просто такой типа iPad, знаешь, типа промежуточный, то есть... нет, он не промежуточный, это самый стартовый iPad. Знаешь, почему все это так сделано? Потому что этот iPad является самым дешевым iPad'ом и самым массовым iPad'ом вообще. Его покупают в первую очередь Учителя, студенты, школьники Всякие госрабочие И прочее по госзакупкам Часто по госзакупкам приходится Делать скидоны А еще этот iPad постоянно участвует В back to school, в акциях Когда к ним приходится в нагрузку давать Какие-то наушники или еще что-нибудь Или скидон там типа на 50 долларов Или на 100 долларов или еще что-нибудь Поэтому их задача была сделать так Чтобы этот iPad был максимально дешевым И они поэтому порезали все Что только было можно Дисплей попроще, процессор попроще Поддержку Apple Pencil попроще Все-все-все-все Мне нравятся вот эти истории Когда знаешь Инженеры Samsung кладут iPhone и обводят его Один держит, другой обводит И воруют все фишки у Samsung И это было бы смешно Если бы это не было правдой Потому что Samsung именно так и делает Но Apple в последние несколько лет Начала перенимать вот эти бизнес-практики китайцев Когда внезапно выясняется Что ага, нам нужен не только дорогой iPad Но еще и дешевый А еще нам нужен промежуточный какой-нибудь средний А еще нужен самый дорогой и так далее Я не удивлюсь Если скоро, знаешь, в линейке там iPhone'ов или iPad'ов Или даже MacBook'ов Будет огромное количество устройств Как у какого-нибудь китайского бренда Вот просто один в один Слушай, ну ты знаешь Я тебе могу сказать, что Самый смешной твит по этому поводу Который я видел вчера в своей ленте Был о том, что если в компании В твоей У тебя в виде аксессуаров существуют Клавиатуры для четырех разных видов iPad'ов И все они называются типа iPad 10,9 generation такой-то, короче Год такой-то А вот для другого iPad'а предыдущего Другая клавиатура А вот для этого iPad'а такая клавиатура И в итоге у тебя клавиатура штук 10 Разных в продаже прямо сейчас Ну ты явно свернул куда-то не туда Что-то не так Я согласен, я абсолютно согласен Я могу сказать, что я когда подбирал маме Когда покупал ей iPad'а А у нее как раз предыдущее поколение Вот этого самого простого iPad'а Девятого поколения Я уже тогда охуел Я просто сел такой Так, подождите-ка Че там Air? Такой Air Такой Pro Такой iPad А такой iPad И такой iPad И мини такой А мини есть еще такой А есть еще такой, короче И я такой, блядь Ну то есть просто реально Очень стрёмно Когда в твоей линейке Такое огромное количество Вот этих вот всех iPad'ов И мне кажется, что это не очень круто Но про что еще хотел сказать Что iPad Pro Один в один И просто идентичный Тому, который был в предыдущем Соответственно году M1 заменили на M2 Напоминаю вам, что M2 процентов на 20-30 Помощнее, чем M1 То есть Ну разница будет не очень большая Но это все еще процессор Который просто некуда делать в iPad'е Потому что у тебя практически Вообще нет приложений Которые готовы утилизировать Настолько жирную мощность По этому поводу У меня есть замечание Вообще Есть дичайшее замечание Как ты помнишь У меня iPad Pro По-моему 2018 Третьего поколения Да, это третье поколение было Или какое? По-моему, да Короче, у тебя iPad Pro 2018 По-моему, там стоит A13 А может и A14 Я не помню У тебя, короче, очень жирный проц там стоит Да, жирный проц Я смотрел одного ютубера Который занимается эмуляцией Ну то есть Он постоянно там покупает какие-нибудь Знаешь, там маленькие Raspberry Pi На нее накатывает Linux Туда накатывают какие-нибудь Эмуляторы там Nessus Nessus Там GameCube И так далее Покупает маленькие компьютеры Покупает там планшеты Телефоны и так далее У него прям Вот поток роликов именно такой Я его смотрю время от времени Мне просто интересно На чем еще можно Ну Эмулировать что-то И он запустил ролик Где он купил вот этот iPad Pro На M.2 И говорит, что С точки зрения эмуляции Это просто Просто божественная хрень Потому что можно эмулировать Вообще все, что угодно И для того, чтобы это сделать Я ставлю Alt Store Вот он ставит Alt Store На свой iPad Запускает там эмулятор V Эмулятор GameCube Эмулятор PSP Этот PPSPP Да, как он там называется Короче, все это ставят И это просто летает У него там Везде там 60 FPS Плюс Там и так далее Все круто Я смотрю эту тройку Думаю Мне же Тимурт 500 раз говорил Что в моем iPad Охранительный мощный проц Может быть и мне построить И я впервые в жизни Поставил Alt Store На iPad Я запустил те же самые эмуляторы Которые этот чувак запускал На вот этом новом iPad Братан, разница Просто небо и земля На моем iPad Эти эмуляторы Выдают 10 FPS 15 5 Понимаешь? Господи Сейчас, подожди Я прямо посмотрю iPad Pro 2018 На этом iPad Вот который новый Вообще все нахрен летает Вот тебе 12X А 12 даже, понимаешь? То есть это очень старый прос Поэтому Я тебе могу сказать Что, например, вот на моем iPad Pro Который 2020 Да Он чуть-чуть Чуть более обновленный Короче У меня стоит Сейчас тебе скажу Какой Блять Куда Куда смотреть Короче Какать Но у меня написано 10 Core GPU Performance Core Короче, братан Я просто тебе говорю Что, во-первых Альтстор того не стоит Потому что Он только Три приложения максимум Может накатить Включая сам Альтстор Вот Поэтому Я быстро его снес Мне кажется Это бессмысленно Абсолютно ерунда Вот когда Apple разрешит Ставить себе Там, типа Сайдлоудинг Я тогда, может быть Поэкспериментировал С этим iPad Еще там какие-нибудь эмуляторы Поставлю Но Вот конкретно С новым iPad Я посмотрел этот ролик Я прям просто охуел Я думаю Нихера что тебе разница Хотя мне казалось Что мой iPad Вообще никогда не тормозит Ну то есть Мне казалось Что это упроц Реально сглаза Ты буквально Хочешь запустить На iPad Какие-то корявые Непонятные штуки Хотя на самом деле Тебе нужно просто На iPad запустить Нативные игры Условно Какой-нибудь Геншин импак И посмотреть Как он у тебя будет идти Я понимаю Братан Я на этом iPad Проходил Diablo Immortal Практически весь Что ты мне рассказываешь И он идет там Замечательно И прекрасно Но тут же Вопрос Чисто зазырить Ну то есть Как бы вот Я понимаю Что это довольно Специфичный Юзкейс Но вот за что Купил За то и продаю Ну ладно В любом случае Айпэдами Показали же еще Не только айпэды Показали же еще Apple TV И с Apple TV Пару моментов Во-первых Они убрали Apple TV HD Я кстати Если честно Я был в шоке Когда тут В Казахстане Зашел короче В магаз И короче Увидел Что стоит Ну нормально Обычный Apple TV Это такая коробочка Да черная Короче И написано Apple TV HD Я такой Что? И такой Захожу в интернет Смотрю Реально Был Apple TV Сделанный в корпусе Новый Apple TV С новым пультом Полностью Но он типа Работает только В 1080p Да Я такой Что? Apple TV серия SS А второй момент Это то что Они сделали Две ревизии Apple TV И теперь у одной Нет Ethernet А у другой Есть Ethernet И есть нюанс Да Я просто к тому Что Если вы вдруг думали Что наличие Ethernet Это вот типа Это все То это не так Дело в том что У одного Типа Одно количество памяти По-моему 32 гигабря А у второго 64 гигабайта И у второго У которого есть Ethernet Есть поддержка По протоколу Thread Которые Используются Thread Как типа Нитка Которые используются Для управления Умным домом А у другого Нету Так что да Читайте Fineprint Что называется Да Поэтому если вы Вдруг используете Какое-то там Какие-то устройства Умного дома Которые используют Протокол Thread Как бы То вам нужно Обязательно покупать Apple TV Ну если вы планируете Apple TV Использовать как Хаб для вот этого Умного дома Типа чтобы с помощью Пульта там Говорить типа Сиди включи лампочку И так далее И так далее Короче То имейте ввиду Что один Купайтесь Лампорт Короче Да И прикол в том Что они запихнули В Apple TV А15 В iPad Не запихнули А в Apple TV Запихнули Вот И смысл в том Что ну многие спрашивают Зачем Чего Почему Дело в том Что практически Все современные Игры с Apple Arcade И как бы Вообще в целом Много довольно Игр Которые выходят На iOS Они портируются Довольно таки Нативно Особенно если Они поддерживают Геймпады на Айфоне На iPad И так далее То они практически В том же виде Портируются На Apple TV И там буквально Там прямо Требуют от тебя Просто говорят Чувак подсоедини геймпад Без геймпада Игра не пойдет Ну то есть Она запустится И тебе скажут Подсоедини геймпад Все Короче То есть По сути Это как маленькая Такая игровая консоль И в 1080p Ну окей Там типа С апскейлингом И так далее Типа Большая часть игр Даже на текущих Apple TV Идет довольно неплохо Я только несколько Игры строчек Которые прям Всратенько Плохо были оптимизированы И плохо шли В основном Они идут Более или менее нормально Потому что Про тот же самый Phantasyon Я по большей части Играл Как раз таки На Apple TV И это было Довольно удобно С геймпадом От PlayStation Поэтому Короче Ну не скидывайте Со счетов Соответственно Apple TV Последняя штука Про поводу Apple Что хотелось еще сказать Дело в том Что Тут выпустили Обновленные Исследования По поводу того Как в этом году Вообще идут дела У рынка ПК Причем у ноутбуков И соответственно У обычных Стационарных ПК И выяснилось Что если Не смотреть По всяким сборкам Точнее Не смотреть По сути По компонентам А именно По готовым Коробочным ПК Которые народ покупает То выяснилось Что вообще-то В целом На рынке Дела идут Не очень Потому что Если посмотреть Год от года То выяснилось Что Падает Практически На 15% Вообще В целом Рынок То есть Меньше Количество ПК Которое было Куплено Оно на 15% Меньше Чем год назад Мне кажется В этом Связана Исключительно Пандемия Потому что В 20-м году На фоне того Что все сидели По домам Люди Покупали себе Компьютеры Ноутбуки Планшеты И так далее Потому что Этого не было А тут Незапно Два года спустя Уже можно И в офис вернуться И в общем-то Тебе особо Комп-то и не нужен Исключительно С этим Второй момент Он связан Исключительно С дефицитом чипов Если ты помнишь Была история Того Что можно было Видеокарту Купить Не знаю За 2000 долларов 3000 долларов Офигенно Большие деньги А сейчас Майнинг Внезапно Стал невыгоден И что-то Как-то цены Резко пошли вниз И уже можно Спокойно Себе купить Какую-нибудь 30-70 За в принципе Вполне меняемые Деньги Я думаю Что-то как-то Связано с этим Еще Ну вдобавок То что Производители Внезапно Поняли Что те деньги Которые они Захапали За предыдущие Два года Как бы Все Это закончилось Лафа Теперь придется Подзатянуть пояса Вот и все Ну это правда И на самом деле Ситуация Как бы Действительно Как бы Не в пользу Производителей Пока Как бы Потихонечку Я думаю Что вся эта история Будет примерно Держаться на одном И том же уровне Если очередная Пандемия Не долбанет Но здесь Что интересно Отметить Дело в том Что очень хорошо Дела Вообще В принципе В плюсе Только у одного Производителя Это компания Apple Да Причем У них Рост составил 40% То есть В среднем По рынку Падение 15% В среднем А у Apple Рост 40% То есть У них Настолько Хорошо Идут дела А в этом Виноваты Как раз Обновленные Процессоры На MacBook Да Потому что Внезапно Все поняли Что M1 M1 Pro M1 Max И соответственно Еще и новый Вот этот Студио Короче Они И плюс Еще новый iMac Тоже Они все На самом деле Оказались Очень крутыми Компьютерами Ну и в первую очередь World of Mouse Я тебе могу сказать Что куча народу Которые ждали Того Чтобы обновиться Огромное количество Народа обновилось Включая тебя Да Включая меня Да У меня есть моя подруга Которая сидела С MacBook Air 2012 года С суперраскачанным Там чуть ли Представляешь В 2012 году 1 терабайт SSD Класс Ты представляешь Как он стоил В 2012 году Да Вот То есть Типа у него был Суперраскачан 32 гига оперативки У него А нет 16 гигов оперативки У него было Типа Ну то есть Для того времени Это охренеть Как много Вот И короче Вот она обновилась У меня все просто Все мои знакомые Сейчас все Обновляются Соответственно На M1 Там М2 И вот это все Короче У Apple Идут дела Хорошо Настолько Что на 40% Рост И чтобы вы понимали Какой теперь отрыв Дело в том Что раньше у Apple Было условно На рынке Там Плюс-минус Типа Доля 7% В поставку И ближайшие Ну там Сколько 8,2% У него было Ближайший к ней Конкурент был Asus У которого было 6,9% Теперь Apple В два раза Перегоняет Asus Потому что Asus 7,5% А у Apple 13,5% А теперь Ближайший Конкурент По сути Кпу Это Dell У которых 16% То есть Между ними Разрыв Всего в миллион Поставленных Компьютеров Точнее Да Миллион Миллион Поставленных Компьютеров А нет Подождите Сейчас Ты куда смотришь Салживаться Funits Да Короче Сколько Он не получается Первую колонку Ты смотришь Shipments Да Я смотрю 10 Почти 2 миллиона Почему 11,9% И там 10 Ну да Получается Почти 2 миллиона Разрыв Но все равно Это не очень Большой разрыв На самом деле С Dell Который является Одним из самых Крупных Поставщиков Вообще Типа Ну на рынке Я считаю Что это очень Крутой результат Короче Молодцы Apple Процессоры Вышли хорошие Вот так Слушайте Артем Занес нам 901 рубль Привет из Финляндии Спасибо парни Что продолжаете Своё дело Спасибо тебе Спасибо Алекс Довыгора Занес нам 3600 рублей Донат вам Из прошлого Тут обсуждают Silent Hill Спасибо Спасибо Субтитры И быстрее Субтитры 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 И в общем-то Довольно Прикольно Может нам Субтитры чувак, который снял Джуно, и я такой, блядь, сейчас точно комедии не будет. Это драма, да? Это драма и очень крутая драма. Причем она очень своевременная, настолько своевременная, что по сути в 2014 году режиссер считал, предвидел все то, что станет максимально болезненным опытом для людей сейчас. Вот в этом, вот в нашем мире текущем. В плане отношений среди взрослых и подростков или что? В плане отношений между людьми друг с другом на основе того, как на них в реальности влияет цифровой мир, который наступает на них вот прямо сейчас. Потому что там огромное количество, вплоть до того, что очень интересная режиссерская задумка о том, как постоянно вокруг людей возникают интерфейсы мессенджеров, интерфейсы социальных сетей, игры и так далее, которые визуально показаны. И, например, там есть совершенно чудовищно пугающий момент, когда люди идут, например, по торговому центру и вокруг них в этот момент появляются все интерфейсы, что кто делает. Ну там, кто-то в мессенджере, кто-то в социальной сети, кто-то в игру играет и прочее. И как бы мы смотрим такие, блин, типа, если вот это все нарисовать, то выглядит действительно немножко пугающе, потому что каждый в каком-то своем собственном мире. А потом ты понимаешь, что, блин, ведь реально все так и есть. Ты приходишь в любой там торговый центр, в любое место скопления людей, и все идут в телефон и зырят, понимаешь? И у каждого там свой мир. И если просто все это визуализировать, то действительно выглядит, ну, типа, не очень красиво. И плюс там есть постоянно вот эти моменты, типа, с недопониманиями людей, с извечной проблемой, что кто-то хочет одного, кто-то другого. И там поднимаются очень интересные проблемы подростков, очень интересные проблемы взрослых людей, взаимодействия между подростками и людьми взрослыми. И те вещи, которые, как бы, являются настолько болезненно повседневными в наших жизнях сейчас или были таковыми, например, там, еще 15 лет назад, да, вот они, многие, как бы, вот, они настолько, как бы, ужасные, что ты даже иногда узнаешь себя в некоторых из этих вещах. Или ты видел, что ты, вот, ты сталкивался с этим, что твои знакомые, друзья, ты читал про это, да, например. И они как-то настолько интересно показаны, и с, ну, не то, что с хорошим каким-то хэппи-эндом, но показаны, что выход все равно есть. И он, конечно, не то, что очевидный, типа, бросьте телефон, все, и пиздец, как бы, а именно с каким-то таким подтекстом, что действительно можно найти выход из любой из этих ситуаций, если, как бы, правильно, там, или поступить до этого, или после этого, или, как бы, вообще как-то, ну, там, попытаться все это разрулить. И, как бы, опять же, как бы, говорю, что количество злободневных вещей, прямо сильно злободневных, включая американские текущие, там, какие-то реалии, которые были предвидены в этом фильме, они, прям, очень крутые. То есть, чувак реально визионер просто. И сам фильм классный, очень крутые актеры, интересный сюжет, хорошая драма, я максимально советую, прям, очень крутой фильм. Мужчины, женщины и дети. Вот. Слушайте, еще одна штука, про которую хотелось быстренько рассказать, как бы, прям, прям, пыщ, вот так вот. Дело в том, что мы говорили, то, что Sony же представила новый супер-про-контроллер DualSense Edge, и мы про него рассказывали в предыдущих версиях подкаста, что, ну, там, типа, стики, все кастомизируется, переназначается, вот это все. Мы думали, гадали, сколько он будет стоить, и когда его покажут, ну, когда его выпустят, и выяснилось, что выпустят его аж 26 января 2023 года, то есть, почти спустя полгода после его анонса. Вот. И, соответственно, а стоить он будет аж 200 баксов. Все наши прогнозы по поводу 150 баксов, они проебались. Самое смешное, что контроллер Xbox, который вот Elite 2, он как раз и стоит 150 баксов, поэтому разница в полтинник, это оплата за бренд, на мой взгляд. Нет, они сделали интересную функцию, например, у него будет чехол специальный, и ты можешь заряжать геймпад через чехол. Знаешь, что ты еще можешь заряжать через чехол, только через чехол, Тимур? Ты знаешь эту историю, да? Нет, я тебе могу сказать, что, Дим, тут другая фишка, действительно прикольная, за которую я бы переплатил лично. Это то, что там сменные модули стиков. И тот факт, что ты можешь стики поменять. И я уверен, я уверен, что очень быстро кто-то это заколхозит. Особенно там в одной стране восходящего солнца. Я уверен, что в Elite 3 будет тоже сменные стики. Да, они там будут просто отваливаться, как это у Elite 2.1 сделано. Совершенно невозможно сейчас сделать... Можно, я договорю, да, что хер с ним, что стики можно будет менять в случае дрифта. Я почти уверен, что кто-то сделает модуль на датчиках холла. Вот это будет очень клево. Потому что сейчас абсолютно во всех геймпадах за любые бабки стоят странные потенциумы. Вы так дрочите на датчике холла, а потом выяснится, что они работают еще как-нибудь через жопу как-нибудь. Ну, у меня, у меня... Не-не-не, стой, 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 стой. Я, блядь, это как? Бусловно, удобный аргумент. Это у меня есть. Хуйня на датчиках холла. Ну и что это? Она уже работает очень-очень. Выглядит как палка-копалка для Atari 2600. Да, да, потому что это джойси для PluckTiO и Майкрософтового симулятора. Ты уверен, что это не какой-то для анальных утех штука? Сейчас тебе Макс расскажет. Прикол в том, что они реально очень хорошо работают, и я просто почему этот джойстик вытаскиваю, потому что он очень часто лежит, собирает пыль, и за ним никто особо сильно не смотрит. Он прекрасно работает и не дрифтит. То есть там нечему. Макс, что бы ты ни говорил, у тебя есть цена на рынке. 150 баксов. Тут Sony выкатывает за 200. Почему? Ну, потому что они жадные. Вот и все. Вся история. Думаю, так жадные-то. Скаф стоит 260. Они еще более жадные. Это, знаешь, как в анекдоте. Это когда бабульки на рынке торгуют семечками, а у одной семечки стоят там, типа, 10 долларов, а у другой там сто. Почему? Ну, потому что вторая просто больше деньги любит. Вот и все. Вся история. Да. Слушайте, короче, сейчас Макс еще одну штуку нам хотел рассказать. А я хотел маленький такой ретракшн сделать. Дело в том, что нас поправляли в чате, а я забыл про это сказать. На самом деле Apple TV 2, которых, соответственно, один без Ethernet, а второй с Ethernet, они память увеличили. Там теперь 64 и 128 гигабайт, а не 32 и 64. И самое главное, добавили HDR 10+. Но в новый Apple TV мы про это тоже забыли сказать. Вот. Да, слушайте, если уж мы говорим про девайсы Sony, я тут продал на прошлую неделю объектив, который у меня лежал мертвым грузом почти год. Я его толком не надевал, толком не пользовался. Тут у меня его по очень хорошей цене предложили купить. И я поступил как абсолютно неразумный человек. Мне гордиться нечему. Я купил на вырученные деньги соневский Inzone H9 гарнитуру, которую я очень давно хотел себе взять. Очень давно? Ее же анонсировали пару месяцев назад, нет? Какие пару месяцев? Она в начале года была пока. Ну, не в начале года, но несколько месяцев назад ее показывали. Она уж есть пару месяцев как продается. Короче, в России ее вполне реально купить. Без особых проблем. Это просто делается не через ритейлеров, а через маркетплейсы. Цена была нормальной. То есть это стоимость ее в евро плюс по факту стоимость доставки. На доставке и перекупах я бы примерно столько же оставил, сколько была наценка. И у меня пока вот таких больших впечатлений я их оставлю на потом. Может быть, я даже видео про это сделаю. Но пока впечатления у меня очень позитивные. Во-первых, мне очень нравится то, как они на голове сидят. Они сидят очень удобно, они не давят. Я сидел в них вчера почти 7-8 часов. И вообще в принципе не было никакого дискомфорта. Второй момент. Эти сволочи очень долго работают. Вот у Тимура сейчас Соньки XM4 на голове. Они работают 30 часов. Эти наушники работают с шумодавом часов 15. А как тебе сам шумодав? Слушай, ну эти с шумодавом тоже на самом деле работают поменьше, во-первых. А во-вторых, Макс, ты не забывай, что как только ты включишь микрофон для того, чтобы общаться в пати-чате, они у тебя начнут жить еще меньше. Да, я не спорю, но все равно это очень много учитывая. А сам шумодав, как тебе? Хорошо. Он, смотри, он именно игровой. Мне понравилось, что он игровой. То есть вот если мы говорим про Соньки, именно такие вот Соньки, как у Тимура, там именно глухой шумодав. Там может шумодав так настроить, что просто ничего не будет слышно. Вообще глух, как в танке. Здесь он заглушает абсолютно все, что отвлекает тебя от игр, но при этом если тебя, например, зовет жена, ты это слышишь. То есть он заглушает звуки кувиатуры, геймпады, прекрасно гасят звуки вентилятора. То есть ты хочешь сказать, что какие-то определенные частоты типа человеческого голоса он не режет? Нет, он их режет. Он специально распознает, что тебе? Он их не режет, он их именно выделяет, когда нужно, а когда нужно скрывать. Потому что если ребенок плачет, я этого не слышу. Ну, в смысле, если он тут прям орет специально. Но если меня зовет Алена, то я это слышу. То есть там есть эта интеллектуальная подстройка. Прикольно. С ПК у меня не было никаких проблем, они прекрасно завелись. Там, кстати, очень хорошо сделан Spatial Audio. У Sony он свой. Слушай, международный вопрос. Они через свисток работают? Да. Для СПК они работают через свисточек. Это такой донгл. На донгле есть переключение между ПК и PlayStation 5. То есть надо переключаться, чтобы они распознавались корректно. И там есть софтина соневская. Она вполне неплохая. Особенно после G-Hub, который там супер перегруженный. И с ПК вообще идеально. Они с Дискордом прекрасно завелись. Там работает чат-войс переключатель. Все игры их видят на Тин. Они сертифицированы Дискордом, что для меня стало большой новостью. А это ничего не значит абсолютно. Это значит, что они хорошо разделяют голос и чат. Но самая охуенная фишка на этих наушниках, которая мне понравилась. Потому что с консолью я их пока не успел потестить. Вот. Хотя качество звука здесь обалденное. Это говорю как человек, который в 75.06 сидит. У меня после перехода 75.06 на эти наушники не возникло никаких кринжовых ощущений. Звук очень хорош. Но суть не в этом. Тут есть дуалкастинг. Они могут одновременно получать сигнал с Bluetooth источника и через свисток. И ты можешь, например, слушать подкаст с телефона и параллельно играть на PlayStation 5. Это довольно прикольно, кстати. Ты хочешь сказать, что они миксят этот звук 50 на 50? Да, да, да. То есть у тебя полноценный. Это примерно так же, как делает моя Astra. Он только у Макса Bluetooth. И что ты там сказал? Свисток, да? И Wi-Fi, по сути. А у Astra, например, у неё миксится в миксампе USB и Audio G. Этот самый какого? Optical. Короче, самое классное, что вчера я ночью, когда делал, что называется, над ребёнком, у меня был абсолютно идиотский сетап, но он был абсолютно рабочий. Это было очень классно. У меня был iPad. На нём был запущен первый Max Payne. Я играл в него с DualSense, сидя вот в этих наушниках. И всё работало замечательно. И это так необычно. Потому что ты фактически сидишь в PlayStation продуктах, но играешь на iPad. И всё работает очень здорово. Короче, я дико вам советую, если вы хотите купить хорошую, удобную, классную игровую гумантуру, которая работает вообще везде, совсем. И вот устраняет главный недостаток пульсов, что свисток необязателен. Есть Bluetooth. С ПК Bluetooth работает очень хорошо. Я тестил. Берите не H9, а H7. Потому что это те же наушники минус шумодав. Мне шумодав нужен. Я специально взял H9. Но если вам ANC сильно в сраку не уперся, берите спокойно H7. Их можно найти дешевле существенно. Вот. А если вам нужен шумодав, то, конечно, да, имеет смысл за H9 доплатить. Скорость в целом пока нареканий нет. Но я подробнее расскажу либо в следующем выпуске, либо в отдельном видосе. Потому что с PlayStation 5 я пока её толком не тестил. Знаешь, что меня смущает во внешнем видео? Они кажутся очень хлипкими. Ну, по крайней мере. Нет, они очень крепкие. Они очень крепкие. Они кажутся хлипкими. Поэтому... Чтобы ты понимал, Максим, раз уж у нас наушники каст, расскажу я и про свою обновку. Помнишь мои битцы замечательные? Вот они теперь с кочем замотаны. Угадай, почему. Как ты их умудрился сломать-то? Я в них заснул. Я в них заснул. У меня был включён шумодав, и там потрескало всё как хер на собачьем. У Sony, на самом деле, обратная история. Мне очень нравится частая претензия к вот этим саням, который сейчас на мне, от обзорщиков, назовём их так. Эту конструкцию выглядит хлипкой. Сейчас будет фокус в видеоверсии. То есть Макс ломает наушники прямо на этом. Прямо на стриме, смотри. Самое главное, что интересно, Максим не знает, но в каждой радиорубке в стране... Есть эти сраные наушники, я знаю. Эти сраные наушники замотаны скотчем, потому что ломаются они не на дужке, а ломаются они на том месте, где дужка соприкасается с самим наушником. Ты проводать это что? Эта чайка ломается нахуй просто везде у каждого. Они перемотаны с синей изолентой просто нахуй в каждой радиорубке в России. Я просто вот где не был, всегда перемотан. В любой студии, потому что они реально на самом деле ломаются. Но они ломаются из-за времени. Давайте закончим наушники каст, я вас не могу. Да, давайте. Короче, H9 советую, вы очень просили мой отзыв на них. Пока все нравится. Если что-то поменяется, я сообщу. Слушайте, у нас... У нас рубрика, в которой Тимур хохочет. И причем это та рубрика, в которой Тимур мало того, что хохочет, он еще и будет вот это вот... Ты же говорил! Ты же говорил! Я надеваю белый плащ. Так. И волшебную шляпу. Да, волшебную шляпу. Такой, как бы, знаете, играю Д'Артаньяно такого, как бы, и говорю на самом деле, что... Ну, зачем пинать слабых? Так. Вот. Все было и так понятно. Всем было известно абсолютно, что компания Google закроет проект Stadia. И самое главное, что... Я тут читал крутой трет в Титтере, где чувак писал о том, что... Вы представляете, что где-то в недрах Гугла должны быть пиарщики и маркетологи по позиционированию, которые должны просто в холодном поту просыпаться каждую ночь буквально. И просто с мыслью о том, что у тебя настолько убитый имидж у твоего... Вообще у твоей компании, что практически любой, какой угодно продукт ты запускаешь, про него просто 99% говорят, ну, конечно, они его закроют. Ну, вообще, говно вопрос. И проблема в том, что именно это приводит как раз-таки в том числе к закрытию продукта, потому что если ты запускаешь продукт, которым вообще все абсолютно уверены, что его закроют, и им, естественно, никто не пользуется толком, как бы, ну, пользуется, но так, типа, бляд, ну, точно закроют. То есть это такой круговорот дерьма в природе, я бы так это назвал. Да, ну, то есть, типа, как бы все такие... Самоподдерживающийся цикл Гугла, вот. Да, короче, и в итоге так получается, что, ну, как бы, поскольку им начинают... Никто толком не пользуется, его действительно закрывают. Потому что я напоминаю вам, что гугловскими продуктами пользуются только теми, которые бесплатные. Вот, потому что везде, где тебе нужно чуть-чуть занести денег, как бы, все с очень большой опаской это делают. Потому что все знают, что, например, какой-нибудь твой, там, условный Гугл Фотос могут вот... А могут закрыть, как бы, вот. А что? Ну, вот могут, да, короче. Или, там, Гугл Компьютер Клауд какой-нибудь, там, да, там, Компьютер Платформ, который... А могут вот какую-то фичу, которая тебе, там, нравится, которую ты пульсируешь, а могут ее закрыть, как бы, да, легко. Ну, и стадию, естественно, тоже закрывают, но закрывают, знаете, так скажем, с позитивной нотой. Потому что, во-первых, они... Гугл хочет реально пойти и отдать денег всем тем людям, которые заносили денег в Гугл Стадию. То есть любой продукт, любую игру, которую ты покупал, тебе хотят за это вернуть денег. Деньги хотят вернуть даже за контроллеры, которые ты покупал. Причем контроллеры хотят разблочить, чтобы якобы можно было им пользоваться вообще для чего угодно. То есть чтобы они стали просто дженерик. Ну, кстати, нет, вообще пишут, что они довольно неплохие. Так что ты зря так прям совсем говнишь их. Но смысл в том, что мы все говорили, что Гугл Стадия говно сраное, и его бизнес-модель нежизнеспособная, и, соответственно, они сделали все возможные ошибки, которые только возможны вообще, они стопудово по этой причине провалятся, и они провалились. Потому что, напоминаю вам, топ-причин, почему Гугл Стадия провалилась. Первое, они выбрали проприетарную платформу. Ну, то есть что такое Гугл Стадия? Это сервер, который сделан примерно... Нет, 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 нет. Это отдельная консоль, вы воспринимаете это так. Да, это консоль серверной. Это, по сути, консоль примерно на уровне Xbox One X. Она очень аппаратно похожа на Xbox One X, только Xbox One X был 6 терафлопс, а это 9 терафлопс. То есть, по сути, разогнанный Xbox One X, который позволял потенциально скалироваться, потому что ты мог под одну игру задействовать не одну консоль, а две. Например, у тебя остановилось не 9 терафлопс, а 18. Ну, естественно, никто этого не делал. И это первый момент. То есть, соответственно, ты должен был реально пойти и разрабатывать свою игру под отдельную новую консоль, грубо говоря, которая работает в облаке. Это первый момент. Второй – это бизнес-модель. Никаких тебе подписок, никаких тебе купленных уже игр в Стиме, запущенных просто на удаленном компьютере. Как это сделал на GeForce Now, например. Да, короче, ничего из этого не работает. И самое главное, что нет игр не только по подписке. Ну, точнее, да, есть очень маленькое количество игр по подписке и, в общем-то, не самые крутые. А все остальные игры, как бы, ты должен за них заплатить. По сути, купить их на отдельную консоль. Давай так это воспринимать. Да, и, естественно, это все провальные решения. Я напоминаю вам, мы про это много раз говорили в подкасте, что когда мы в Clubhouse разговаривали с одним из главных продуктов, соответственно, это русский чувак по имени Андрей Дороничев, и я ему задавал все эти вопросы. Он говорит, вы просто не поняли нашу бизнес-модель. Я такой, а, ну понятно. Ну, видимо, ее... Только мы не поняли. Видимо, ее и в Google тоже не очень поняли, потому что стадию закрыли. Самое смешное, что буквально через неделю после этого Google такой, а, вот, кстати, у нас есть для облачного гейминга ноутбуки. Вот, пожалуйста. На ChromeOS. Да, и там, кстати, и GeForce есть, и вот это Amazon Loon, или как он там назывался. В общем, все туда, все, что можно было там напихать. И RGB-подсветка. Все напихали. Замечательно, прекрасно. Кстати, неделю назад мы убили стадию. Ха-ха. Будущее за геймингом, за облачным. Ну, на самом деле, в путь-дорогу стадии, ну, опять же, как бы вы не забывайте, что любой платный продукт, которого выпускает Google, в общем-то, как бы, ну, есть неиллюзорный шанс, что он пойдет и въебется. Я считаю, что это, как, знаешь, как код Шрёдингера, да. То есть, имеет 50-процентный шанс либо умереть на старте, или там через два года, как умерла стадия, либо взлететь и стать потенциально очень классным. Но что-то у Google в последнее время как-то мало все взлетает. Все в основном на кладбище Google отправляется. Так что... Это правда. Я, кстати, в этом контексте очень быстро хотел проговорить другой момент. Дело в том, что я тут нашел очень крутой тред в титере от чувака по имени Уоррен Креддок. Вот. Это, на самом деле, человек, который долгое время работал как раз-таки в Google. Ну, точнее, он работал, типа, в разных подразделениях, как бы, разных компаниях, в том числе в Waymo, и работал в компании Litro, и работал, соответственно, в Google. И он расписывает о том, что вообще произошло в Google, когда работали, соответственно, с Google Glass'ом, Google Clips'ом. И примерно такой же истории случилось, когда он работал над той самой камерой Litro. Если вы не помните, это камера, которая позволяла снимать изображение с помощью фотонного поля. А, я помню. Мне нужно было фокусное расставление менять туда-сюда, да? После съемки. После съемки, да. Мы даже в подкасте это обсуждали в каком-то старом. Да-да-да. Ну, он, кстати, очень интересную вещь пишет по поводу Google о том, что, например, короче, когда делали Google Glass, помните тот самый, типа, первые AR-очки от Google, а на самом деле нихера не AR, потому что они не накладывали изображение, типа, а не просто на heads-up дисплей, который у вас висел над вашими очками, туда, по сути, как бы проецировали лазером изображение. И он говорит, что культура разработки в Google была такая, что практически всегда, поскольку нельзя быть токсичным, вот, то, короче, у тебя у продукта есть, например, как бы fatal flow, то есть, грубо говоря, критичная уязвимость, критичный недостаток какой-то, да. В данном случае критичным недостатком было следующее, что Google Glass, короче, они были не очень полезными, а во-вторых, ты выглядел как дебил, когда ты их носил, вот. И он говорит, что все инженеры, которые работали, и все там, типа, там, продукты, все люди, которые занимались вообще этим Google Glass, они просто игнорировали эти два факта. То есть, на любой встрече, когда ты мог поднять, как бы, этот вопрос, просто игнорировался. Вот. И поэтому они ходили и занимались чем? Что? Искали, так, сейчас мы найдем какой-то киллерап, какую-то вот такую штуку, которая делает так, что Google Glass будет пиздец какой популярный, вот он просто взлетит. Они ее так и не нашли. И самое главное, он говорит, что чем это все в итоге закончилось, что эти, по сути, люди ходили внутри своих вот этих кабинетов, фотографировали там, напомню вам, потому что была камера в цветочке, ходили уведомления туда, типа, соответственно, расписывали, спрашивали тупейшие вопросы, типа, эй, глаз, скажи, пожалуйста, какого там, типа, размера Эйфелева башня. И все вот это заключалось в вот этих тупейших юзкейсах, которые обычные люди в основном не используют. И в итоге он говорит, что большая часть этих очков просто стояла, заряжалась в офисе, потому что инженеры не носили их в обычной жизни. Они же знали, что выглядят как дебилы в них, и как бы, что они в чем-то бесполезны. И они просто приходили на работу, снимали их зарядки, надевали, и начинали вот опять же эти тупейшие юзкейсы, как бы, использовать. И вот он говорит, то же самое была история, например, с как бы, специальными камерами, которые назывались Google Clips, если вы вдруг забыли. Это были камеры, которые ты должен был, типа, прицепить или к себе к одежде, и они делали фотки. Или ты мог их поставить в какое-нибудь место, типа, и они делали твои фотки в тот момент, когда ты, типа, выглядел максимально красиво, то есть, там, улыбаешься, свет правильно расположен и так далее. Ну, то есть, типа, автоматический фотограф такой своеобразный. Он говорит, что большая часть проблем заключалась в следующем, что люди в целом психологически любят, когда их фотографируют так, как будто на тебя смотрит другой человек. То есть, уровень... И Тимур вылетел. Психологически, конечно, тяжело. От того, что он вылетел. Сейчас напишу его. Одно? Никому это не нравилось, и никто не хотел это использовать. Не, я не вылетел, я здесь. Я с вами. Вот теперь у тебя слышу. До этого ты прям такой... И люди психологически... И, короче, в общем, люди психологически, они на самом деле страдали от того, что, типа, фотки, которые делает Google Clips, что они выглядят неправильно с точки зрения человека, они их делают не из глаз, не так, как будто на тебя смотрит другой человек, короче, а делали, ну, хуево. И в итоге эти, как бы, Google Clips тоже, как бы, взяли и, как бы, просто убрали. И он говорит, что... Слушай, ну, срежюмируй этот трет. Ты очень красиво рассказываешь, но как-нибудь собери. Все это я хочу свести к тому, что культура в Google, вообще разработки продуктов, такая, что у тебя есть какой-то крутой новый продукт, и у него есть очевидные, совершенно критические какие-то там проблемы. И на них просто не обращают внимания. Ну, потому что теперь хлопается логично все. Это культура стартапа. Сейчас найдем, сейчас найдем фичу. Главная идея, идея же крутая. Главное взлететь, братан, там разберемся, как, чтобы не грохаться. Ну, типа, да. И плюс вот эта культура, о которой мы много раз с вами рассказывали в Google, что, типа, там уже дают премии за то, что ты запустил продукт, а вот он там, типа, работает или не работает, и продолжил ли работать, как бы, или нет, это уже похуй. Главное, что у тебя, типа, система премирования и система повышения работает именно на том, какое количество продуктов ты запустил. Вот и все. Короче, про Google все понятно. Любой анонс Google очень аккуратно воспринимайте и особо не к нему никак... Не хайпите, да. Не хайпите и, как это называется, типа, знаешь, не привыкайте, да. Дядюшка Сэм занялся на тысячу рублей, пока смотрел ваш выпуск про Казахстан, пропустил старт эфира. Всем лучи любви и поддержки. Спасибо тебе, братишка. Спасибо, бро. Созерцатель занялся нам 180 рублей, их парни построил хороший дом, посадил дерево, теперь понимаешь, что лучше бы я имел пачку небольшую денег и MacBook и прочее. Надеюсь, что вы полны силы и энергии. Знаю, братишка, дом и дерево, это тоже неплохая история. Да. Дрэгонмастер занялся нам тысячу рублей, это я удачно ты труба открыл на поддержание менталочки, соскучился по подкастам. Спасибо тебе, братишка. Спасибо, бро. Слушайте, мы тут с Тимуром по отдельности посмотрели фильм, который снял... Режиссер Маддмакса? Режиссер Маддмакса, Джордж Миллер, он называется «Три тысячи лет желаний», «Three thousand years of longing». И я могу сказать так. Во-первых, несмотря на такое название, это не эротика. Это не какая-то там типа подростковая драма, не знаю. А играет там Тильда Суэнтон и Дриса Любая. Собственно говоря, в чём история? Это рассказ про женщину, которая работает культурологом. То есть, по сути, она смотрит за фольклором. То есть, выступает по поводу фольклора там в разных университетах, разных там типа мероприятиях и так далее. И вот на одном из таких мероприятий она видит перед собой Джина. Настоящего Джина. И, собственно говоря, у неё происходит разговор с её друзьями, где ей рассказывают, что вообще-то на самом деле Джинты существуют. вот мы тебе продадим небольшой флакончик, подгоревший немного. Вот. Возможно, что она Джинна. Кто знает? Хо-хо-хо-хо-хо-хо. В общем, она приходит в свой отель, открывает этот флакончик и оттуда на самом деле выходит Джинн, которого как раз играет Идрис Эльба. История дальше развивается следующим образом. Идрис рассказывает ей историю того, как он был пленён в этой колбе. И все его истории сводятся к тому, что желания, именно три желания классические от Джина, это не всегда хорошо. И что из них всегда... Что-то идёт не так, что-то идёт как бы не так, как люди желают того или иного. Это на самом деле очень-очень философская мелодрама. Причём местами она настолько философская, что, мне кажется, ни критики, ни зрители её не особо поняли. Поскольку, по сути, это набор таких притч про любовь. Смотрится очень интересно, но только если вы любите такие, я бы сказал, сказки, как вот «Тысяча одна ночь», например. То есть примерно вот такого рода истории. Ну, собственно, всё, Тимур, ты что скажешь по этому поводу? Слушайте, я абсолютно согласен с Димой. Это действительно фильм, которого ты совершенно... Ну, ты не ожидаешь, что это такое. Особенно, когда тебе говорят, ну, это Джордж Миллер, ты такой, о, сейчас там Ебашилова начнётся, короче. Нет, Ебашилова никакого нету, и это совершенно фильм не про это. И опять же, как бы мне очень понравилось сам по себе фильм, сама по себе идея. Он оказался крайне крутым, крайне интересным, и самое главное, он очень красиво снят. Это такой хороший, качественный артхаус, который, если честно, я бы подумал, что его мог бы снять какой-нибудь Уэс Андерсон, потому что он тоже любит вот такие вот, типа, знаете, разные герои, разные притчи, как бы, и, типа, постоянное перемещение, иногда даже нелогичное в какие-то там другие пространства, но фильм, опять же, то, чего ты от него... Ты его совершенно не ожидаешь вот таким вот. Я на него откнулся, кстати, совершенно случайно таким образом, что я увидел, когда мы смотрели фильм, помнишь, типа, всё везде и сразу? Да. Поскольку смотрели его в кино, перед ним был трейлер как раз, и вот в трейлере был трейлер как раз вот этого фильма. И я ждал, что он когда-нибудь где-нибудь выйдет, а потом такой хуяк, захожу, типа, в один там сервис, вот, и вижу такой, что он там вышел уже, и я такой, о, точно тот самый фильм Джорджа Миллера с интересным трейлером про Джина. Я такой включаю, и да, это действительно он, и он действительно классный, хотя я боялся, что он окажется каким-то таким, типа, не очень, а он оказался крутым. Просто история с притчами, ну, то есть, как бы, я могу понять, например, почему он понравился мне. Я в детстве очень зачитывался сказками «Тысяча одной ночи», там, условно, да, и там, вот этими всеми притчами, там, не знаю, и стихами какого-нибудь Амара Хаяма, и так далее. То есть, ты примерно понимаешь, почему там может понравиться такое кино. Но в прокате, и вообще, в принципе, у критиков, этот фильм провалился, и это очень грустно, да, потому что, на мой взгляд, это очень хорошее кино. То есть, Миллер не снял что-то прям супер-пупер выдающегося, да, там, то есть, это не прям какой-то супер-пупер шедевр, который надо бежать, там, изо всех сил смотреть. Но если вы любите просто хорошую мелодраму, с хорошими историями от Джина, когда он их там рассказывает, и там, сюжеты совершенно разные во всех его историях, то в целом вам зайдет. Вдобавок ко всему, я могу сказать, что что Тильды Свинтон, что Эдрис Эльба, они отличные актеры, они в этом фильме прям вот сыграли на все деньги, что называется. Короче, мне очень понравилось 3000 лет желаний и Фри Саузен Хирсов Лонгинг, я от себя советую. Тимур, это как. Да, я тоже крайне советую, и этот фильм, опять же, очень жалко, что он не взлетел, но это связано, в первую очередь, конечно, с тем, что действительно от него ожидали, что это будет какая-то, мне кажется, комедия сказочная, такие приключенческая, а это оказалась драма со смыслом, которую действительно никто от Джорджа Миллера не ожидал. Но мы очень советуем очень классный, крутой фильм, в любом случае. Слушайте, я хотел со своей стороны посоветовать еще один фильм, который совершенно, тоже неожиданно, на него наткнулся, потому что видел его трейлер, как-то вообще мимоходом, вот, но он оказался, трейлер оказался, ну, так понравился мне, а фильм, я когда начинал, думаю, блин, ну, наверное, сейчас обосрутся, короче, и не обосрались, и он действительно оказался тоже очень прикольным, короче. Фильм называется Сознавайтесь Флетч, Confess Флетч, вот, и это фильм... Джон Хэм играет там, Джон Хэм, да, причем у него там прекраснейшая просто роль. Это который в Безумцах играл, если что. Да, да он вообще много где играл, как бы он... он самая известная роль в Безумцах, кому? Да ты чего, у него куча фильмов, какие? Я тебе серьезно говорю, его самая известная роль, это Безумцах, сериал. Ну, я, например, кстати, так и не посмотрел. Братан, ты чего? Да ты чего, как будто это нужно делать. Это лучшая роль Джона Хэма, а тебе, как там, условно, бывшему рекламщику, это просто тот сериал, который тебе обязательно надо посмотреть. про рекламщиков, которые делали там рекламу сигарет, условно, в 50-х США. Ну, может быть... Когда Джон Хэм сидит и стильно курит сигарету, вот, и там общается с женщинами, ты смотришь на него и думаешь, блин, даже жалко, что я не женщина. Ну, в любом случае, на самом деле, я видел много классных фильмов с ним, много его крутых ролей, и, в общем-то, ну, как бы, вообще Джон Хэм крутейший, как бы. Но, опять же, фильм мне очень понравился, несмотря на то, что он ничего сверхъестественного из себя не представляет. Это не какой-то там безумно крутой, там, знаете, со смысловым фильм, но это хорошая, интересная, такая, комедийная, приключенческая, шпионская такая, афера, потому что, помните, афера Томаса Крауна? Да. Это вот очень похоже по своей какой-то сути, по своей идее картина, которая прям, знаете, как будто прям реально inspired by, там, вот там, афера Томаса Крауна. А в чем сюжет? Смотри, очень просто. Дело в том, что существует у нас некий журналист, расследователь в области искусства, и, соответственно, как бы пишет много про картины, там, про провинансы, вот это все, короче, ну, и заодно расследует, где кто чего, как-то на черном рынке продал, там, не продал, и так далее. И смысл в том, что его позвали расследовать, по сути, как раз таки, исчезновение, там, довольно важных картин, включая Пикассо, там, и так далее. И смысл в том, что ему приходится путешествовать немножко по миру, и как раз таки пытаться найти эти картины, параллельно оказываясь замешанным в убийстве, замешанным еще в ряде, там, всяких интересных вещей, и постоянно взаимодействовать приходится то с полицией, то еще с кем-то, то еще с кем-то, его все время все подозревают, и, опять же, вот эти слои некой такой иронии и неких таких подозрений, которые на него накладываются, и ты все время сидишь такой, думаешь, так, в итоге этот персонаж и остальные персонажи, они хотят вот этого? Они хотят вот этого? Или кто сделал что? И почему? И, знаешь, и ты все время такой до последнего момента думаешь, блин, так кто же в итоге виноват-то? Кто украл? В итоге это раскроется? Кто убил? Там все раскрывается, разгадка такая вполне себе более-менее очевидная, ее можно считать довольно шустро и быстро, кстати, очень крутую роль там еще играет актер, который играл главную роль в, соответственно, Твин Пикси, вот все время забываю, как его зовут, Кайла Маклахан, вот. Я могу сказать, что мне, несмотря на то, что это не суперкрутой какой-то фильм, не супер какой-то, знаешь, там, возвышенный или со смыслом, или какую-то там супер художественную ценность имеет, но он настолько приятный, ты иногда хочешь, знаешь, вот фильмы типа «Одиннадцать друзей ошну» посмотреть, или «Поймай меня, если сможешь», или что-то вот такое. Криминальная комедия, короче. Да, короче, это прекрасная криминальная комедия с хорошими героями, которые, знаешь, прям привлекают очень интересные типажи, ты их запоминаешь, прям вот эти типажи, и они, знаешь, настолько теплые, притягательные, что ты, посмотрев этот фильм, знаешь, с настолько приятным послевкусием остаешься, что ты прям такой, да, блин, прям прикольно, не зря, о, хорошо, так, да. Короче, я, если вот вам хочется несложного, но очень приятного, хорошего фильма на вечер, крайне советую, вот сознавайтесь влечь, это прям вот круто. Ладно, я добавил себе вишлист, посмотрю потом. Да. Вот, слушайте, ну, как бы, еще одна из интересных новостей тут у нас случилась на неделе, дело в том, что тут The Hollywood Reporter выпустил довольно интересное, знаете, так, расследование по поводу того, что там вообще происходит с DC Хуисоси, вот, дело в том, что у DC, ну, большие проблемы, потому что, как вы знаете, там, Тойзер Миллер кого-то ограбит, короче, непонятно, что делать с Флэшем. Так, вроде с Флэшем выходит, только сейчас говорят. все-таки в итоге выходит, короче. До тех пор, пока он опять не сорвется. То гендиректора Воронеров там увольняют за харассменты, там непонятно, как бы он уходит, не уходит, а все-таки уходит, да, ну, понятно, короче. Так, а что там Эмберхёрд? О, блин, надо Эмберхёрд теперь из Аквамена второго вырезать, короче. Ну, в общем, все время какие-то, блядь, проблемы с этим DC Универсом. Вот, но выяснилось, что, в общем-то, план у них все-таки есть. Я, кстати, напоминаю вам, что DC хотели взять себе чувака, который, как бы как Кевин Файги возглавит этот самый весь DC Универс и сделает, типа, нечто что-то крутое и классное, они какого-то чувака даже нашли и даже чуть ли не хотели его взять и в последний момент все сорвалось и это выглядит, значит, настолько тупо, что у тебя новости по поводу того, что ну все, мы нашли нашего Кевина Файги, ах, блядь, все-таки мы его не нашли, сорян, короче. там же какая-то история, что из DC ушла тетка, которая вот курировала то ли, то ли как продакшн, то ли еще что-то, она там работала 11 лет. Оттуда все поуходили, на самом деле из Ворнеров успело уйти огромное количество людей после того, как там начал всем рулить Заслов, который новый глава Discovery, вот, и по слухам оттуда ушли вообще все, то есть вот практически все, кто был, собственно, в Warner Brothers Pictures, они покинули компанию, вот, и поэтому притрубации там, конечно, достаточно сильные, более того, тут же вышла критика, на Черного Адама, и что там? Херня? Это, подожди, это вот этот, где Скала супергерой играет, да? Да, да, да. Вот она, и он говно? Да, у нее там 50, что ли, на томатах, а учитывая, что томаты, это бинарные отзывы, да, нет, то есть метакритик, наверное, пониже будет. Блин, фигуру. Ты начинаешь-то как бы, а вдруг там на самом деле все так, Ты знаешь, ты звучишь как этот, как какой-нибудь из всего DC сейчас. Ну ладно, ну в общем, в любом случае, у DC дела, как бы, так скажем, не очень, по сравнению с Марвелом, а у Марвел и так, в общем-то, тоже дела не очень, в общем, из двух вселенных, знаете, боролось два говна. Да. Вот, но что вообще, как бы, планируется у DC? Тут, соответственно, вот опять же, Голливуд-репортер немножко там попытался выяснить, и у них удалось, что они, в общем-то, выяснили. Во-первых, собираются все-таки, слава тебе, господи, с ней продолжение «Человека из стали» «Мэл оф Стилл» с Генри Кевиллом в главной роли. Пока фильма нету ни сценариста, ни режиссера, значит, выйдет через пять лет. А вот мне интересно, а Кевилл-то вообще как согласился на всю эту историю? Оль это было. И «Мэл оф Стилл» хорошо всем зашел. И если вдруг они на коленях приползут к, соответственно, за Коснайдеру и скажут «Азия-Азия!» А, кстати, теперь могут приползти? Потому что, опять же, говоря вот про эту череду увольнения, о которой мы говорили выше, из DC мы ушли, люди, которые в том числе блокировали Снайдера. То есть, надо понимать, что этот анонс сиквела «Человек из стали» состоялся на фоне того, что за дверь вышли очень многие люди, которые в общем-то обеспечивали Снайдеру проблемы на съемках. Ну, то есть, короче, есть шанс, что может быть и Снайдер придет и даже снимет Man of Steel 2, условно. Да, вполне. Более того, поскольку был достаточно серьезный ревью, проведено всего портфолио, решили два секретных проекта дать Джеймсу Ганну. Мне не очень, честно скажу, понравились его фильмы. Точнее, мне не очень понравился его отряд самоубийц. Катеротворец оказался прикольным. Он забавный был, он был забавный, но не более. Но вот миротворец, вот правильно Тимур сказал, ну вот миротворец был охуенным. Мне это оборвало свои хейтеры в рост. Если этот секретный проект, это что-то в духе миротворца, я только за. Мне очень понравился миротворец, это прям был вообще неожиданный хитяра. Вот, и я еще раз убедился, что практически все рестлеры очень хорошие актеры, потому что Сина в комедийных ролях просто безупречен. Кто мог подумать? Блин, господи, я вспоминаю этот танец из интро-сериала. О, орел, прости меня. Брошу! Вот, кстати, еще из интересного, дело в том, что хотят снять сольненькие многих злодеев из вселенной, соответственно, Бэтмена Роберта Паттисона. Дело в том, что... Я так думаю, что начнут с пингвина, скорее всего. Да, уже якобы этот проект с Колином Фаровым в виде пингвина, он типа выйдет чуть ли не в ближайшее время в какое-то там, как бы, то есть его там реально, типа, делают. Вот. И, соответственно, направление будет полностью курировать, соответственно, Мэтт Ривз, так как это его проект. Вот. И, в общем-то, ну, будем ждать, когда все это придет. Я думаю, что там можно снять про Ту-Фейса и про Ридлера, и про Мистера Фриз. Блин, да про кого хочешь можно. Все, что можно сделать. Вот. Соответственно, дело в том, что сценарий для второго Флэша уже готов, но при этом, типа, будут следить, как пойдет дело у фильма с Эзером Миллером, несмотря на то, что Warner умудрились все практически проблемы Эзером Миллера решить. Какой там компромат у него есть на Warner, я не знаю. Мне кажется, уволяли за меньшую, да. Реально странно. Ну, просто, как бы, история с Эзером Миллером очень странная. Мы еще кино про это посмотрим лет через 30, вот увидите. На Netflix. И при этом, несмотря на то, что мы говорили, вот Человек из Стали 2, планы Джей Джей Абрамса снять, точнее, не снять, а спродюсировать фильм о чернокожем Супермене, все еще в силе. При этом это будет такой же в Боквилл, как и Джокер. Это будет фильм в своей замкнутой киновселенной. И честно, я не против. А играть его будто с Апроки. Не-не-не, если там будет реально интересный кастинг, вот кроме шуток будет интересный кастинг, я бы посмотрел. Особенно вот эта идея хорошая. Что-то будет выведено в свою вселенную, это не будет никуда засовываться просто, чтобы быть. А прикиньте, и Дрисыльба. О, Господи. Будет очень круто. Будет отменять апокалипсис. Слышите, ну про DC все понятно. Я на самом деле хотел сказать, что я думал, может быть, немножко рассказать по поводу своих первых впечатлений о переходе на MacBook на M1 Max. Но их на самом деле довольно много, и они очень комплексные. Поэтому я думаю, что я перенесу это все-таки на следующий подкаст, тем более смогу еще чуть побольше попользоваться. Дело в том, что я хотел рассказать не только с позиции именно продакшена, работы и прочих вещей. В том, что я в хвосты Гриву использую сейчас Win11 на Parallels. Win11, который, соответственно, на Армия работает, потому что на другой нельзя поставить. И там есть очень много интересных моментов о том, как все работает на этой самой Винде, в том числе по поводу игр. Я запускал тут кучу игр, и у меня есть куча интересных инсайтов. На Винде в Parallels? Или просто на Маке? И на Маке просто, и на Маке через, соответственно, Vine. И на Маке через Steam. И на Маке через Parallels, короче. Ты все это оставишь на следующий подкаст. Да, давайте. Поэтому расскажу комплексно немножко в следующем подкасте. А сейчас просто скажу, что поскольку я уехал и не смог взять с собой, соответственно, ПК на Винде и, знаете, распределить между собой работу на Маке и на Винде, то сейчас мне Макбук на M1 Max смог заменить оба компьютера сразу. Вот, и это довольно приятный бонус. И, собственно, ради этого я его взял в самый последний момент, когда уезжал. Вот такие дела. Слушайте, ну мы потихонечку заканчиваем. Слушай, J11, у нас на 300 рублей. Парни, какие закрытые уши выбрать с шумоподавлением? Насколько они могут ночью мешать семье? Я использую Мак и Айфон. В смысле мешать семье? Это как-то... Да никак не будут мешать семье все закрытые наушники, потому что закрытые, что из них звук не утекает. А наушники с шумодавлом специально сделаны таким образом, чтобы у тебя был максимальный прижим, и чтобы звук не вытекал, потому что, значит, шумодав не работает эффективно. На мой взгляд... Бери те... Субъективный взгляд. Если есть деньги, бери вот этот вот... Как они называются? Эпплские наушники с корпусом дурацким. AirPods Max. Ну, насчет AirPods Max не уверен, учитывая, что ты собираешься это использовать дома ночью и вообще. Может, ты в них уснешь. Макс и для этого не лучший выбор. Можешь посмотреть Sony, можешь посмотреть, кстати, и биццы тоже не самые плохие. Главное, что у тебя по карману? Вот что, вбиваешь свой бюджет, смотришь, что рекомендуют, практически всегда это попадает. А ты бы какие, Сонь, взял? XM-ки? Я бы взял XM-ки пятые. Потому что мне настолько... Пятые? Четвертые? Я объясню, мне это как нравится. Многие хуесосят пятерки. Мне нравится эргономика у H9, а она плюс-минус такая же, как у пятерок. Ну, может быть. Ну, я на самом деле могу сказать, что сейчас все ждут, что AirPods Max все-таки обновят тоже там. Хотя я не знаю, что туда можно добавить, кроме USB-C. А чехол? Ну, может быть, чехол туда вставить. Знаешь, что можно добавить? Кнопку выключения, Тимур. Да, хорошая идея. Хватительная шутка, ладно. Слушайте, мы переходим к нашей рубрике лучшие статьи прошедшей недели. И у нас, собственно говоря, сегодня три статьи. И кто из нас расскажет про какую? Слушайте, да, я могу рассказать вообще про все, короче. Но смысл в том, что мне очень понравилась статья о том, что, ну, она даже, скажем, такая полу-новость, полу-статья, полу-рассказ людей как бы с различными мнениями на английском языке от VentureBeat. И она говорит о том, что огромное количество людей в компаниях крупных или даже маленьких стартапах сейчас сидят и понимают, что огромное количество денег у них жрет, соответственно, расходы на клауды, инфраструктуры. И дело в том, что там прям приводится к примеру чуваков, которые там, типа, знаете, там условно, там, зарплата типа там 10 тысяч долларов, маркетинг там 5 тысяч долларов, там, короче, еще на там 5 тысяч долларов. И структура облака 500 тысяч долларов. 100 тысяч долларов. Да, понятно. Ну, то есть как бы... Я сегодня буквально на Hacker News читал прям рант такой, знаешь, как это по-русски-то, господи... Гневные выпады, да. Гневный высер чувака по поводу того, что вся культура девопсов, она просто вот всю индустрию IT тянет на дно. Почему? Потому что, условно говоря, вместо того, чтобы сидеть и оптимизировать там, типа, условно, сервер, ты просто запускаешь еще один инстанс. Ты просто запускаешь там в облаке еще какой-нибудь там, типа, хуй пойми что. И, в общем, вот эта вся история, она настолько сильно разрослась, что для того, чтобы запустить мобильное приложение, тебе нужен там десяток девопсов, один архитектор, там, 50 разработчиков, еще прочее, а ты при этом делаешь одно единственное мобильное приложение, которое раньше делал там, типа, условно, один чувак. Все зависит от того, какое приложение. Да, понятно. Если это приложение Facebook, то это одно. Я тебе говорю, что это какой-то рант, да, то есть этот чувак просто у него накипело, видимо. Поэтому история про то, что люди начали хуесосить облака внезапно, мне кажется, вот только рецессия помогла тому, что народ такой, блин, это что-то деньги, да. Так, давайте-ка посчитаем, что это дорого, да. Да, да, да. Что, дорого, что ли? Смысл в том, что, как бы, очень крутая статья там с разбором вот этого всего, посмотрите, там люди делятся своими болями в интервью, и, в общем-то, как бы, знаете, как говорится, есть пища для размышлений. Да, вторая статья на хабре, очень крутая, на мой взгляд, она рассказывает о том, как Саня, которому 14 лет, а то он учится в девятом классе в Москве, создает свою игру на андроид, и... Много игр. Да, и он вообще поставил на поток создание игр на андроиде, он рассказывает, как он это делает. И это очень интересно, потому что интересно посмотреть, что творится, что называется, вот у совсем нового поколения в голове, как он формирует работу, какой у него пайплайн, что он использует. Очень клевая статья, вдохновляющая во многом, советую вам почитать, она не очень длинная, но весьма прикольная. И скрешот прикольный из двух игр. Да, да, кстати. И еще одна классная очень статья, если вдруг вы сомневались, что мы живем с эмуляцией, как бы, то вообще совершенно очевидная вещь. Дело в том, что в статье в Scientific American на английском языке очень пространно, но они постарались по максимуму для обычного обывателя, как бы, разжевать. За что, в общем-то, Нобелевскую премию по физике в этом году присудили. И, как бы, ну, такая затравка. Дело в том, что ученые доказали, что наш мир не совсем реален в том виде, в котором вы думаете, что он реален. Ну, особенно... Тут важно пояснить. Дело в том, что есть такое определение, что есть реальный объект. Ну, то есть, условно, у тебя есть корзинка, в ней лежит пять яблок. Если ты вот смотришь на эту корзинку, в которой лежит пять яблок, отвернулся, яблоки никуда не пропали, даже если ты на них не смотришь. Так вот, Нобелевскую премию дали за то, что доказали, что это не совсем так. На больших расстояниях, да. Соответственно, вселенная не локально реальна. Not local real. Собственно говоря, про это статья. А если вам влом читать эту статью, продираясь сквозь научный английский, то можете зайти в мой телеграм-канал «Сказки дядюшки зомбака». Я там это и написал простыми словами. Вот, короче, на самом деле... Самопиар! Да, это нормально, совершенно напоминаем, что есть три целых канала. Короче, у Димки есть «Сказки дядюшки зомбака», у Макса есть фото душнила, у меня есть радио Тимура, и мы все потихонечку возвращаемся как-то, знаете, в жизнь, пытаемся что-то там сделать, чтобы оно, в общем-то, ну, чтобы контент более-менее шел, лился рекою, вот, и так далее. В любом случае, ребята, спасибо большое, что вы сегодня с нами были, что вы сегодня, в общем-то, нас смотрели, что вы нас слушали. Мы потихонечку стараемся вернуться в строй. У нас не было несколько недель, но, как бы, у нас огромное количество записей. Напоминаю, что у нас сейчас выйдет еще один интересный сайт-проект, в котором, как бы, соответственно, будет много нишевой информации для, там, различных специалистов. У нас, соответственно, потихонечку выходит кабинет лора, у нас выходит, соответственно, сказки Дедушка Зомбака, надеемся, что тоже скоро выйдет ближайший выпуск. И, в общем-то, как бы, мы стараемся делать контент, который будет для вас полезен, потому что, ну, мы получаем просто сотни писем и комментариев о том, как наш подкаст, ну, помогает людям немножко справиться с тем безумием, которое сейчас происходит во всем мире, но в первую очередь, конечно, в нашем регионе, потому что, ну, как бы, пиздец, вот, и поэтому мы очень надеемся, что вам помогаем. Да, ну и как бы не стоит, не будем скрывать, нам сейчас очень важна ваша поддержка, ну, и, соответственно, мы хотим поблагодарить тех, кто нас поддерживает на Boosty и на Патреоне. Но, значит, нам больше всего денежек. Да, это, конечно же, наши замечательные патроны. Две черточки, такой вот у него никнейм. Александр Довыгра, Андрей Звеков, Антон Кузнецов, Антон Зефон, Артем Логинов, Артем Сусак, Донатас, Денис Артюшин, Денис Бондаренко, Дмитрий Коробенков, Евгений Богомолов, Егор Тихомиров, Екатерина Александровна, Женечка Калинин, Замбарь из intel.it, Ильин Егор, Лед под ногами майора, Лубневский Дима, Mission Impossible, Мятная Рысь, Неглавный, но Еврей, Никита Бескорсый, Никитос Пивной Насос, Олег Ончки, Петр Лаврентьев, Петя Третьяков, Сахалинец, Сергей Рыбачок, Станислав Бартунский, Цареубийца Джейми, Корк, Алексей Пазников, Алекс Колов, Алексей Карпов, Алвокс, Антон Ленский, Арт Дзен, Артур Галиулин, Дирандин, Дмитрий Мельков, Дмитрий Беспалов, Дрэгон Мастер, Дронтозавр, Едлойдос, Егор Ильин, Евгений Петрунко, Ферзиздис, Функа Попрошу.комфигурки в России, fxfortrader.ru, GoodMorningMorgan, Григорий Яфа, Ходорелф, Игорь Богданов, Илья Кузнецов, Иван Даниленко, Джек Ванилла, Джаггер Меш, Хелиос, Максим Лебедев, Майхал Кужель, Майла Айла Лу, Мандройгер, Мистер Вейлери, Нексенсу, Никита Стрельников, Никита Стрельников на Патреоне, пассивьте, братан, Александр Даниленко, Павел Петлич, Роман Космодемьянский, Сергей Гычко, Софар, Степан Пугачев, Тью Джин, Валерия Неборская, Влад Лиалин, Вячеслав Шанауров, Vicebird, Visers, ну и, конечно, три завтра шейха, один на Патреоне и два на Бусти, которые посчитали нужным остаться анонимными. Спасибо вам, пацаны и девчонки. Да, сегодня на самом деле было круто, мы, опять же, как бы сегодня были в шоке, что куча народу смотрела и тем более время, на самом деле, теперь я понимаю всех тех людей, которые нам писали, бля, я в Владивостоке, вот так поздно вышли. Что я уже на работу иду и слушаю вас наушниках. Да, я потому что сейчас у пацанов там, в общем-то, время более-менее нормальное, у всех наших ребят, которые живут плюс-минус по московскому времени, тоже время нормальное, а у меня три часа ночи. А я проснулся в шесть утра, Тимур, Димка, у тебя скук, у тебя ноль часов еще нету даже, ало. Я уже спать хочу, последние полтора часа засыпают с вами. Ну и вообще, завтра ехать за рулем и ехать 200 километров, поэтому, как бы, и причем с утра, я хотел встать в 8 утра, но, блин, ложась в 3.30, я... Все с тобой понятно. Ладно, спасибо вам, пацаны, девчонки, увидимся на следующей неделе, всем пока-пока. Счастливо, ребята.